я запустил трансляцию привет всем зрителям кто будут нас смотреть в записи запись останется на ютубе так что можно будет если что если вы что-то пропустили перемотать посмотреть нужный кусок у нас сегодня подкаст с александром санниковым привет александр привет юрий привет уважаемые зрители да привет привет александр является старшим программистом графики в грендингер games ничего не путаем все правильно правильно да мы смотрели с удовольствием ваши выступления на xl кон 2019-2023 причем зрителям казалось бы тема такая достаточно сложная для понимания потому что там нужно быть прям специалистом некоторых областях да чтобы понимать терминологию как что работает но там подача была настолько интересная что в общем мы с удовольствием посмотрели много вопросов возникло и в принципе у меня когда-то уже там была идея а что если а что если позадавать какие-то вопросики поговорить поэтому спасибо огромное да что уделили нам время и дали возможность пообщаться напрямую с разработчиком ребята которые нас смотрят напишите пожалуйста плюсик что слышно видно как по громкости в общем дайте пожалуйста обратную связь на отлично youtube буду признателен буду признателен сейчас мы уже начнем перейдем к основной части так вроде все идет отлично супер ну я хотел начать самого такого простого и банального у нас нам хотелось бы что-то узнать о вас вот александр можете рассказать как-то что-то о том как вы собственно попали в грандингер games не знаю обучение карьера как так получилось пару слов может быть об этом что то я думаю зрителям интересно да да я люблю рассказывать эту историю ну рубились мы с дружбаном в поем как-то после экзамена я защитил кандидатскую диссертацию у меня было много свободного времени я такой оттягивались нормально так погранили потом смотрим это интервью было с крисом вилсоном крис вилсом такое в конце говорит да кстати ребята мы набираем программистов по обращайтесь отвечу и мне дружбанка говорит сани типа подаем заяву классная шутка он такой не серьезно в смысле подаем по заяву я такой серьезно подать заяву я если честно никогда не не думал что станут программиста профики для меня это всегда было хобби ну я решил ладно правлю им резюме вот так чутился в грандингер games а я правильно еще что как бы пришлось переехать для того чтобы трудоустроиться то есть само собеседование она удаленно проходила или нужно было прямо до новую зеландию приехать там как как это происходит не 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 собеседование происходит удаленно то есть по skype мы поболтали для меня это было первые в жизни собеседование на английском было жутко нервно трудно говорить как давно это было шесть лет назад шесть-семь лет назад я так очень было нервно проходить собеседование как у меня просто беседами проходил то есть если в аудитории есть программисты мой совет вам заготовьте что было что показывать идеальное собеседование на котором вам задают не вопроса не заготовленные вопросы а просто по поводу того что вы показываете то есть я у меня собеседование было где-то час я просто весь час показывал что я пробовал всю жизнь. Вот это я пробовал физических дежурок, вот я пробовал Global Illumination, вот я пробовал то, вот я пробовал все. И мне, потому что я пробовал, задают вопросы. На такие вопросы гораздо приятнее отвечать, чем какие-то там, знаете, вопросы из типичные вопросы по собеседованию совершенно неинтересные. Задают вопросы, потому что ты делал это гораздо интереснее. Ну, понятно. Там очень важно показать какие-то свои проекты, я так понимаю, которые там в плане хобби разрабатывались или во время обучения. А я так понимаю, что обучение у вас не совсем профильное, то есть это физика, какая-то научная степень, по-моему, есть, насколько я помню. То есть это что-то связанное с наукой или что это? Более профильного образования для программирования графики просто не существует. То есть если бы я в ретроспективе посмотрел, выбрать если абсолютно любое образование, которое может пригодиться в программировании графики, лучшего просто нету. Потому что вся графика — это по сути программирование физики. Вся физика обучается в институте, в фундаментальном курсе физики. Это не обучается в курсе программирования Unity. Это не обучается в курсе программирования Unreal Engine. Это все полная ерунда. Самое важное, что вам может пригодиться в программировании графики — это знание физики и математики. Так что, когда мне задают молодые ребята вопросы, типа, а чем мне, что мне делать, мне изучать Unity или Unreal Engine, чтобы в будущем заниматься программированием графики, мой ответ всегда, ребята, учитесь, изучайте физику, пока есть такая возможность, потому что если вы не будете изучать физику в институте, то потом второй такой возможности уже нет, у вас никто не будет пинать, у вас не будет экзаменов, у вас не хватит просто мотивации самостоятельно изучить физику. — А насколько это частая практика, что у программиста есть образование, связанное с науками, с физикой, математикой, или это скорее исключение из правил? Просто вот в вашей среде, может быть, в вашей команде разработчиков, младших программистов, у них тоже есть какие-то такие навыки или в основном это исключение все-таки? — Это совершенно типичная ситуация конкретно для программистов графики. То есть графика, она вся... Ну что такое программирование графики? Программирование графики — это программирование физики и распространение света. — Совершенно конкретная область, и она очень наукоемкая. Для того, чтобы этим заниматься, нужно иметь очень серьезный background в плане фундаментальных знаний. — Если вы будете программированием физики, ну это как бы тоже очевидно, нужно программирование... Помимо программирования нужно уметь физику. — Если вы занимаетесь каким-нибудь геймплейным программированием, например, скиллы программируете или AI, для этого, на первый взгляд, может показаться, не особо нужна физика, а на самом деле тоже еще как нужна. Потому что, например, если вы пишете pathfinding, да, поиск пути, навигация для монстров, то там вам постоянно нужно будет иметь дело с понятиями скорости, интегрирования, производные — все это, по сути, физика. — Может быть, в большей или в меньшей степени. Чем дальше вы идете в направлении энтерпрайза, тем это будет менее очевидно. То есть, для проверения каких-нибудь баз данных это, может, на первый взгляд, не так пригодится, но на самом деле мотан нужен вообще весь день. Чем более интересна у вас работа программирования, тем больше вам понадобится мотан. Если вы занимаетесь веб-программированием, это еще дальше от того, что я, по крайней мере, считаю интересным, потому что вам еще меньше наука будет нужна. То есть, чем более интересна должность, тем более вы востребованный специалист, тем, скорее всего, вам больше понадобится точной науки. Да, у меня еще был такой вопрос. У нас, я не знаю, насколько это вот в Новой Зеландии заметно, но вот, например, у нас каждое второе видео на Ютубе, ты когда смотришь сейчас любых блогеров абсолютно из любой сферы, у них интеграции рекламные вот постоянно сейчас на тему повышения квалификации, обучения в онлайн-школах, стань программистом, пойди на курсы, там, получи что-то, сертификат и так далее. И вот, я не знаю, это может быть у нас на просторах там русскоязычного сообщества, то есть, у западных блогеров, я не знаю, эту рекламу там покупают или нет. В общем, вопрос-то какой? Насколько вообще можно доверять этим курсам? Можно ли это воспринимать как какой-то стартовая точка, допустим, ну, чтобы какие-то базовые знания получить? Или вот с чего начать опять же, да? То есть, можно ли пройти какое-то онлайн-обучение, а потом уже пройти там в университет или что-то еще делать? Ну, смотрите, если у вас цель писать веб-сайты или быть программистом базы данных, администрирование, возможно, для этого дела есть какие-то курсы. Но пройти курс, после которого вы сможете заниматься интересной работой, кроме вас, которую никто не сможет выполнять, здесь вообще без вариантов. Смотрите, что такое интересная работа? Интересная работа ощущается интересной, если ты чувствуешь, что вы можете выполнять эту работу, а кроме вас ее выполнять больше никто не может. Человек воспринимает такой тип работы как интересную. Какой тип работы никто, кроме вас, не сможет выполнять? Работа, которой трудно обучиться. Какой работе трудно обучиться? Ну, например, работе, для которой требуется 10 лет пройти фонаментальное образование, большинства людей просто не хватает на это терпение или сил. И, собственно, логика-то очень простая. Если бы это было просто, все бы этим занимались. То есть мне постоянно люди говорят, ну, парень, у тебя самая интересная работа, считай, вообще во всей индустрии, что может быть интереснее, я тоже хочу таким заниматься. Но, ребята, если это интересно, берите-то, занимайтесь. Просто почему-то так получается, что никто этим не может заниматься, потому что это на самом деле трудно. А вот по поводу собеседования, которое было у вас в тот момент, 6 лет назад, если не секрет, кто его тогда принимал? То есть до вашего прихода в Grinding Gear Games, кто отвечал за вот это направление, за рендеринг, графику и так далее? Хороший вопрос. Вообще, давайте я расскажу немного про организацию Grinding Gear Games, да? Как у нас вообще все? Что представляет из себя рабочее пространство? Меня конкретно принимали собеседование Крис и Джонасон. Крис Уолсон, Джонасон Роджерс. Крис, ну, как бы, директор, Джонасон, технический директор. И на самом деле так происходит все. То есть у нас вся организация очень горизонтальная. То есть вы даже вопрос таким образом построили, что кто у вас проводил собеседование, кто был на тот момент техлитом, да? У нас не так все. У нас вся архитектура очень горизонтальная. То есть Крис и Джонасон по большей части определяют такие глобальные решения по поводу того, куда двигать проект. А все остальное, в общем-то, все примерно на одном уровне находятся. То есть у нас нет иерархии менеджеров или чего-то такого. Поэтому сейчас, если, например, кто-то из вас будет проходить к нам собеседование... Кстати, несколько раз хочу напомнить. За время подкаста мы набираем программистов. Нам нужны engine programmers, нам нужны программисты графики. Могут нанять также программистов геймплея. Если вы хороший программист, обращайтесь. И сейчас у нас как происходит собеседование? То есть если вы программист графики, то будем собеседовать, скорее всего, Джонасон и я. Сначала мы с вами просто поговорим, что вы умеете, что вам интересно. Потом, скорее всего, будет небольшое техническое интервью, чтобы отсеять со всем тех, кто проф. непригоден. К сожалению, этот тест заваливают очень многие. То есть простейший тест по программированию на 20 минут. И очень многие его, к сожалению, заваливают из тех, кто обращается на работу. Но если у вас хорошее фундаментальное образование, если вам нравится заниматься программистом, программированием, то обращайтесь, мы предоставляем визы, миграции и все такое. А если, допустим, нас смотрит человек, который очень хорош в этом, ну, по крайней мере, он так думает, но у него не все идеально с английским языком, есть ли вариант, допустим, показать, что он мегаскиловый и потом уже при трудоустройстве подтянуть как-то уровень языка? Ну, если вы конкретно программист графики, то, скорее всего, вы будете в какой-то мере под моим руководством. Так как я говорю на русском, возможно, какие-то можно здесь найти компромиссы. Нам сейчас просто реально нужны программисты, и мы... В общем, у нас не сказать, чтобы был особо большой выбор. Поэтому, что если вы будете уникальный, хороший программист, то будет плохо говорить на английском, найдем какой-нибудь общий язык. Ну, базовое какое-то знание, наверное, языка все равно будет, потому что так или иначе в этой профессии наверняка оно необходимо практически. Если вы программист, то стать программистом, не зная английского, если честно, очень трудно. Ну, я предполагаю, там надо очень много читать, источников на английском каких-то, да, смотреть что-то. А чтобы здесь подкрепить, может быть, кто-то заинтересуется, куда написать, если по вакансии действительно что-то... Хочется себя попробовать. Может меня на LinkedIn найти, Александр Санников, Running Gear Games. Скорее всего, проще всего. Окей. Сразу посмотрю ваше резюме, ваш опыт работы. Там, кстати, вот по поводу собеседования еще... Был вопрос насчет Криса. Там один из вопросов, который задавали зрители. Какой Крис Вилсон в жизни? То есть мы его знаем как с позиции человека, который руководит компанией, является таким фронтменом. А, соответственно, насколько он строгий начальник? Я думаю, в этом контексте. То есть бывают ли такие ситуации, что к нему он вызывает на ковер, там, планерка какая-то, и отчитывает прямо, что, не знаю, сроки горят, лига через две недели, ничего не готово. Ребята, Крис Вилсон для вас это просто такой человек-легенда, да? Арен Джизус, все такое. Для меня, зная его лично, я подтверждаю, что человек-легенда. Совершенно нереальный чувак. Это единственный человек, которого я знаю, с которым можно поговорить на абсолютно любую тему, и он тебе может что-нибудь по этой теме сказать, у тебя просто мозг такой... Никогда в жизни об этом не задумывал. У него просто он офигенно шаристый в огромном количестве тем в жизни. На самая случайная тема Крис Вилсон может знать какую-то уникальную совершенно стуку мозговыносящую. Я не знаю, как это ему удается, но с ним очень интересно просто общаться на любые темы. По поводу того, как руководство у нас работает, оно работает совсем не так, как в России. Вы можете... Не знаю, что из этого мне следует говорить, что не следует говорить, но я могу сказать, что здесь руководство гораздо более разумно работает, чем у меня в России, например, был опыт работы. Здесь гораздо спокойнее, гораздо меньше нервов. Здесь у работника гораздо больше полномочий, чем у работодателя. То есть, если вы работник, то у вас прав гораздо больше, чем у работодателя. Если работодатель вас нанимает, то это как брак для него. То есть, если работодатель нанимает человека, это все, это значит, что он подписывается на него опекать, о нем заботиться, и все проблемы, которые могут из этого возникнуть, они перекладываются на работодателя. То есть, это совершенно не такая философия, как в России. То есть, в России, если ты какую-то работу плохо выполнил, тебя просто увольняют. Здесь просто уволить вообще не так просто. То есть, здесь целый процесс по увольнению, это все не так просто. Ну и здесь совершенно другие законы в Новой Зеландии. Совсем не такие, как в России. Мне они кажутся более разумными. Ну, у нас тоже постепенно меняется, это на самом деле. То есть, понятно, что глобализация не стоит на месте. Сейчас в большинстве, по крайней мере, компаний, в которые более-менее адекватные управленцы, тоже подход меняется к работе с кадрами. Потому что вообще дефицит кадров огромный. И в том числе в IT, я думаю, это всем известно. И потому что был отток мозгов в свое время, пару лет назад. И сейчас наиболее пытаются удержать. То есть, создают условия для сотрудников в том числе. И как оно вообще работает? Ну, по крайней мере, в компании, в которой я работаю, работает на 100%. Не могу за всех говорить. Интересно. Я просто вообще выпал. У меня нет инсайдерской инфы по поводу того, что сейчас в России происходит. Нет, сейчас у нас тоже стараются, стараются, да. Давайте еще скажу что-нибудь. То, что специально для такого подкаста хотел сказать. Так как у нас очень многоциональная компания, то есть люди со всего мира работают, местных практически нету. Почему? Потому что в Новой Зеландии ужасное образование. Оно не то, чтобы так себе, просто ужасное. По нашим меркам, здесь люди, которые заканчивают институт, обладают уровнем знаний нашей средней школы, примерно. То есть вообще никак, короче, совсем плохо. И я сначала думал, что это чисто местная проблема, а потом мы пособеседовали больше людей из разных уголков мира, и оказалось, что на самом деле в России это образование просто будет здоровым. То есть это когда ты учишься, кажется, что учат, никто не учится, учителя раздолбают, нас мало что требуют. Ребят, вы просто не видели, как это во всем остальном мире происходит. На самом деле в России образование просто зашибись. Русские кадры, оказывается, шарят просто наголу лучше всех остальных. Конечно, не все. Конечно, в России можно пинать во время учебы, но возможности для обучения, которые есть в России, они просто наголу выше возможности обучения, которые есть в других странах. То есть во многих странах, даже если вы хотите учиться, у вас просто не получится. Это может быть, во-первых, невероятно дорого по нашим меркам, во-вторых, даже если вы оплатили, то у вас просто может не быть достаточно нагрузки, чтобы стать достаточно прошаренным экспертом в своей области. Так что мне просто, если честно, гордость принимается в наше образование после того, как я осознал, насколько оно на самом деле продвинута. Ну, я, конечно, я МФТИ заканчивал, то есть это тоже не самая простая институт, но я как бы с друзьями общался с моего... Я из Перм, если что, из Пермского института, то есть я просто общаюсь с друзьями, и я понимаю, что они шарят гораздо лучше, чем среднестатический выпускник местного института или, ну, вообще в мире. Так что, ребята, образование – это очень полезная штука. Не сертификата в образовании, а именно само образование. Спрашивает в чате, а есть ли еще представители СНГ, ну, бывших, бывшего СНГ на просторах, да, вот этого Советского Союза, которые у нас были, которые тоже работают в ГГГ, кто-то еще есть. Все самые шаристые программисты Грайнингер Геймс из СНГ, ребят. То есть у нас самые шаристые серверные программисты из СНГ. Ну, ладно, я не буду так обобщать. Ну, в общем, все программисты из СНГ, и не только программисты, кстати. Очень компетент. У нас полетели вопросы. Я извиняюсь даже, что перебиваю. Там уже в чате спрашивает человек. Я художник с более 10 лет, чем с 10-летним опытом. Куча там работ, портфолио, по 3D, графики и так далее. Куда тоже можно отправить? Ну, это не совсем как бы по рендерингу, по программированию, графике. Сейчас мы найдем много кадров, я чувствую, для компании. В преддверии выхода Pass of Excel 2. Ребят, по поводу художников ситуация совершенно другая. То есть художников найти гораздо проще, чем программистов. Почему-то. Я не знаю, если честно, почему. Художников, кстати, русских тоже очень много. Очень хорошее. Но с программистами почему-то самый большой кризис именно с программистами. Очень трудно найти именно шаристых программистов. Еще, кстати, случайный факт. Самое важное, что я уже, по-моему, говорил, но на всякий случай напомню. Самое важное, ассет, который у вас может быть заготовлен вообще за вашу жизнь, это не ваши корочки, это ваш опыт того, что вы разработали. Неважно, вы работали на кого-то или работали на себя, ваше портфолио. То есть вы свое портфолио вполне можете разрабатывать просто с своего удовольствия в качестве хобби. Портфолио, которое вы разработали для себя в качестве хобби, оно ценится ничуть не меньше, чем портфолио, которое вы разработали, работая на кого-то. То есть мы вполне можем нанять программиста, если мы видим, что у него хороший опыт разработанных проектов, которые он разрабатывал в стол. То есть, он их не продавал. Если у вас, например, не знаю, 100 демок по графике интересных, мы заинтересованы. Нам не важно, есть у вас опыт коммерческой работы или нет. Конечно, вы, скорее всего, пойдете на джуниора в таком случае, но мы можем. Мы заинтересованы. Он, подбивая здесь эту тему, закрывая, да, по поводу трудоустройства, я думаю, что, в принципе, если написать на supportgrindingergames.com на почту и, в принципе, спросить, куда отправить резюме, наверное, ребята там не отправят в освоясе. То есть, должны подсказать. Я не уверен, насколько support вообще в этом разбирается. Если вы хотите стать программистом, сразу пишите мне. Если вы хотите стать не программистом кем-то еще, я вам рекомендую, найдите объявление, по поводу которого вы обращаетесь. Даже если оно старое, ничего страшного. И напишите по адресу, который там будет предоставлен. Там, скорее всего, будет наше HR. HR в курсе. Но по программированию я бы вам рекомендовал через меня проходить. Так, больше шансов. Потому что наше HR может, например, не найти что-то в вашем резюме, что он считает интересным, и может вас случайно фильтровать. Такие дела. Но я вам, ребят, сразу говорю, вам может показаться, что я буду судить строго. То есть, если мне покажется, что вы неинтересный кандидат, то извините. Я не могу гарантировать, грубо говоря, трудоустройство. Даже я вроде не собираюсь подавать документы, но мне немножко уже так даже мурашки пробрали. Я представляю, что как Александр своим авторитетом просто давит и типа задает вопросы. Ммм, давай, говори. Ладно, мы шутим. Не-не-не, я хочу слушать. Я не хочу задавать вопросы, я хочу слушать. Да, я понял. То есть, собеседование проходит в формате, что человек что-то показывает, рассказывает, и потом уже по его там резюме, работам уже какие-то вопросы уточняющие. И сразу становится понятно, насколько он вообще подкован в теме и замотивирован. Я, кстати, когда-то в интервью Криса, то ли текстом, то ли где-то он рассказывал на подкасте. Вот как раз, возможно, 6 лет назад, не знаю, Лига Синтез, когда была, он говорил о том, что у нас появился в штате некий Александр, и он разработал для нас вот эту синюю сетку Синтеза, которая расползается по картам. Вот я не знаю, я путаю что-то или нет. Вот этот эффект Синтеза... Да, даже какое совпадение, да? Нет, конечно, я. Все эффекты, которые выглядят как... Это... Нет, это даже не первая лига была. Все эффекты, которые выглядят... Ну, у меня работа заключается в том, чтобы создавать эффекты, которые выглядят так... Опа-на, такого не было раньше. То есть, эффекты, которые зовут такой вау-эффект. И такие вау-эффекты начались в определенный момент, и этот определенный момент, ну, примерно, когда я присоединился. Потому что в моем представлении у программистов, которые были до меня, у них как-то не хватало смелости, что ли, попробовать что-нибудь такое принципиально новое. Ну и что ж ты этого, никто до этого не пытался так делать. Если это выглядит круто, если это играется круто, давайте это сделаем. Ну да, Синтезис была одной из тех лиг. Да, я просто думаю, в какой момент, вот какое было первое, может быть, лига, задание, какое-то вот в игре появилось что-то, что вам удалось сделать. То есть, первая ваша наработка, и вот ее добавили в клиент игры. И вот это чувство, что я, я частичкой... Да, хороший вопрос, хороший вопрос. У меня конкретно была идея, мечта сделать что-нибудь. То есть, я когда играл в ПОЕ, у меня всегда была мечта сделать что-нибудь для ПОЕ, чтобы всегда было на экране. И поэтому одна из первых вещь, которую я реализовал, была миникарта. То есть... А, миникарта, которая поменялась. Она была раньше старенькая такая, а потом она в какой-то момент, и в каком-то патче, я помню, ее улучшили, да, было такое. Да. То есть, вы играли, да, с предыдущей миникарты, которая... А-ля Diablo 2, а-ля Diablo 2, но... Да, у нее, короче, очень много было проблем. То есть, я когда миникарту делал, для меня основной... Основная идея, которую я хотел реализовать, мне хотелось... Ну, у меня такой фетиш есть, мне нравится карты исследовать полностью. То есть, если я... Даже когда я компанию прохожу, например, мне интересно увидеть всю карту и быть уверенным, что я ничего не пропустил. Поэтому я реализовал вот эту фичу, чтобы было видно, синим цветом показывается область, которая еще не исследована. То есть, ты не знаешь, как далеко она будет простираться, но ты знаешь, что там в этом направлении что-то, что ты еще не исследовал. Поэтому я реализовал такую штуку и был очень доволен. То есть, когда я после этого бегал в ПВЕ со своей карты, такой... Так, вот, все, теперь у меня моя чек-бокс поставил. Всегда на экране моя работа. А вот в последней лиге, там даже в чате ребята заметили, я тоже замечал, вот этот эффект светлячков, которые вот после того, как в лесу собираешь виспов, выходишь на оружие, они разлетаются. Я чувствую здесь почерк. Это все, там в Affliction вообще все visuals у лиги, то есть, вот этот Fog of War, который фактически, когда вы лигу исследуете, да, то, что темнота, которую, типа, расталкиваешь в сторону. Только, на самом деле, технологически вообще не так-то просто. Вы же никогда не было Fog of War. И, кстати, вот такой готовый проект добавить. Плюс эти Scarab, которые... Ну, шуки, которые выползают из этого темного тумана, когда его открываешь. Плюс эти виспы. Сейчас у нас еще есть один товарищ, Томас, которого зовут. Он у меня перенял палочку эстафеты по поводу новой системы частиц. То есть, все частицы, которые вы видите в Affliction, они работают... Они считаются не на процессоре, они считаются на видеокарте. То есть, за одно и то же время вы можете посчитать либо N-частиц на процессоре, либо 100 N-частиц на видеокарте. Поэтому мы сейчас можем считать гораздо эффективнее то же самое количество частиц, либо за то же время считать гораздо больше частиц. И это нам, собственно, позволило делать. По поводу GPU-частиц огромное количество вопросов было, на самом деле. Я даже удивился. То есть, зрители предварительно попросили поспрашивать... Так-так-так, Александр, вопрос. В июле-августе, как раз перед выходом ExileCon 2023, перед тем, как состоялась выставка, в клиент PoE был добавлен технический патч, довольно крупный, который ввел систему частиц на расчет частиц на как раз видеокарте, насколько я понимаю. Это вот в тот момент произошло. И там по поводу оптимизации я говорил, что вопросов много. И как бы некоторые пользователи после этого испытывают трудности определенные. Да, там понятно, что их миллион видов разных, в зависимости от железа, драйверов и так далее. Все-таки насколько это большой шаг вперед. И даже если сейчас что-то лагает, почему это лучше, чем старая система? Если коротко. Мы смотрели презентацию на ExileCon, там тоже был блог про эти частицы, про то, что переложить расчеты с процессора на видеокарту как будто бы намного выгоднее и интереснее, потому что высвобождается емкость процессора под какие-то другие задачи. Но насколько это сильно оправдывается сейчас в клиенте? И нет ли соблазна у разработчиков вернуться к старой системе частиц? Или разговор об этом вообще не идет? Ну, давайте я расскажу сначала немного вводный курс, почему это разумно, почему это интересная идея. Если посмотреть архитектуру вашего процессора, то ваш процессор построен из относительно небольшого количества ядер. То есть это количество там от 4 до 16 до 32. Ну, что-то порядка 10, допустим, да? Каждое ядро умеет очень много всего. То есть набор инструкций, которые каждое ядро вашего процессора поддерживает, на самом деле гигантский. И если просто посмотреть суммарную мощность, очень грубо можно аппоксимировать суммарную мощность и вычислительную мощность вашего процессора, как тактовую частоту одного ядра, помноженное на количество ядер. Это, грубо говоря, сколько операций может производить ваш процессор в единицу времени в идеальном случае, да? У вашей видеокарты архитектура другая. Она построена на таком принципе, что в вашей видеокарте гораздо больше ядер, но каждое ядро умеет гораздо меньше. То есть каждое ядро гораздо проще, оно медленнее, чем ваш процессор, но ядер настолько много, что у них суммарная вычислительная мощность гораздо больше, на порядок больше, чем у вашего процессора. То есть возникает такая задача, что ваша видеокарта гораздо мощнее на единицу потребляемой мощности, да и просто в сумме гораздо мощнее, чем ваш процессор, но она построена настолько хитро, что просто выполнить одну и ту же задачу на процессоре и на видеокарте, это далеко не тривиальная задача. Существует задачи, которые особенно сложно выполнять на видеокарте, которые ничего не стоит выполнять на процессоре. Это задачи, которые принципиально трудно параллелить. То есть ваша видеокарта — это ультимативный предел параллельной железки. То есть видеокарта умеет выполнять задачи, которые максимально хорошо параллелятся. И особенность системы частиц в том, что каждая частица, расчет каждой частицы — это очень простая задача. То есть каждая частица двигается по какой-то траектории, у нее меняется со временем координаты, у нее меняется со временем скорость, и эта задача очень легко ложится на архитектуру GPU. Это значит, что в идеальном случае ваша система частиц может работать, может утилизировать вашу видеокарту на 100%. Это существует вообще не так много задач, которые настолько хорошо ложатся на архитектуру вашей видеокарты, как система частиц. Ну, собственно, рендеринг графики, растеризация треугольников — это другая задача, которая очень хорошо ложится на архитектуру видеокартам. И это значит, что если у вас есть одна миллисекунда времени, и вы эту миллисекунду времени потратите на расчет частиц на процессоре, то вы, скажем, сможете рассчитать за эту миллисекунду 100 тысяч частиц. А если вы за эту же самую миллисекунду времени потратите на видеокарте, вы сможете рассчитать в 10 раз больше, например, миллион частиц за то же самое время. То есть это значит, что потратив одну и ту же цену, грубо говоря, вы можете посчитать в 10 раз больше частиц, если вы будете это делать на видеокарте. Разумеется, если вы это будете делать правильно, если не будет никаких ошибок, оптимизации и прочего-прочего. То есть в идеальном случае. То есть идея — это на самом деле имеет смысл 100%. Другое дело, что у реализации этой идеи очень большое количество тонкостей, так скажем. То есть я когда писал систему, я ее писал для ПОЕ2. И тестировалась она на ПОЕ2. И когда я ее реализовал, я, как уже говорил, передал эстафету, палочку эстафетную другим людям. И, собственно, портированием этой системы частиц на ПОЕ1 и портированием существующей системы частиц на эту систему занимались другие люди. Я, конечно же, старался, насколько мог в этом участвовать, но процесс, как вы понимаете, не... Здесь, я, насколько понимаю, люди в чате сейчас прижались к экранам своим. И вот прямо у них самое главное, что они, наверное, ждут сейчас, знаешь... Знаете, в общем, это надежда. Надежда на то, что, допустим, система частиц еще находится не в какой-то конечной своей... не в конечном состоянии, что... Вот, например, сейчас, после ввода системы частиц новых, разработчики понимают, что нужно сделать еще раз, два, три, четыре, пять, чтобы исправить, пофиксить вот эти вот эти вот эти проблемы. И тогда эта система частиц будет еще лучше работать, что вот прям... Ребят, мое мнение было, что мы вообще не имеем права это публиковать для того, как ПВЕ-2 выходит. Потому что эта система настолько сырая, и настолько много работы, тестирования, еще работы, еще тестирования, что просто взять ее за время разработки одной лиги, портировать ее на ПВЕ-1 и тут же выпустить, я считаю, было большой ошибкой. Так дела не делаются. Но решение уже принято. Код уже из мешка достает. Поэтому все, что мы сейчас можем, это работать, изучать, отлаживать, фиксить. То есть нет. Разговор о том, что вернуться на CPJ-2 нету, потому что... Ну, уже куча ассетов выпустили, которые основаны, ну, которые берут в основу новую систему Justiz. Если вам немного инсайдерской инфы, в смысле, как вообще так получилось, я вам могу попытаться объяснить. То есть система GPU Justiz, она со своим новым тулсетом, то есть это новый инструментарий для художников, совершенно не так работает, как предыдущая система. С ней, если честно, все нормально. То есть даже то, что сейчас в ПВЕ, вот в Affleckshen'е вы, например, когда играете, все эти жруки, все такое, оно все сделано на новой системе Justiz. С ними на самом деле проблем нет. Проблемы есть со старыми системами Justiz, которые были в автоматическом режиме портированы на новую систему. То есть процесс портирования был, так скажем, не совсем оптимальным. Ясное дело, этот процесс, над ним надо еще, так сказать, работать. Мы уже установили, как его, грубо говоря, можно улучшить. То есть ясное дело, не стоит, не бойтесь, это точно совершенно не в финальном виде. То есть мы будем еще над этим работать. Прямо сейчас, кстати, над этим работаем. по поводу именно старых частиц, которые раньше были на CPU, то, как они портированы, над процессом портирования. Мы работаем. Там вопрос такой есть. Что бы вы хотели поменять в плане графики в Passive Exile? Ну, один, наверное, имеется в виду, но на данный момент не хватает либо времени, либо ресурсов, чтобы это сделать. То есть, может быть, в процессе игры или еще чего-то, вот прям мозолит глаза какая-то вещь, которую вот смотрите, и вот это явно можно сделать лучше, интереснее оптимизирование. Но из-за разработки Play 2, может быть, или из каких-то других вещей не хватает времени для этого? Проще сказать, так что у меня такого чувства не вызывает. Affliction, по большому счету, нормальный, а все остальное все надо просто переделать. То есть, нету ни одного ассета по E1. Ну, окей, Heist тоже использует достаточно много более-менее современных ассетов. Все остальное все плохо. Все плохо. То есть... Очень многие ассеты были созданы во времена, когда еще не существовало нормальных инструментов для создания ассетов, так скажем, future-proof, то есть, которые можно будет использовать через 5 лет без содроганий. Поэтому большинство PVE-1 ассетов очень в плачевном состоянии. Если честно, самое печальное, что PVE разрабатывался примерно в хронологическом порядке. То есть, вы как проходите акты, акт 1, 2, 3, 4 разрабатывались в таком порядке, потом были уровни сложности, которые переизывали эти акты, и потом акты 6, 7, 8, 9, 10 разрабатывались для PVE-3.0. Так вот, все акты, получается, разрабатывались в хронологическом порядке. То есть, акт 1 был разработан до акта 2, акт 2, акт 2, акт 3 и так далее. И игрок начинает свое знакомство с PVE с акта 1. Акт 1 — самые старые ассеты. На самом деле, акт 1 и 2. Самые старые ассеты — это первое, что видит игрок. То есть, игрок начинает свое знакомство с PVE с самыми плачевными ассетами. То есть, если вы посмотрите, например, дальше вы когда... Новые все NPC, ну, кирок, даже со времен Заны, да, видно, что они гораздо выше по качеству. И печально. Очень жаль, что так получилось, но это просто факт. И, пожалуй, больше всего мне жаль, что игрок, начиная знакомство с PVE, с его углов, которые, ну, мне лично не особо нравятся смотреть. Не, ну, это стандартная история, в принципе. Если вспомнить, например, какой-нибудь World of Warcraft, который тоже там 20 лет существует на рынке, и люди в него играют, там же Blizzard тоже не знали, что с этим делать, потому что добавляются новые континенты, там вот какие-то все там красиво, графика волшебная просто, потрясающая. А когда ты создаешь новые персонажа, ты попадаешь в этот там Штормград какой-то, или Агримар, и там все вырвиглазное, корявое, которое было рисовалось в 2002 году старыми инструментами, это, в принципе, у игр с долгим циклом жизни, это какая-то неизбежная такая штука. Да. До какого-то софт-трибута, может быть, когда надежда была когда-то у игроков, что вот, сейчас выйдет PoE 2, это будет одна игра с первой игрой, все объединяет, как бы, и заодно, может быть, старая сет и потянут, а вышла потом... Ребят, учтите, когда я говорю, что мне больно смотреть на PoE 1 и сеты, эта боль — это ничто по сравнению с тем, как PoE 1 играется. То есть боль от того, как работают анимации в PoE, это несравнимо с тем, как он выглядит. То есть для меня игра из кубов состоящая, несравнимо, но с интересным геймплеем, несравнимо интереснее игры, которая выглядит идеально, но в которой просто неинтересно играть. То есть для меня геймплей гораздо важнее графики. Это я говорю вам, программист графики. И системы в PoE 1, которые не то чтобы деградировали, которые каким-то образом выродились за время существования PoE 1, для меня лично, как для игрока и для разработчика, вызывают гораздо больше боль, чем графика, я считаю. Потому что графика, ну да, выглядит стрёмненько, но жить с этим можно, но когда что-то играется плохо, это гораздо больше, более печально, я считаю. И, собственно, да, и это не софт-ресет, это hard-ресет. PoE 2 — это гораздо больше ресет, чем... Ну, мы еще поговорим, наверное, по PoE 2. Да, да, конечно. А касаемо первой части игры, естественно, там был вопрос от него никуда не уйти на тему, во что Александр играет и играет ли сейчас вообще. В плане того, вот... Понятно, что раньше опыт игровой был большой, скорее всего, а сейчас остается время для того, чтобы монстриков побить в Passive Exile, вообще лигу побегать, что-то поделать. Или только работа? Да, я... Я считаю необходимым побегать в лиге, хотя бы иногда. Я не могу каждую лигу бегать, но время от времени, да, я бегаю в PoE. Если вы спросите меня, какой там максимальный левел или еще такой, я играю совершенно не так, как большинство людей, то есть я играю много персонажей. Вместо того, чтобы катать одного до какого-то Uber Light Game, я люблю катать по персонажам по 5, по 6, я хочу посмотреть, какие билды сейчас можно делать, чтобы более широкое впечатление игры сложить. Где-нибудь там левела до 80-го, до 85-го, и покачаю, следующий. 80-85, следующий. Хардкор с одной жизнью? Я бы с удовольствием играл хардкор, если бы PoE не был мультиплеером. То есть если бы PoE не было сервера, я бы играл только на хардкоре. Но сам факт того, что можно померять из-за лага, мне из-за этого не нравится играть на хардкоре. Кстати, это, наверное, самое большое... Самое большое, что я считаю недостатком PoE, что никогда не изменится. То есть это просто факт. То, что PoE всегда был и будет сервер авторитарной игрой. И на это есть свои очень хорошие причины. То есть это... Ну, потому что... Нет, плюсы тоже там есть, естественно. Наша инфраструктура, конечно. Кстати, что вы считаете самым большим плюсом этой системы? Этой системы? Ну, не знаю. Античит какой-нибудь там... Да. Потамводы вот эти такие там. Авторитет у сервера. То есть, что бы вы ни читерили, авторитет всегда будет за сервером. Значит, что на PoE, в принципе, невозможно создать чит. То есть, что бы вы ни творили, ваше любое действие... Результат вашего любого действия всегда решает сервер. То есть... Это тоже, кстати, для меня было интересно такой сменой перспективы, когда GVG присоединился. Я до этого никогда не работал над сервер-авторитарным проектом. То есть, в PoE на 100% все, что делает... Все, что приходит юзер, считается... Недостоверной информацией. То есть, любой пакет, который приходит от юзера, каким-то образом может быть манипулирован. И вся игровая логика на этом основана. То есть, если, например, юзер решит, что, а что я буду посылать один пакет атаки в секунду, почему бы не послать тысячу пакетов атаки? Ну, вы, конечно, можете послать только этот немедленно. Сервер задетектит, что от вас приходит неправильно сферированная пакета, вас забанят. И... Ну, просто невозможно читерить в PoE, потому что вся логика работает далеко от вас. Вся логика работает на сервере. Единственный способ читерить в PoE — это взломать сервер. Я вспоминаю, как была лига, когда игроки, которые играли на Flickr Strike, они настолько быстро фликали между мобами, что сервер считал, что они читерят, видимо, как раз по этой причине. То есть, там, видимо... Ой, это... У детектора античитов тоже, конечно, бывает. Бывают смешные ситуации. Ну, как бы здесь принципиально важно то, что сама архитектура, да? То есть, сама эти архитектуры, в том, что сервер решает, что происходит. Кстати, ну, окей, да, хорошо. Читы нельзя. Ну и что? На самом деле, тот факт, что в игре невозможно читерить, на самом деле, очень важен для долгосрочной... для долгосрочной... для долгосрочной жизни проекта. То есть, если ты играешь на мультиплеерную игру, и ты видишь, что все люди вокруг тебя, каким-то образом... могут читерить, может быть, читерят, может быть, не читерят, то само ощущение прогресса таким образом теряется, да? То, что... Черт знает, этот человек докачался 90... 99 уровня, потому что он круто играет, или потому что он круто читерит. Но когда ты видишь, что в объекте докачался 99 уровня, то вариантов нету. Ты знаешь, что... Сервер сказал, что он так сейчас 99 уровня. По поводу Криса мы сегодня поговорили немножко. Там был вопрос еще насчет Джонатана. На обществе, с учетом того, как много информации сейчас по пассу в Excel 2 приходят, да? Там подкасты какие-то, в которых сам Марк и Джонатан участвуют активно сейчас. Есть мнение, впечатление, что Джонатан какой-то супер-мега-фанат Elden Ring. Ну, вообще Dark Souls серии. Не знаю, Джонатан, может, Марк наоборот. То есть кто-то, кто вот руководит компанией. И вот правда ли, что в офисе всем разработчикам сказали Passive Excel 2 сделать максимально похожим на Elden Ring? Чтобы вот... Как эталон. Типа, вот что есть такая великая игра, и нам нужно что-то подобное, только в жанре экшен-рпг сделать. Я Джонатан чудом уговорил поиграть в Elden Ring. Он вообще был не фанат долгое время. Он, по-моему, его начинал несколько раз и бросал. Потом он все-таки чудом все-таки, да, прошел. Такой, да, ему понравилось. Но нет, это... Наоборот, да, получается ситуация. Просто в Пое-2 как бы упор делается на суперкрутых боссов. То есть там боссы, в которых много фаз, они сложные, с них будет лучший дроп относительно первой части. И все построено так, что не нужно бить тысячу белых мобов, обычных маленьких каких-то. Лучше сразись с этим эпичным боссом. Каким-то, да, там, в локации какой-то сложный. Не надо играть в ладон-винг, чтобы понять, что это очевидно хорошая идея, понимаете? Да, ну и в плане хардкора там тоже, люди по всему, будет еще тяжелее. Сложности имеется в виду. Я не считаю, что будет тяжелее. Будет, собственно, нормально. Потому что так и задумывалось. Тот факт, что вам можно было спасаться, нажимая LTF-4, это ненормально. То есть, если вы привыкли надеяться на LTF-4, когда становится жарко, то, значит, у вас проблемы есть в билде какие-то. Я считаю, что это одно из самых правильных изменений, которые мы сделали для PVE-2, что когда вы нажимаете LTF-4, потом снова логинитесь, вы логинитесь на паузе там, где вы логинились. Поэтому, если вы попали в ситуацию, в которой вам грозит смерть, то от ответственности уходить нельзя, используя LTF-4. Вам нужно разбираться со ситуацией какой-то. Я считаю, что это изменение приведет к гораздо более правильным билдам, которые... В общем, если ты играешь на хардкоре, то твоя задача не помирать, а не вовремя нажимать LTF-4. Там даже при разрыве TCP-IP протокола, ну, вот соединение сетевого, я так понимаю, игра все равно на паузу будет ставиться в этот момент. То есть, не только... Это совершенно недавно такой план у нас появился. Насколько я знаю, пока что это не так, но буквально на прошлой неделе мы решили, что да, будет так. То есть, даже если вы Ethernet-кабель выдергиваете, то вас ставят на паузу. Но, с одной стороны, может быть и классно, потому что, ну вот, очень многих персонажей потеряли игроки в какой-то момент, потому что у них, например, интернет отвалился просто, да, там пропал. Это ужасно, это ужасно. Я, собственно, поэтому не играю на карфори. Это единственная причина, по которой я не играю на карфори. Если бы этой проблемы не было, я бы только на карфори играл. Мы немножко прыгаем по темам, но ничего страшного, я думаю, там просто я вдруг в чате спросили сейчас, я вспомнил про вопрос насчет Global Elimination, вообще освещение вот этого, да, которую система, ну, одна из таких глобальных и больших тени, свет, которые были добавлены более там реалистичные, физика в Passive Excel и 1, и 2, тем более. Я, насколько видел, у вас на канале появился недавно короткое видео, где в Google Doc'е в какой-то презентации было выложено в открытый доступ вот информация о том, как это организовано, какие-то техники и, в общем, рекомендации для других разработчиков, чтобы они могли воспользоваться этим всем. Да. Вот вопрос такой, я недавно смотрел отчет разработчиков Last Ipac, есть такая игра, тоже в жанре Action RPG, я не знаю, удавалось посмотреть, пощупать, и, в общем, совершенно неожиданно в ноябре, декабре прошлого года, 23-го, они пишут о том, что у нас теперь есть Ambient Occlusion, освещение глобальное, динамическое, есть тени теперь более фотореалистичные, я смотрю на это все, и я думаю, что такое ощущение, что они методичку прочитали, то есть, или там, я не знаю... Вы, ребята, видели мини-карту в Last Ipac? Мини-карту? Не, ну, понятно, что я точно ее открывал, смотрел, я что-то не могу сейчас визуализировать, как она выглядит, но, по-моему, похоже очень. По-моему, очень похоже. Запустите скриншот. Ребята просто ее с точностью до цветов взяли. При том, что я, когда эту мини-карту реализовывал, я не художник же, поэтому я выбираю цвета какие-то, не знаю, давайте такую выберу, окей. И он как-то так остался, и цвета никто из художников не настраивал, то есть цвета, которые я случайно выпал во время разработки. А потом я смотрю в Last Ipac, с точностью до цветов точно такая же, вот это прикол. А я просто подумал, я смотрю на это, я думаю, а может быть, Александр там как-то им помог, может быть, он там на фрилансе каком-то, или я не знаю, или может разработчики просто обратить. Они меня, конечно, пытались нанять, да, они меня пытались нанять безуспешно, но я с ними поддерживаю контакт, я с ними общаюсь иногда. Насколько вообще... Конечно, мы знаем о них. Вот, да, вот здесь вопрос плавно переходящий, то есть, получается, они сами что-то сделали, ну, понятно, там наняли, может быть, специалистов, чем-то вдохновились, воспользовались, опять же, ну, поэтому это в открытый доступ и выкладывалось, да, то есть, наверное, это только в плюс, если разработчики чаще становятся... Я сомневаюсь, что они реализовали конкретно мою технику, то есть, Ambient Occlusion существует менее продвинутые техники, они, скорее всего, что-то более базовое реализовали, хотя я и не видел, но, скорее всего, они бы мне сказали, потому что Redians Cascades это такой совершенно новый алгоритм, то есть, ничего даже похожего до этого не было и обычно люди, когда его реализуют, они меня хотя бы пишут что-то об этом, мол, реализовали ваш алгоритм. Ну, вопросы какие-то, наверное, появляются, если они там пробуют. Да. А вообще, вот вопрос, как бы из этого вытекающий, насколько в индустрии видеоигр распространенная история, когда разработчики графики могут друг другу чем-то помогать или там обращаться с вопросами, или, может быть, мы же не в курсе, да, вот люди извне, может быть, у вас раз в год какой-то конвент проходит, где вы там собираетесь в Лас-Вегасе все, проводите приятное время. Да, есть такой ивент, называется GDC Game Developer Conference, SIGGRAPH, это еще один ивент, там конкретно программисты графики встречаются. Я, если честно, у меня нет времени разъезжать по Лас-Вегасам, работы больно много, поэтому у нас вообще необычно на Discord происходит. То есть, это Discord программисты графики называют GP, если хотите, можете присоединиться, в общем-то, ход свободный. Тусуются программисты графики, обмениваются опытом. Нет такого, что, вот, например, сейчас, вот было время, наверное, 2017-21 года, когда, вот кроме Pass of Excel, вообще ничего не было в жанре, ну, адекватного. Там был Diablo 3, не знаю, какие-то еще небольшие проекты. вот сейчас там, Diablo 4, Last Ipac, существует там какой-нибудь Torchlight, Infinite, я не знаю, там, Undecember есть такой проект. То есть, очень-очень много игр в жанре выходит, и такое ощущение, что конкуренция растет. Вот, как... Ребят, вы серьезно считаете, что какой-нибудь Undecember это... Серьезная конкуренция по E1, ну, это как бы немного разная, разная, наверное, целевая аудитория, проекты. У нас обычно не принято обижать людей, которые любят Undecember, мы говорим, ну, все люди разные. Не-не-не, я их ни в коем случае же не обижаю, я просто говорю, что у нас столько контента было разработано, у нас, найдите, не проект, который появился за последние три года, а который разрабатывался так же долго, как Path of Exile. То есть, проект, в котором... Новые проекты, они немного в нечестных условиях по сравнению с нами находятся, потому что мы все это время тепали проект, контент. Мы столько контента разработали за последние десять лет, то заверстать столько же контента там за два, за три года фактически нереально. Поэтому, конечно, да, существует много игр, RPG-жанра, я сам с удовольствием в Hades играл, все такое, но они просто не могут занять ту же нишу, что Path of Exile. Они для вас друзья, враги, или вам абсолютно, вы как мастодонты такие, ну вот, я не знаю, как внутри компании, то есть, вы, может быть, да, какие там вообще, это Diablo 4, даже внимания не обращаем, делаем свое дело. Вы что, шутите что ли? У нас, не знаю, наверное, процентов 80 офиса играли в Diablo 4. Мне не зашло, я не играл. Чисто визуальный стиль или геймплей? Визуальный стиль на самом деле вообще офигенный. Мне не понравилось у них многие решения по поводу того, по поводу того, как прогресс персонажа происходит. Я считаю, что они могли сделать гораздо более интересный прогресс персонажа, чем они сделали. Если столько времени вложить в игру, то можно было придумать что-нибудь, что интереснее можно, что-нибудь поинтереснее, мне так кажется. Нет, ну вы сами сказали, что Poe прошел путь там в 10 лет, может быть, Diablo 4 через 10 лет будет потрясающей какой-то игрой с учетом количества сезонов. Они сейчас... Тут еще играет такую роль, как монетизация. Каким образом Diablo 4 может разрабатываться в течение 10 лет? Вы думаете, они будут продолжать скины продавать 10 лет? В смысле, они, конечно, будут продолжать продавать, но будут ли люди их покупать? Учитывая то, что Diablo 4 это платная игра. То есть люди уже заплатили за доступ, и после этого они еще продолжают продавать скины. Ну, это как-то немного мне кажется не особо долгосрочная. Ну, типа, имеется в виду, что у них такая модель монетизации, при котором они хотят как можно больше денег заработать в короткий промежуток времени. То есть речь об этом, насколько я понимаю. То есть они... Сейчас они в этом году каждый сезон выпускают новый боевой пропуск, который стоит отдельно денег, надо заплатить. плюс в конце этого года выйдет еще отдельный экспэншн, который будет стоить на, скорее всего, 70 евро, ну, там, 70 долларов. То есть модель монетизации другая совершенно, конечно. Другая, да. Мне кажется, что... Ну, я вот как игрок, когда смотрю... Во-первых, будем реалистами. Через энный промежуток времени Diablo 4, скорее всего, станет free to play. Потому что это... Такой тренд наблюдается, что когда-то StarCraft 2 был платным, потом стал бесплатным. Ну, вообще, потому что, когда вы выпускаете проект, который pay to play, потом у него продолжаете довололять микротранзакции до тех пор, пока доход от микротранзакции не превысит доход от единовременной покупки. И когда уже все ваш проект, кто хотел его купить, купили, а вам денег все еще хочется, следующий шаг это сделать проект бесплатным и продолжать зарабатывать деньги на микротранзакции. Мне кажется, что это очень... Ну... Нехороший... Нехороший шаг. Потому что если я когда-то купил Diablo 4, а через 3 года то же самое стали раздавать бесплатно, но это как-то... Не знаю. Мне лично неприятно. Зрители подсказывают, что могут в Microsoft Game Pass добавить с учетом слияния Activision Blizzard и Microsoft. В общем, возможно, какая-то такая история произойдет в будущем, да, действительно. Ну и вместе с переходом на Free2Play. Но это ни в коем случае не инсайды никакие, мы просто рассуждаем сейчас. Не, я абсолютно... В смысле, это Blizzard. Откуда у меня могут быть инсайды Blizzard? Ну, мы на всякий случай уточнили, а то мало ли люди там пойдут на форму Близов писать сейчас что-нибудь. А вообще вот так... Не-не-не-не, ребята, все, что я вам сегодня говорю, это мое личное мнение, особенно, когда относительно не ПВЕ. А вот... есть ли в Diablo 4, например, или вообще в играх какие-то штуки в плане графики, рендеринга, вот шейдеров, может быть, что... На что вы смотрите и думаете, да как они, черт возьми, это сделали? Это просто потрясающе. Ну вот... Что это? И вы хочется докопаться до того, как это работает. Как часто это происходит? Или стагнация какая-то наблюдается в проектах сейчас, и они как-то вау-эффекты уже не вызывают в последнее время? Во-первых, если я вижу что-то на экране, что я не уверен, как это сделано, это значит, что мне надо заканчивать играть, открывать рендердок и изучать, как это сделано. Я иначе буду, стану просто противопригодным. У меня... Профессия такая, я должен знать, как все работает. Когда я играю в Elden Ring, я смотрю на любой пиксель, и я должен знать, как этот пиксель построен. Даже если это не я программировал, мне должна быть... идея, как это сделано. Поэтому нет. С точки зрения технической, у Diablo 4 нет ничего, что у меня вызывает вопрос, или что мне непонятно, как это сделано. Однако, что у меня вызывает вау-фех, когда я играю в Diablo 4, это какие же они офигенные художники. То есть, как просто красиво все это выглядит. Такие у них талантливые художники. Такой бюджет, в их бюджет кадр, они укладывают такую красоту. Тут как-то ничего не скажут. Но ничего, сейчас выйдет PassiveXL 2. Как мы ее называем в ру-комьюнити? Крошка 2 в нашем сообществе. Почему так? Потому что у нас почему-то все нейросети, которые перевод с английского на русский делают голосовой, они почему-то POIO 2 переводят как крошка 2. Я не знаю, почему. То есть у нас, если включить голосовой перевод, интересное. У нас уже мем такой локальный, короче, образовался в последнее время. Да. По поводу развития вот здесь вопрос какой еще. У многих игроков есть ощущение некой стагнации именно в плане графики последние годы. То есть, я объясню, мощности видеокарт растут просто там в геометрической прогрессии. Мне кажется, Nvidia уже там не знает, что сделать. Они уже выпускают. Вот в этом году они должны анонсировать видеокарты пятой серии. Ну, там 50-90, в общем, вот эти все версии. И там уже такие мощности сумасшедшие. А смотришь на игры, которые вот выходили пять лет назад и сейчас, и как будто бы особого прогресса не наблюдаешь. При этом есть еще Unreal Engine 5, который огромное количество библиотек, ну, там, материалов предоставляет разработчикам. Вот с чем это может быть связано в первую очередь? Это какая-то лень со стороны программистов, дизайнеров, или это обусловлено чем-то? Или вообще это выдуманная проблема и такого нет сейчас в индустрии? Ой, ребята, лучше не начинайте этот разговор, потому что кто смотрел мои ExileCon доклады уже, наверное, немножко в курсе, что у меня есть как бы мнение по этому поводу. Вы донести вам свое мнение, я вам могу задать наводящий вопрос. Вы говорите, сколько, когда эта стагнация началась? Ну, я сказал пять лет назад, но, возможно, чуть раньше. Ну, где-то в районе пяти лет назад. А что еще большое такое? Зарелизили примерно в то же время, и на что еще перешел фокус примерно с того же времени? Мобильные игры какие-то? Я не знаю, что еще можно сказать. Фокус? Сейчас я пойду. А, ну, выход поколения консолей последних, может быть, PlayStation 5? Ну, консоли, это да, это тоже, конечно, фактор, то, что графика в текущем поколении игр не может быть лучше, чем графика в текущем поколении консолей. Это, к сожалению, просто данность. Нет, есть более интересная технологическая причина. Примерно в то время одна компания с зеленым логотипом начала очень активно продвигать идею, что Holy Grail, священный Грааль, собственно, финальная станция развития графики это трассировка лучей и или искусственный интеллект. И этот тренд в моем представлении, я вам не могу сказать, так это или не так, но в моем представлении этот тренд начался примерно тогда, и он продолжается сейчас, и до тех пор, пока он будет продолжаться, лучше графики вы, ребята, не увидите. Потому что идея того, что развитие графики равносильно идее развития трассировки лучей, это идея, которая кажется очень логичной на первый взгляд, это идея, которую очень легко продать, очень легко продать видеокарту, если сказать, что ваша видеокарта умеет трассировку лучей, это очень легко разрекламировать, игроки такие, да, чё, цвет же распространяется лучами, классная идея, эта идея, которую очень легко продать, но очень трудно, что с ее получить практичное, поэтому трассировку лучей, мне кажется, что еще пройдет несколько лет до того, когда люди начнут осознавать, что она на самом деле не в состоянии собственно восполнить обещание, которое она дает, то есть идея кажется классной, но на самом деле она очень неоптимальная, я вам могу дать более технический пример, как я люблю объяснять, почему трассировку лучей, это на самом деле не особо хорошая идея, то есть, что такое трассировка лучей, трассировка лучей это алгоритм построения изображений, где для каждого пикселя вы выпускаете луч и просто физически моделируете то, как он распространяется, этот алгоритм дает вам очень простой в понимании, очень простой в реализации алгоритм построения картинки, учитывая все эффекты, какие вам вообще может захотеться, то есть, все рендеры, которые вы видите, фильмов, например, они все построены на трассировке лучей, то есть, это все path tracing, идеальную картинку на самом деле построить очень просто, просто реализуете трассировку лучей, у вас есть идеальная картинка, сложность здесь в том, как эту картинку построить быстро, ответ NVIDIA заключается в том, что вы построите эту картинку быстро, давайте реализуем трассировку лучей на видеокарте, просто сделаем самый простой, самый доступный алгоритм и реализуем его в вашей железке, но в моем мире трассировка лучей это примерно как сортировка пузырьком, не знаю, вы занимаетесь программированием или нет, но любой программист сразу понимает, что сортировка пузырьком это очень простой в объяснении, очень понятный, очень наивный алгоритм, который работает за квадратичную сложность, и что NVIDIA сделал, они фактически реализовали сортировку пузырьком в железе, то есть вы пускаете невероятные умы ваших инженеров для того, чтобы реализовать совершенно брутфорс и совершенно неоптимальный алгоритм, и вы его фактически реализуете в железе, и это приводит к очень печальной ситуации, когда если вы сейчас занимаетесь разработкой графики в 2024 году, если вы не используете RTX, то все на вас смотрят и такие, фуууу, они даже RTX не используют, а если вы используете RTX, то вы сортируете пузырьком, хоть и на вашем железке, и я не знаю, сколько еще времени должно пройти до того, как люди поймут, что погодите, а если мы будем сортировать не пузырьком на железке, а если мы сделаем какую-нибудь сортировку Хааром или Мержsort, это на самом деле может быть лучше, это может быть быстрее, и собственно, поэтому я постоянно пытаюсь проталкивать алгоритмы, которые более интересные не более сложные они более наукоемкие чем трассировка лучей но не дают возможность получать точно такую же картинку он сходится к тому же самому результату быстрее не используя арте то есть смысл можно использовать вектор развития в том что вы используете простой алгоритм и реализует его на все более мощном железе а можно сказать что если вместо улучшения железа будем улучшать улучшать наш алгоритм и алгоритмы улучшались очень заметно то есть где-то с двухтысячных до 2015 столько было интересных статей по графике каждый год выпускали нового горит вы блин вот это да вот это ребята придумали вот это класс и где-то до в районе 2020 года этот тренд закончился когда в моде стала трассировка лучей опять же это мое мнение ребята не ну понятно мы сейчас не говорим что это истина в последней инстанции как бы возгоняется мнение александра тут возможно я могу быть неправ возможно мы бы добавили специалиста какого-нибудь там не знаю самой nvidia он бы сейчас пац 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 там просто парировал и конечно конечно куча каких-то аргументов дополнительные бы появилась на этот счет там кстати вспомнили мы вот эти технологии последние которые на слуху его важный вопрос задали а что по поводу dlss и fsr 2 вообще планируется ли как-то добавлять или вы тоже на них смотрите как такие штуки которые не особо полезны и будут в пасов excel сама идея того что вы рендерите изображение в низком разрешении а потом его обскейлите алгоритм более интересный членейная интерполяция безусловно интересный однако реализация этого алгоритма как вы сказали fsr 2 fsr 3 или dlss каждый из этих реализаций имеет свои технические особенности и сожалению ни один из этих алгоритмов не удовлетворяет нашим требованиям на сто процентов поэтому перед нами стоит выбор а надо либо подстраиваться под их требования либо придумать что-то еще и этот выбор на самом деле не такой очевидный например одна из очевидных сложностей которую так скажем адепты dlss возможно не догадывать существование это для того чтобы использовать dlss вам нужно motion вектор motion вектор это дополнительная информация которую вы генерите при рендеринге которая говорит в каком направлении двигается каждый пиксель вашего изображения и эта информация строится далеко не бесплатно то есть разница он разница между игрой которая поддерживает dlss 3 не поддерживает dlss 3 это не только разница между тем что есть в ней депута в рамске или как диплорин обске или нет это также сколько работы тратится на в рантайме на то чтобы у вас был dlss 3 то есть просто добавить в проект дела со стри это вообще не бесплатно и нам очень не хочется чтобы игроки которые не используют dlss 3 платили своей производительностью за то чтобы те кто использует имея как бы чтобы у тех кто использует был более высокий fps понимаете то есть это получается так что надо реализовать два совершенно разных пайплайна и пайплайн который использует dlss 3 и пайплайн который они используют длсс 3 это сложно поддерживать это дорого короче я вам это мой тел диар что там разумеется смотрим на это мы думаем нужно мать или нет но это вообще не бесплатное удовольствие ребята учтите что либо будет торга поддерживать либо это будет порога с точки зрения производительности но насколько я понял то есть если мы предположим что у компании есть какой-то бюджет ресурсов под выполнение задач для игрока этот бюджет лучше распределить так чтобы все игрокам что-то досталось и больше и делать что-то что точно улучшит производительность и улучшит визуальную часть нежели там отдельно под dlss что-то делать и без него соответственно я возможно использую термин ресурсы не с не в том контексте в котором вы привыкли я под для меня ресурс это прислительный ресурс кадра ну да-да-да-да прислительный ресурс кадра это 16 миллисекунд чтобы у вас игра работала на 60 фпс у вас есть 16 миллисекунд то чтобы отрендерить вашу сцену ваш кадр и отренды отрендерить motion векторы можно ожидать что это будет стоить ну допустим 2 миллисекунды ну или там одну миллисекунду по разному может быть цена и представьте что вы не используете dlss а вы все равно генерите motion векторы то есть у вас fps понижается на сколько на 10 процентов несмотря на то что вы им не пользуетесь потому что если в пай плане есть motion векторы то не на на эти motion векторы еще будет что-то использовать какой-то мкей или еще что-нибудь короче если дело с с будет в делать если motion вектор и будут делать с по плане там можно вектор будут у всех и хотят ли люди которые не используют dlss платить 10 процентов своего фрейм рейта я вот если честно бы вообще не хотел то есть это трудный вопрос я вам не говорю что нет у нас не будет делать да у нас будет делать я вам просто говорю что это не такой простой вопрос во многих проектах если например выпускаете проект на ангел инжене то вопрос поддержки делать с это что-то нам лень добавлять опцию в меню настроек то есть грубо говоря когда уже все реализованные вам нужно просто галочку добавить это одно а когда у вас рендеринг pipeline построен на другой философии то это совершенно другое это не так просто опять же это возможно но это трейдов то есть что-то придется за это заплатить по поводу ппс естественно там было много вопросов надо по поводу производительности александр вопрос нас знакомы ли вы с такой программкой пояс музер есть такая штучка нет по поводу смузера в общем я не знаю правильно чат меня поддержит там я сам не пользуюсь как бы но очень много подписчиков используют в общем игроки используют стороннюю программу который называется пояс музер для того чтобы отключить лишние эффекты в клиенте игры и поднять частоту кадров как это выглядит если посмотреть скриншоты как выглядит после наложения пояс музер игра выглядит как будто бы нечто из 2004 года где отключены все там туман частицы все что угодно остается какая-то простая графика чтобы это максимально не лагало чтобы вот прям вот моделька персонажа какая-то квадратная бегает там по экрану и соответственно бьет таких же квадратных монстриков и картинка даже на очень слабом железе не лагает но в основном используют боя смузер игроки у которых очень слабое железо то есть у которых они не на современных там видеокартах а вот серии там не знаю если nvidia там 1060 может какая-то там видеокарта вот вопрос здесь какой был на тему того что сейчас игрокам очень часто приходится этот смузер использовать чтобы извне отключить вот эти эффекты не планируется ли почему самый частый вопрос который задавали в комментариях почему не добавить какую-то галочку в настройку игры которая отключит максимум вот всех визуальных эффектов downscale какой-то графики сделать не знаю может быть для того чтобы даже на сам какой-то консервные банки на каком-то ведре можно было поиграть в поя это вопрос не ко мне я знаю на него ответ но я бы не хотел обсуждать я могу сказать что вы наверное сами можете догадаться почему то есть на самом деле причины для этого вполне есть можно ли мы добавить такой галочки конечно может вопрос мое предположение я будет ли это плюсом проекту это вопрос мне мне кажется почему мое представление почему разработчики может быть не хотят такое добавлять потому что появится такая опция многие игроки эту галочку поставят начнут играть во первых они не увидят ну соответственно как сказать два момента первое это то что они вот выходят новая лига какая-то и соответственно вот нужно дополнительно тратить какую-то настройку для того чтобы все эффекты и геймплей новой лиги он сочетался как бы с каким-то режимом пониженной производительностью чтобы те же самые там использовать модели там не знаю какие-то механики чтобы это все работало корректно то есть это неопределенную ответственность на разработчика накладывает это небольшая проблема второе неудобно если бы мы хотели такой почему бы это сделать без проблем второе вот у меня предположение что может быть разработчик не очень хочет чтобы его продукт плохо выглядел на каких-то скриншотах демонстрациях процесса не знаю на условно заходит новый пользователь на twitch раздел pass of excel смотрят а что это за игра такая а там половина стримеров катают в режиме пониженной производительности потому что они мф от ну мф magic find мф от карты в каком-то нереальном там количестве да там заряженные всем делириумом этими виспами из affliction а там всем на свете из этого они чтобы опять же картинка как-то более плавно шла просто врубают эту пониженную графику новый игрок смотрит на это квадратное нечто которое выглядит отвратительно с визуальной точки зрения и говорит не в такое я играть не буду спасибо пойду лучше diablo 4 покатаю вот такой у меня есть вы можете точно такой же вопрос задать по любому другому проекту почему в diablo 4 нет опции рисовать вместо монстров кубы почему в аден ринг нету возможности рисовать вместо монстров кубы без текстур соответственно ответ то примерно тот же самый пользовались либо этим игроки то наверное вы кто-нибудь пользовался кто-нибудь спидранеры вы елден римы проходили верные с кубами по поводу вообще режима может быть какого-то отключения определенных эффектов боя все-таки есть эволюция определенная то есть водка если я открою скриншот настроек графики 2015 года и настройки графики сейчас появилось появилось больше ползунков каких-то дополнительных настроек добавилось например обрезка частиц которая очень хорошо повлияла на производительность свое время там еще какие-то штуки вот планируется ли в будущем в этом плане понятно что это возможно не зона ответственности и здесь александр не сможет нам там что-то подсказать но вообще в целом мы находимся в конечной точке развития вот этих настройка или может быть появится какая-то опция все-таки там что-то отключить в будущем дополнительно ребят по поводу настроек конечно настройки будут добавляться когда это имеется смысл но что важно понять важно понять что если по е1 если по е1 есть ситуации когда например на мид-тир видюхи каме там не знаю 1060 у вас fps падает ниже 20 это значит надо недостройки добавлять это значит надо разбираться как мы здесь очутились и что с этим делать не нормально с локальные какие-то проблемы с пока могут быть с операционной системой там не знаю железом нет с игрой проблемы ребята нет конечно ребята проблемы с игрой и должно быть такой ситуации что у вас лут тропается такой что можно мф раскачать для такой ситуации что у вас количество предметов на полу и начинает измеряться десятками тысяч алгоритм который раз раскладывает надписи на экране у него как сложность квадратичная как выяснилось недавно когда с этим начались проблемы потому что кто-то сгибил реально десятки тысяч предметов на полу и да клиент просто кражется конечно мы можем написать какой тюбер оптимальный раскладыватель название предметов висящих на полу или можем добавить опцию не рисовать больше трех тысяч предметов на полу но как бы тот факт что на полу может при обычном геймплее оказаться больше десяти тысяч предметов это как бы звоночек при этом вопрос опять же который не относится к теме пока нашего обсуждения даст напрямую зачем тогда добавлять лигу affliction которая просто берет и вот была какая-то проблема мне кажется там какой-то разработчик с кувалдой подошел и еще больше все это раскореначил потому что ну как бы сейчас мф находится в каком-то чудо ну вообще состоянии наверное на пике своем каком-то да сейчас я не знаю александр была возможность следить да сейчас за текущей метой вообще что в игре происходит но вот эта лига она бьет все рекорды по количеству magic find персонажей там потому что такого дропа не было никакой курс да и ребята вы учтите что как бы сама даже постановка вопроса да то есть какой смысл был разрабатывать лигу я когда разработал над лига я даже не знал что будут какие-то изменения вообще в этом направлении то есть люди работают над своими аспектами лиги и люди которые придумывают лор там ну смысле сюжет персонажей графику не совершенно никак не связаны с людьми которые придумывают изменения для magic finder поэтому немного не по адресу вопрос я точно такой же вопрос могу задать гейм-дизайнеру который такое решение принял скорее всего на это были какие-то адекватные причины я не знаю я я с ними не общался да может они просто дали игрокам возможность оторваться под конец то есть например грядет перис переосмысление этой может быть мы не знаем может быть грядет переосмысление magic find какой-то будущем и давай пускай не поиграют наконец в слайд в 3.23 в 3.24 все это убьем начисто может быть так будет мы с вами не знаем посмотрим анонс следующей лиги и вообще в преддверии по и 2 понятное дело там очень сильно пересмотр этих систем будет а у меня был очень интересный вопрос от ребят по поводу того что учтите что все и разработчики они тоже люди я не знаю это может кому-то показаться странным но когда вы бросаете высказание вроде че они вообще это тестировали они вообще поддули щите не то не тестировали и не думали обычно если вы видите если что-то сложилось не оптимальным образом там это скорее всего были свои причины как это имеет смысл подумать то есть гейм-дизайнеры которые приняли эти решения вы постарайтесь исходить из положений и из позиции из позиции гейм-дизайнера что они хотели этим сказать то есть если даже это не получилось в чем была идея ну и конечно не пофиксит будут продолжать не последняя попытка может быть такая я тут вмешаюсь буквально на секунду с позиции гейм-дизайнера они работали эту лигу просто на 10 из 10 статистика player retention убывание количество игроков относительно старта лиги показывает что это самая популярная лига за всю историю сосуществования pass of excel по количеству активно играющих пользователей то есть те игроки которые стартовали в лиге они до сих пор еще играют половина от них они не ушли спустя полтора-два месяца со старта это лучшая лига за 10 лет если на этот смотреть показатель мне кажется человек если который делал вот эти решения принимал он придет крису это покажет он премию какой-то получит за это дополнительную потому что не ребята вы думаете что у нас крис вилсом что ли только на графике смотрит или что ребят проверьте люди работают вполне компетентно если я не видишь что это порождает какие-то проблемы то они как бы ему какие-то решения то есть исходите как-то из более позитивной более позитивного направления то есть если что-то не получилось это не потому что это злодей что-то пытался сломать потому что это скорее все были какие-то причины ли что-то пошло не так или люди вполне компетентные работают не знаю что делать очень хороший вопрос был от одного из зрителей на тему того если а вот александр если у вас появится какая-то идея для лиги и вы придете с этой идеи к тем людям к тому отделу который занимается как раз таки разработкой механик игровых и озвучите им а давайте ребят может такую лигу попробуем они вообще выслушают или они больше посмеются как это происходит то есть мы игроки гадают уже там из года в год как вообще до этого додумались то есть каждые три месяца выпускать лигу абсолютно там с уникальными механиками там наверняка сидит штат 20 человек которые просто вот так вот держится за головы брейн шторм происходит там они думают не 20 человек ребят сколько там 180 человек 180 человек все 180 человек заняты придумыванием ликой каждый не только лик если у тебя какая-то возникла гениальная идея стучишься джонатона обсуждаешь идею и если где того стоит на будет реализованной игре ну то есть на какой-то планерки можно высказать свое мнение что давайте попробуем следующий лигу может быть такую и даже никто не надо ждать планерки не надо ждать планерки просто стучитесь в офис который в двух метрах от вас находится и немедленно обсуждаете не надо ждать никакой планерки очень горизонтальная у нас архитектура то есть если у вас есть какая-то идея просто немедленно собеседуетесь и обсуждаете идеи можете приступать сразу к реализации но по крайней мере в копилочку идей может быть это положит то есть понятно что может быть вам в голову что-то пришло а потом люди со стороны посмотрели да не 4 это ерунда но на будущее отложим может когда-нибудь сделаем что-нибудь такое ну бывает такое да но большинство лик придумываются им угодно в офисе то есть у нас нету трех специально обученных людей для придумывания лик конечно есть люди которые придумывают больше есть люди которые придумывают меньше но в конце концов очень много ребят уэй которые постоянно ищут как можно улучшить игру то есть казалось бы у человека работа quality assurance но очень много идей от них приходит то есть вовсе нет не только от дизайнеров эти идеи все приходят понятно в общем ставки на работе придумывайте лик такой должности нет нет к сожалению ребята если вы хотите наняться на придумывайте ликто нет окей вопросы к еще пару каверзных вопросов бывает ли такое что эффект визуальный выглядит настолько хорошо и и настолько красиво что и при выносится решение его бесплатно не пах не предлагать пользователям а только в качестве микротранзакции я не знаю насколько это можно озвучивать просто в поле у некоторых способностей такое ощущение что довольно блеклый визуальный стиль визуальный дизайн и когда на него выходит какая-то внешка шкурка до косметика она может быть там потрясающе яркой там великолепные и люди такие думают блин то есть они специально выпустили так чтобы потом продать ребят но вы сами то подумайте основная причина почему мы не обновляем базовый эффект потому что обновление любого плеер скилла это одна из самых это одно из самых опасных изменивающие которые можно внести в твои каждый раз это изменяешь один партикал в плеер скиле это нужно собеседовать тестить кучу раундов тестировать смотреть что и что с этим может произойти потому что каждый партикал плеер скилла может быть размножен до миллионов до сотен миллионов в некоторых случаях поэтому особенно если эффект более красивый скорее всего этот эффект может быть немножко медленнее в плане рендеринга и это значит что очень большие последствия будут если просто заменить базовый эффект на просто более красивый потому что мы не можем сделать базовый эффект просто на 20 процентов медленнее для всех потому что он просто более красивый смысле может быть иногда мы это сделаем это вообще очень опасное направление конкретно плеер скиллы то одна требует наиболее высокой компетенции я считаю от разработчиков и по каждому 323 добавляется 140 новых умений за один патч преображена преображенные камни те самые которые мы сейчас пробуем играть но там связи с точки зрения не так много меняется насколько я понимаю в первую очередь планета механика каких-то внутренних штук как работает скил почти что все все изменения они изменения не визуально то есть это изменение статов изменения с точки зрения геймплея не с точки зрения вижу я говорю именно с точки зрения того как скилл выглядит принципиально опасно потому что если вы скилу добавите там плюс 20 процентов урона когда он находится в полной фазе это напоследно на производительность никак не повлияет а если вы сделаете что когда полная фаза луны то вы пускаете один дополнительный партикл то это может экспоненциально взорваться с какими-то другие умения которые увеличивают количество лдун в сто раз или чем такое хороший технический вопрос проводят ли александр либо какие-то может быть подчиненные александра стресс-тесты те технологии техник которые вот добавляются в игру то есть что-то добавили ли хочется добавить и нужно это протестировать как это тестируется потому что есть шутка среди комьюнити это такая не злая шутка больше на действительно посмеяться на тему того что мы с вами после выхода лиги еще там две недели бета-тестерами являемся да там проверяем как это работает или после патча какого-то а у вас сами есть какой-то алгоритм вот этих стресс-тестов ну ребят вы сами так как думаете то есть вы серьезно думаете что мы такие реализовали новую технологию и и не тестировали и или что я просто не представляю какая альтернатива то ясное дело любая новая технология происходит не знаю 90 процентов времени разработки новой фичи это ее тестирование отладка изучение только на себя ведет под разные условия то есть написание кода это минимальная вообще часть проблема на тестирование доводку уходит 90 процентов времени и еще иногда вижу такой комментарий люди говорят они это тестировали когда это выпустили ну ребята вы думаете что или там у них кьюэй это вообще видели к сожалению реальность разработки такова что иногда кьюэй что-то видит и мы это видим но время то не ждет то есть если он у нас уже анонсировано что в субботу выходит лига то значит субботу выходит лига и мы делаем все что в наших силах чтобы лига вышла чтобы она работала на столь настолько хорошо насколько возможно но иногда с чем-то приходится просто мириться в неделю до выхода лиги приходится кранчить работе до поздна или стараются как практик просто сутками сидишь да и все так все нормально есть несколько должностей в компании то есть сам марк например гейм-дизайнеры которые ответственны за лигу эти люди работают просто ночами днями и ночами перед перед выходом потому что их заставляют а потому что они любят свою работу которую интересно играет да просто чувствуешь ответственность я надеюсь им дают возможность отдохнуть там лига вышла первые три дня прошли вроде сервера не падают все работает и марка отправляют отдохнуть там поспать на сколько-то часов но и все остальную команду хотя опять же наверное там первые недели первые неделю есть что исправлять и постоянно кита патчи выходят у марка в офисе кровать все понятно в общем человек и мужа еще помимо первой части нужно еще и вторую там параллельно делать я не представляю как там сколько не шнурцов уходит трудненько ребят да вообще это это всегда по собственному желанию то есть в новой зеландии нелегально не имеешь права ботника на ночь ставить то есть все кто остаются на ночь это по собственному желанию да но там как раз был вопрос на тему того что нет такого что отделы может быть как-то между друг другом конфликтуют ругаются на тему того что условно готово все кроме вот чего-то конкретного и рис приходит и греш так ты сегодня с работы не уходишь пока не сделаешь вот это вот нет ребят незаконно по не бывает она там всякие шутейки пошли нет мы это обсудили сегодня вначале в новой зеландии с этим очень строго то есть там нельзя ним до случай составлять сотрудника делать то что он не хочет как-то его там перегружать часами и так далее только добровольные с ним то так не делает да а тем не менее люди постоянно во время launch лиги постоянно люди в офисе поздно остаются вот это кстати да признак здорового коллектива и когда все горят одним проектом понятное дело что если вы понимаете что только я могу это сделать и лига через три дня наверное вы останетесь и доделаете как бы потому что вы понимаете что много от вас зависит от ваш проект проект вашей жизни по сути асу файса даже игра мечты поэтому ребята выкладываются практически каждый человек кто работает пасов excel только он практически может выполнять свою работу настолько как-то работа сама распределяется между людьми таким образом что так складывается по себе несколько практических вопросов по работе с графикой вообще точнее по оптимизации опять же частично понятно что как сможем так и ответим каких случаях стоит выбирать отрисовщик вулканов каких direct x 12 вообще у самих разработчиков есть ответ на этот вопрос какой-то или не хочется как-то дискредитировать 1 1 отрисовщик там говорит что лучше другого или ну смотрите вулкан сейчас находится в таком состоянии что на современной видеокарте скорее всего вулкан будет быстрее чем direct x 11 если у вас современная видеокарта моложе чем где-то 20 поколения nvd то скорее всего у вас вулкан будет быстрее но к сожалению у direct x 11 рендера есть ряд фич которых против по производительности которые у нас на рендере вулкана реализованы не догнали еще так скажем по фичам поэтому ну да я бы так сказал что если у вас снова видеокарта то скорее всего имеет смысл использовать современный вулкан если у вас старая видеокарта то скорее всего имеет смысл использовать так ну и в целом понятное дело что можно потестировать одно потестировать другое посмотреть где у вас выше fps как в целом вы сами чувствуете где вам больше нравится да а на что делать упор при апгрейде компьютера именно железяки то есть вот чтобы хочется чтобы был более стабильный плавный игровой процесс у меня есть бюджет на то чтобы полностью обновить пока ладно не полностью полностью неправильно наоборот есть бюджет обновить что-то одно в компьютере процессор или видеокарту или там может покупайте ssd да ssd не ssd в по это всегда было must-have и мне кажется сам вкладывайте ssd это самый важный компонент вашего компа считаете учитывая что у вас все остальное не совсем по нулям то есть если у вас средние если вы можете купить один компонент если у вас все компоненты средние а у вас есть бюджет купить один компонент лучше чем средний наверное имеет быть либо ssd либо видео так получается ssd гораздо дешевле но ssd понятно они там тоже разные версии скорости растут постепенно на рынке сейчас более скоростные ssd появляются относительно того что было там шесть лет назад тут надо смотреть я думаю пользователь сам найдет и разберется если какие-то чарты посмотрит там и мнение в сети а между процессором и видеокартой то есть получается видеокарта больше приоритет имеет ну видеокарта более высокий fps ssd более плавный геймплей я бы сказал что если у вас fps будет не знаю и плюс 10 вместо 80 а это не особо заметил во время геймплея если у вас будут загрузки либо не будет загрузок ну там не отрисовывается атака босса например то это гораздо большая проблема обычно поэтому ssd именно определяет ssd или процессор загрузки процессор влияет но в меньшей степени то есть обычно бутылочным горлышком поступает именно время доступа чтения диска ssd видеокарта процессор и оперативно это снизу оперативная память обычная вы она у вас либо заканчивается либо не заканчивается не заканчивается то совершенно по барабану вас и будет 32 гигабайта 6428 то есть и и редко по и требует больше 16 гигов оперативы обычно если он требует больше 16 гигов оператива значит что на консоли бы он уже упал то есть мы стараемся этого избегать поэтому не имеет смысл обрадить вашу память больше чем есть у консоли грубо говоря не там в чате подкалывают потому что у меня 48 гигабайт оперативы с недавних пор в компьютере стоит там не да не из запасов excel там с другими играми из браузера у вас браузер скорее всего требует больше больше памяти чем потом экса но браузер да они сейчас безумно безумно употребляют ресурсы действительно такая есть пида был вопрос на тишево это был вопрос на тему участвует ли александр в разработке поймобайл и вообще на самом деле excel кон конечно 2023 когда демонстрация поймобайл она там была такая скомкана из-за того что там лагала во время презентации вот что что можно по поводу поймобал сказать привлекают ли может быть консультировать приходится или напрямую участвовать в разработке или это вообще какой-то проект которому там не самый низкий приоритет присвоен я не знаю что у нас по поводу считается в личной информации поэтому ничего поэтому говорить не буду работать приходится над ней хотя бы или нет или это тоже себя на то я мобайл вообще не работаю все окей а консольные версии о которых мы только что сказали они требуют отдельного какого-то подхода в разработке или в принципе дело игру для пк консоли там все тоже они требуют отдельного отдельного подхода в разработке от одного совершенно конкретного человека задачей которого является портирование на консоли остальная часть офиса с этим никак нет на удивление мало вопросов было от консольщиков видимо у них не все так плохо в плане оптимизации производительность оптимистично не периодически по на стримах спрашивают конечно конечно там людей бывают трудности определенные но трудности выбывают у всех ничего страшного считают ли сами разработчики что пасов xl-1 в данный момент захлеб захламлена различными визуальным шумом и чрезмерным количеством эффектов планируется ли с этим что-то делать тоже такой болезненный вопрос ребят вопрос этого немножко риторический как вы считаете за такой да не а чё нормально по моему нормально молитя 15 предметов на полу валяются кран лирится с одного скилла с одного телепорта а у я больше чем размер экрана нормальная ситуация вопрос что с этим делать вот это вопрос я рад что в моей обязанности не входит на него ответить ну как раз тот самый софт-рибут с выходом пасов xl 2 там по сути геймплей замедляется как будто бы да там же совсем по-другому уже ощущается игровой процесс понятно мы еще не видели его только на картинках вот в демо версию мы не играли ну большинство из тех кто присутствует в чате наверное кто-то ездил в новую зеландию и смог пощупать как он играется кто-то ездил в новую зеландию на xlcon напишите в чатике расскажите как вам демка по и 2 просто да у нас один из вопросов был или играл ли александр сам в демо версию по и 2 вот с точки зрения пользователей насколько ему понравилось я не знаю можно отвечать на такой раз нельзя но с позиции игрока я думаю можно я в нее играл в основе тестил не особо много но я очень много смотрел как другие люди играют потому что для меня было интересным узнать как люди реагируют на на поеда то есть в офисе у нас было несколько тест тестовых забегов когда весь офис бегал вперед перед xlcon то есть мы собирали массовые массовую статистику по игрокам кому нравится кому не нравится что кому на что-то поменять я просто ходил по офису и смотрел у всех на экраны кто кем играет кто как играет кому что нравится статистику не было интересно сам я бегал на не особо много вам видимо нужно было как раз тот самый небольшой страстест провести перед экселконом на тему вот что пофиксить быстро для того билда который в демо версии будет пользователям было приятно его по через тесты у нас специально обученные люди бегают тот тест это нифига это не стресс-тест был это был тест просто casual тест называется что ты такой умный думал новый когда мы эту штуку обсуждали по и 2 забыл а вот там обсуждали а вспомнил я почему сам-то не бегал у меня была такая позиция что мы не выпускаем по е2 до тех пор пока мне не будет вас управления и я считаю одним из самых эпичных провалов то что мы выпустили excel кон без вас управления я джонатана сверлил не знаю годами по поводу того что нет такой вообще опции чтобы е2 выходит без управления без бега на клавиатуре то есть для меня это для меня это просто очевидно что это необходимо и я расстроен но немножко опоздали чуть-чуть я так понимаю просто сыровата была функция не готовы были показывать еще видимо через три месяца только или может все козыри решили не выкладывать сразу же покажешь нет просто просто джонатан тогда не считал достаточно важной фичей он вообще не был уверен что мы это хотим но сейчас там такая обратная связь от комьюнити сумасшедшая насчет васт люди просто ликуют на самом деле то есть и как как еще то другого варианта то даже не было ну не может быть по е2 без вас управления это же очевидно как можно в хейдис играть мышью как можно представить хейдис управления мышью клик ты move ты же вообще зашквар господи очевидно что необходимо управление на вас но мне было очень трудно убедить остальных я я беру на себя ответственность что я одним из я по-моему дольше больше всех пытался по этому поводу убедить всех есть остальное что по я необходим вас мне никто не верил и удалось параллельно убедить еще blizzard потому что два дня назад они агонировали что это смешно будет blizzard добавляет вас у blizzard вообще очень интересные к нам отношения они они постоянно прикидываются что нас нету но по их действиям очевидно что мы есть кстати да у них такая хитрая тактика не замечать конкурента напрямую но при этом они все время подрезают какие-то фишечки подсматривают и делают ну это нормально их никто за это не ругает в принципе это нормальный процесс ради бога как бы тут скорее моему им нужно вообще больше заимствовать чем они заимствуют ну да вот сейчас честно скажу без всякого там оба же обожание в сторону пасов excel хотя она есть в последнее время когда раньше у нас всегда называли такие игры деблоидами типа как diablo 2 вот в последнее время честно никто так уже не говорит то есть сейчас когда нужно игроку объяснить вот сложно конечно по-русски сказать пасов excel лоид какой-то да там это сложно вы говорите невозможно в принципе но говорят как в пасов excel то есть игра что-то в духе пасов excel то есть сейчас уже к сожалению или к счастью для самой blizzard вот для них к сожалению конечно уже не ассоциируется жанра напрямую с диабло и с их стороны бы я чаще посмотрел сторону конкурентов я думаю сейчас всем очевидно что двадцать четвертый год очень важен юрий а вы играли в диабло 2 диабло 2 да но немного я у меня очень поздно появился пока свой собственный и я играл больше в диабло 3 уже наверное после но диабло 2 я уже играл во время стриминга то есть мне зрители заказывали я классическую диабло 2 играл в резюрект отыграл вот в эти версии уже вот того экспириенса из нулевых из двухтысячных годов когда ничего еще на рынке не было и появился диабло 2 и все сошли с ума вот это я пропустил к сожалению ну или к счастью может быть потому что учился в университете в те времена и возможно спас как-то свои все эти сессии начал бы засел я тоже учился в университете в это время мне это не мешало да да здесь моя ошибка но здесь опять же я говорю если был чуть пораньше компьютер то все было бы хорошо я думаю то понятно диабло 2 никто не как бы не умаляет заслуг диабло 2 шикарные условия игра и до сих пор играется он я сегодня только когда готовился к подкасту у меня в рекомендациях на ю тубе три видео по диабло 2 заголовок новый билд варвара варвара бросает который молот и до камер дин там вот это вот все странный билд если честно мы тоже конечно диабло катали будь здоров я вот если честно сейчас считаю что по плане геймплея то я обошел диабло 2 достаточно давно ну конечно даже принципе очевидно нас иногда удивляет что джонатан и крис так сильно даже обожаю но настолько они любят диабло 2 что вот они все хотят как диабло 2 делать это вот просто мне не высказываю кажется ребят ну возможно да ну вот например когда мы увидели в демонстрации на xlcon что нужно флаконы восполнять в колодце в городе чтобы восполнить флакон но как будто бы мы ушли давно от этого а тут они бац и как диабло 2 делают что нужно кликнуть на колодец и чтобы фласки воспользую восполнились и сразу отсылает на джонатан у ребят задавали вот эти все вопросы которые вы мне сейчас пытаетесь задавать на последнем его подкасте с дарт матра transaction я вам очень рекомендую посмотрите этот подкаст смотрели да он джон отвечает все все правильно короче отвечает то есть самое сложное изменение которое не очевидно что они на самом деле нужны то есть трудно игроку объяснить почему это хорошая идея но это все равно может быть хорошие ей даже если трудно объяснить и опять же я рад что это и моя работа но это знаменито знаменитое видение то есть есть такой тоже мем небольшой из комьюнити он в том числе и западном комьюнити типа vision да там видение крису вилсона и джонатана на тему того какой игра должна быть это видение она иногда вызывает людей в ступор вводят потому что обычный пользователь он как будто бы не понимает зачем здесь и сейчас делать вот так это очень предсказуемо потому что пользователь хочет чтобы ему игра нравилась здесь и сейчас например если пользователь спросит ты хочешь чтоб я еще дробь у нас хиткантер что пользователь ответит конечно да а значит ли это что давайте сейчас дроп не всем по хиткантеру но думаю ответ очевидно поэтому на такие очевидные вопросы бывают неочевидные ответы то есть если вы посидите и хорошенько об этом подумайте то возможно поймете каким образом они кто таким выводом приходит потому что для нас приоритетом является долгосрочная чтобы игра нравилась игрокам в долгосрочном периоде они в краткосрочном и это объясняет многие многие решения опять же ребята совершенно не моя специализация и сейчас да задам страшный вопрос который вообще не понимаю считает ли перспективным александр технологии нерв и гауссен сплайтинг в играх ожидает ли их применение в ближайшее время я не понятия не имею что это значит хороший вопрос на самом деле так чтобы ввести в курс дела нерв нюрал чё-то чё-то радианс филс в общем технология заключается в том что это что-то вроде фотографии только вместо того чтобы запечатлять плоская плоскую проекцию объекта вы запечатляете трехмерное представление объекта и она кодируется в неком представлении в конкретно в нерв она кодируется нейросети и дальше вы используете это представление для того чтобы рендерить этот объект разных углов ну в общем вы подменяете в игру говоря храните сам объект внутри нейросети считаю ли я эту технологии перспективной во первых считаю ли я интересный да очень интересно читали я что в 2040 году кто-то будет рендерить таким образом 3d объекты без вариантов почему потому что вы сейчас есть технологии которые делают то же самое только гораздо лучше как они это делают не просто взяли призывали то же самое только без слова нейросети то есть если вы посмотрите например алгоритм называется горпин сплэринг размазывание гауссианов и не знаете как это еще по-русски перевести в общем если вы посмотрите на тенденцию то очень много алгоритмов появляются с с названием нейросети в названии в заголовке а проходит полгода и то же самое реализуется только в 10 раз быстрее в 10 раз лучше только уже без слова нейросети в названии то есть такое чувство что нейросети часто дают идеи интересное но нейросети почти никогда не оказываются финальным решением такое такое заметил тенденцию поэтому будет ли что-то такое использоваться в будущем я практически уверен что будет потому что идея это интересная но будет ли это что-то основываться на нейросетях я практически верен что нет гауссиан сплетинг это как раз развитие вот этого нерфа да получается одно из другого только из нейросети до ждем в пасов excel я реализовался эти темки нерф я реализовал и кофе он сплетинг я реализовал ну просто качестве проектов для самообразования не могу я пока предвидеть как это может пригодиться в пасов экса но если я что-нибудь найду практически интересное то да понимаете разница пасов экзала в том и например diablo 4 diablo 4 пасов экзала заключается в том что если программист графики diablo 4 что-то такое захочет внедрить его 4 вообще без вариантов потому что все должно пройти через кучу уровней согласования и у них в принципе все технологии они очень стандартные очень такие знаете не выпендриваются грубо говоря надежные так скажем у нас если что-то такое будет реально интересное и она будет работать то почему бы и нет мы сегодня вспоминали gpu частицы и как их бодро реализовали и добавили то есть понятно что с бюрократическим аппаратом blizzard например никаких diablo 4 это через 10 лет бы появилась только на конечно ребят если чё gpu частицы это сейчас фактически стандарт индустрии то есть то что в нашей реализации есть проблема это проблемы нашей реализации не самой концепции gpu частиц к сожалению то есть в любой у любого нового движка но в unreal engine частицы на gpu считается так как был и что называется вчерашние новости это не особо но однако global elimination наш новый это действительно новая идея вы такого больше не видите каким математическим аппаратом нужно обладать к примеру для работы надпоя какие области математики активнее всего применяются самим ну вообще в целом как самим александром я так понимаю вообще мы сегодня говорили о том что наука это наш друг и физику важно понимать при работе над игрой не знаю сложный вопрос какие области математики активнее всего применяются наверно так можно как немного возможно неожиданный ответ математика вам понадобится вся почему так потому что математика это не как какая-нибудь поэзия да то есть вы можете почитать пушкина можете почитать есенина теперь вы знаете пушкина теперь вы знаете есенина и вам нужно помнить пушкина есенина нет математика работать не так математику вы изучаете например какой-нибудь электростатику вы изучаете что не знаю У заряженной частицы поле падает обратно к квадрату расстояния. А потом вы изучаете гравитацию, и снова вы замечаете, что поле падает обратно к квадрату. А потом вы находите еще какое-нибудь, например, вы изучаете радиометрию, и вы выясняете, что если у вас есть лампочка, которая светится, то у нее интенсивность тоже падает обратно к квадрату. И математику и физику гораздо эффективнее изучать сразу всю, чем какую-то одну область. Таким образом, ее всю уложить в голове логичнее, чем какую-то одну область. И параллели, которые это вам дает, очень сильно помогают. Например, в графике, если я думаю об источнике света, о том, как распространить свет от источника света, то да, он падает обратно к квадрату. Однако я знаю, что теорема Гаусса, которая формулируется для статических зарядов, ей на самом деле вообще все равно поведение чего конкретно она описывает. Для нее единственное, что важно, что у точечного источника чего-то, что-то падает обратно к квадрату. И на самом деле теорему Гаусса с точно таким же успехом можно применять к источнику света, к лампочке. Хотя это не то, чему вас учили в курсе электростатики. Однако вы просто замечаете эти параллели, и области, казалось бы, совершенно разные, начинают связываться в единое целое. И вы изучаете одну область, и немедленно начинаете замечать, как это можно применить к другой области. Поэтому важно именно иметь широкое представление о всем курсе физики, о всем курсе математики. Я сейчас прям вижу, как человек, который уже написал письмо на LinkedIn куда-то там, или, ну, сообщение, или в почту, он берет вот так вот и перетягивает в мусорную корзину и кидает ее туда, типа, не, не, меня завалит. Ну, это все шутка, шутка. Мы сегодня выяснили, что, ну, это полезно, но необязательно, и, опять же, всегда можно немножко импровнуться, да, в плане того, что, как бы, если вам чего-то не хватает, вы же можете параллельно что-то изучать, правильно? Работать над графикой и где-то еще учиться, это только в плюс. Только в плюс. Я могу вам дать воодушевляющий ответ, а могу дать правдивый ответ. Моя позиция по поводу самообразования такова, что физику самостоятельно выучить невозможно. Единственный способ обучиться физике, это если вас будут пинать в институте экзаменами, потому что ее настолько много, и это настолько сложно, что у человека не хватит самостоятельного запала этим заниматься настолько много. Это так много информации, это так неохота, это кажется так неприятно. Сам процесс обучения настолько неприятный и настолько трудный, что это самому освоить очень трудно. И вот эта сама концепция университетов российских, в которых учиться трудно, она на самом деле очень ценная, оказывается, в долгосрочной перспективе. И когда во время обучения процесс кажется совершенно бесполезным и бесцельным, и только потом, через 10 лет, ты вспоминаешь, боже, как хорошо, что у меня был такой трудный экзамен по физике, на котором я схватил трояк, потому что я к нему готовился, и мне теперь эти знания в жизни помогают. И когда я вижу, что люди говорят, ну, это в математике, если мне понадобится, я ее сам подтяну, в Википедию почитаю. Нет. Ты, возможно, сможешь почитать какую-то область, которая тебе непосредственно сейчас понадобилась, но вот эти параллели, которые строятся между разными областями физики и математики, листа и Википедии, к сожалению, не получится их прочувствовать. В одном из видео Александр на его канале показывает текстуру подповерхностного освещения в виде трехмерной модели. Может ли подобная технология удешевить рендеринг очень детализированных моделей в обычных 3D-движках? Такой вопрос. Как я понимаю, видео про синий кристалл. Цель этой технологии — это не сделать рендеринг существующего объекта быстрее или эффективнее, а цель — это отрендерить объект, который обычным способом отрендерить нельзя. То есть большинство объектов, с которыми вы имеете дело в компьютерных играх, они имеют текстуру поверхности. А кристалл, у него характеристическая особенность заключается в том, что у него кроме поверхности есть еще что-то подповерхности. Так вот, подповерхностный... Rednering, который я описываю в той демке, он именно позволяет отрендерить объекты, у которых интересно что-то происходит подповерхностью. Но на том же XLCon, я чуть-чуть встряну, там была демонстрация, тоже демка, где вот лужа, на луже какие-то там пылинки, былинки лежат, и внутри как будто бы что-то еще плавает. И там создается параллакс при движении камеры, и что там что-то есть. В общем, что это объем воды какой-то определенный. Это вот оно как раз, подповерхностное то самое. Это похоже очень применение. То есть идея та же самая, что если вы представите, что эта вода имела бы только поверхность, это значит, что она была бы непрозрачная. То есть она бы не выглядела как вода. Чтобы вода выглядела как вода, у нее должно быть что-то под поверхностью. И поэтому цель таких технологий, это не чтобы отрендерить воду быстрее, а чтобы отрендерить воду в принципе, чтобы она выглядела как вода. Ну и плюс конкретно той технологии заключается в том, что она очень быстрая. То есть скорость рендеринга воды, то есть рендеринг той воды примерно такой же по времени, как если бы эта вода была обычной текстурой. Passive XL, это технология активно применяется сейчас? вообще повсеместно начинает кристаллов которые вы джине возникают заканчивая любой водой и любой лед я рисует ну и я не знаю как же в других играх применяется или нет тут наверное зоркий глаз зрителя может где-то увидеть заметить там я говорил по этому поводу на xl кони на последнем что мне кажется очень странно эта ситуация то что многие игры используют одни и те же фактически фишки но почему-то никто о них не говорит мне не совсем понятно это потому что типа всем очевидно или они пытаются таким образом за собой какое-то авторское право таким образом за столбить я не понимаю в чем смысл то есть да очень многие из этих алгоритмов которые рассказывал на xl кон на последнем они используются самых разных играх там еще был вопрос по поводу оптимизации один тоже важный который мы не не проговорили не касались вообще сегодня не знаю опять же насколько можно ответить какой-то момент в пояс стали просто нереально долгие загрузки локаций когда вы ходите в портал и потом секунд 10-15 иногда у некоторых игроков дольше смотрите просто на шестеренки которые крутятся это вот особенно в этом году там произошло и в этом году это конкретно два месяца три назад наверное произошло ну как вам сказать мы знаем что произошло люди работают за этим что-то с потоковой загрузкой текстур мне кажется что то вот с этой технологии не знаю там я помню раньше когда-то вот в лиге битрейл предательство добавили фишку первый раз насколько я помню когда при загрузке локации текстуры заранее какие-то загружались момент загрузочного экрана уже чтобы как будто бы там чуть быстрее динамичнее картинка создавалась и ну как то так эта технология работала тут тут это не тот случай в общем там отдельная какая-то история внутри какие-то и вы над ними работаете насколько я понял во время битрейла стриминг у нас только начинался тогда мы начинали со стриминга текстур сейчас у нас стремится все сейчас стремится шейдеры сейчас стремится пайплайны конкретно та проблема о которой вы говорите когда при мэппинге начинаются длинные загрузки этих длинных загрузок нет например когда вы из города или портуете телепортуетесь куда-нибудь сценарий например конкретно то проблема связана с загрузкой пайплайнов как выяснилось если вам интересна техническая информация то у nvd есть кэш пайплайнов который занимает 1 гигабайт и если мы пытаемся загрузить больше пайплайнов чем 1 гигабайт этот кэш заканчивается и попытка загрузить больше пайплайнов приводит к их компиляции собственно тормоза связано с тем что пайплайны компилируется вместо того чтобы загружаться из кэша в общем тел диар до проблема известной конкретно сейчас я знаю кто над ней работает да тут вопрос от nvidia что-то ждать или скорее всего вам придется самим там что-то придумать чтобы от nvidia не ждать стоит ничего они работаем над этой работы известная проблема и мы уже знаем с чем она связана мы уже знаем что с этим делать окей тогда за замыкая всю эту историю с оптимизации да там почти все вещи проговорили два вопроса только осталось опять же вот стримером очень часто зрители задают один и тот же вопрос ну два вопроса вот которые хочу задать у меня на топовом железе вот сейчас ну там не знаю ну не топовая но хорошая допустим 3070 nvidia видеокарта там какой-нибудь процессор тоже райзен там 7 не знаю и так далее в этой лиге 10 fps человек пишет в чате юрий он обращается ко мне юра подскажи что делать там не знаю почистить кэш клиента не знаю удалить клиент с компьютера поставить заново может быть снести windows поставить там но заново windows поставить поставить заново поезд на компьютер то есть прошлой лиги у меня 60 fps в этой лиге 10 после установки патча понятно что скорее всего grinding games учат поспособствовали как-то там с установкой обновлений но вот наш если какой-то базовый там раз два три что можно посоветовать человеку чтобы исправить эту проблему написать может быть в техподдержку скинуть им какой-то там спецификацию компьютера своего ну первый шаг вам нужно нажать не помню какой хаткей по дефолту которые показывают отладочную информацию и посмотреть что именно у вас работает медленно это либо графика это либо процессор либо видеокарта либо шейдеры загружаются либо оператива то есть вам надо понять что именно то и не может стать внезапно медленнее все скорее всего если у вас произошел произошла какая деградация performance скорее всего она произошла по какой-то конкретной причине вам нужно определить какой именно компонент за не ответственным объем информации которая доступен игрокам гораздо меньше прям доступен нам разработчикам смысле то есть мы когда отлаживаем гораздо больше информации показывается конкретно на что сходуется время кадра поэтому если проблему легко произвести то мы и у себя воспроизводим и отлаживаем обычно подобные проблемы если они широко распространены то очень велика вероятность что мы их у кого-то она в офисе будет и мы ее отловим но если у вас так получается что относительно уникальная ситуация то можете попытаться разобраться самостоятельно используя отладочную информацию которая у вас есть но я вам даю гарантию практически сто процентов что это перестановка windows поможет перескачивание по я вам тоже скорее всего не поможет а есть такое я нажал f1 вот эту кнопку да чтобы отладочную информацию видеть увидел ее и дальше делаю скриншот или не знаю там что-то и отправляю в какой-то не знаю в почту вашу какую-то или что-то такое нет такого сценария саппорт вам может по этому поводу помочь но если честно я бы вам рекомендовал попытаться с этим разобраться самостоятельно то есть сомневаюсь что вам саппорт поэтому поможет существенно больше чем интернет ну понятно то есть там погуглить по поискать в интернете описание проблемы и возможно кто-то уже с ней сталкивался и смог решить то есть постарайтесь сформулировать проблему как можно более специфично например если вы видите что проблема конкретно у вас то попытайтесь понять что конкретно у вас отличается от всех остальных например если вы видите что у вас загрузка вашего ssd сто процентов а у всех остальных нет тогда посмотрите какая у вас модель ssd и и гуглите по модели ssd и по я и версия лиги например или аналогичная ситуация может быть с графикой что если вы видите что вас какая-то настройка стала декрадировать fps значительно то погуглите по названию настройки лиги ваши видеокарты постарайтесь самостоятельно вычленить как можно больше информации ну и соответственно если у меня клиент крашится с какой-то определенной ошибкой код ошибки все краше все краше в автоматическом режиме мы исследуем то есть если у вас клиент конкретно крашится это значит что уже есть какой-то разработчик который сидит и исследует эту проблему если краш воспроизводится по крайней мере у нас покрашен есть статистика мы видим какие краше происходят чаще всего и на самых частых крашах в обязательном режиме кто-то их всегда исследует спасибо большое спасибо за ответы я надеюсь кому-то помогло вот мы просто замкнули этот блок оптимизации может быть конечно какие-то вопросы будут еще интересные на тему производительности пасов excel потому что наболевшая понятное дело самое такое у людей мне часто пишут на стримах юра играю в поэ три года в эту лигу не могу играть все лагает фризит я удаляю пасов excel и дую там в другой проект ну как бы грустно вот надо над этим работать вот есть разные возможности о которых мы сегодня говорили как вы можете провести небольшое расследование что именно у вас западают где у вас конкретно не хватает ресурса системе ну и соответственно если эта проблема какая-то массовая то нужно просто подождать ближайший патч я так понимаю в котором разработчик постараюсь и проблема массовая то нас всегда над тем кто-то уже будет работать так теперь хотел уточнить еще вот мы тоже много говорили про пасов excel 2 сегодня многие игроки переживают на тему того что после выхода второй части фокус внимания будет переключен на поя 2 ну хотя на самом деле наверное так и будет это логично вообще в плане оптимизации работы графического движка планируется ли уделять внимание по и 1 с точки зрения именно вот процессов рендеринга в процессы там работы с графикой или это все-таки второстепенная задача будет будут ли какие-то апдейты например появилась опять же какая-то классная технология которую вот вы александр протестировали и вы захотите и добавить и в поя 2 и в поя 1 или или через год например только в поя 2 все будет добавляться уже смотрите ребят ситуация такая что клиента 2 движок у нас один то есть код движка одинаковый в поя 1 и в поя 2 сейчас и если вы хотите добавить какое-то изменение которое будет в поя 2 и которого не будет в поя 1 для этого нужно писать дополнительный код и в поя 2 тогда делать одно else делать поя 1 поэтому нас сейчас точки зрения разработки и поддержки проще добавлять фичи которые будут и в поя 1 и в поя 2 одновременно поэтому любая фича которая сейчас добавляется движок она добавляется в поя 1 и в поя 2 в равной степени там люди уже задают вопросы насчет минимальных технических требований к железу для клиента pass of excel 2 но я насколько понимаю не просто еще их нет я по крайней мере нигде не видел анонса видимо скорее всего ближе к релизу бета-теста который 7 июня должен стартовать что-то будет окей там несколько вопросов такого личного характера остались интересных достаточно попроси александра немножко рассказать на тему проживания в новой зеландии какой там вообще урок как насколько он доволен в общем своим бытом уровнем не знаю там комфорта жизни сколь и важный здесь вопрос сколько в целом зарабатывают программисты в новой зеландии это выше среднего по рынку или то есть считается ли чтобы работать программистом это престижно ну интересная фактор для меня был неожиданным что в новой зеландии на самом деле программисты далеко не самая высокооплачиваемая работа здесь например парадоксально высокооплачиваемая работа сантехников и прочее казалось бы очень бытовые не самая замысловатая профессии здесь оказывается очень высокооплачиваемыми вот так из-за проблем с коммуникациями ну это островное государство может быть там не знаю канализации хуже работают или там водопровод не с этим никак не связано это связано с тем что тут просто такое чувство что ценят труд людей никто не хочет в дерьме копаться поэтому закопание в дерьме платят большие деньги но у нас кстати сейчас тоже вроде уровень зарплат растет вот раньше был какой-то тренд не знаю еще когда я наверное в университете учился что все отправляли родителей детей там на юристов экономистов или там на айти но сейчас как будто бы тоже ну войти ладно там это отдельная история мы сегодня говорили из-за дефицита тоже все хорошо но сейчас такие профессии тоже достаточно востребованы у нас и высокооплачивается так что люди там тоже не бедствуют как бы хорошо вроде как зарабатывают правда приходится еще какие-то проекты делать на сторону там подрабатывать там шабашить какие-то проекты заказы выполнять вот а в целом по жизни в новой зеландии если какие-то траблы вот мы с вами проговаривали перед началом с подкасты что могут быть проблемы с интернетом какие-то не знаю при проживании то есть какие минусы вообще могут быть новая зеландия и графически находится в заду мира то к остальному миру подключаться просто географически трудно то есть у нас все connect идут через австралию через тихий океан и в общем просто интернет в новой зеландии печально известен тем что он отстойный очень дорогая мобильная связь то есть в принципе нет опции например мобильной связи с безлимитным подключением то есть любая мобильная связь всегда с трафик платный причем вообще не дешевый то есть папа минутная тарификация за разговор получается я не за разговор за за мегабайт за мегабайт да ну и говори стати тоже ограничено я тоже забыл что такое бывает тоже не ограниченное ну да у нас с этим кстати всегда все было хорошо на россии по крайней мере и у нас сейчас такие я не знаю в рублях могу сказать то есть ты можешь например дома подключить то есть тебя может быть интернет домашний домашнее телевидение может быть мобильная связь им карта с безлимитным мобильным тарифом по трафику и все за все это ты можешь например платить 400 рублей в месяц то есть это сколько 300 рублей в месяц до 4 доллара получается ну если измерить например в бутылках молока да вы тратите но не знаю бутылка молока 50 рублей допустим это получается 8 бутылок молока на вот эти все кстати да на самом деле это тоже 8 бутылок молока только здесь бутылка молока стоит 300 рублей соответственно мобильная связь тоже стоит дороже я бы ником не рекомендовал ребята игр идти в новую зеландию если у вас цель обогатиться здесь зарплаты не особо высокие цены не особо низкие то есть я меня зарплата относительно уровня жизни была примерно такая же может быть и даже выше когда я работал в москве я сюда пришел работать над проектом в котором мечтал работать кстати очень много кейсов когда люди из комьюнити действительно ради работы мечты тоже переезжают не не только у нас вообще в целом там октавин например тот же самый да у вас начал работать недавно badger есть такой стример контент мейкер который раньше тоже соответственно выкладывал контент стримил сейчас внутри работает то есть ради какой-то мечты короче стоит ехать но не ради денег чтобы там просто зарабатывать ну конечно смотря какая у вас до этого была работа если скорее всего если вы работаете в россии войти то переход у вас будет либо на том же уровне либо даже немножко в минус потому что в россии на самом деле ну смысле зарплаты в россии айтишные мирового уровня потому что вы скорее всего работать будете либо на иностранного работодателя либо на гранты которые тоже на самом деле вообще ничего такие по сравнению с этим в новой зеландии зарплаты нормальные то ну хотел сказать что к вам в туристической точки зрения можно еще съездить но работать переезжать короче это надо крепко подумать съездить конечно хотелось бы проблема в том что вот на xlcon например я не попал по довольно простой банальной причине потому что я посмотрел сколько билеты стоит туда-обратно просто на маршрут в общем да там было печально все очень грустно я уже точно не помню по моим 450 тысяч рублей нужно было заплатить только за перелет туда туда обратно обратно да да просто ну понятно так это немыслимо ну раньше было дешевле понятно что там до 2019 года до пандемии к вида и вообще в целом а можно подешевле но теперь уже проблема проблема и время по низкой видно связано это как-то с геополитикой как это связано только в россии такие дорогие билеты это связано с геополитикой но тут у нас просто через четыре пересадки надо лететь чтобы добраться поэтому еще такая история вопрос кого из стримеров либо ютуберов александр смотрит может быть в плане игры pass of excel мало ли то есть удается например на кого-нибудь посмотреть как кто-то билды собирает или что-то бегает ну или там в принципе по тематике работы или жизни может быть если какие-то очень стримеры ютуберы которых интересно смотреть да хороший вопрос я смотрю меня достаточно конкретное мнение есть по поводу твоя стримеров и я конкретно смотрю металла потому что уважаем потому что мы сил играет в игру так как я хочу чтобы в нее играли все так как не играю я мне кажется что по я эта игра которая разрабатывается для для того чтобы экспериментировать для того чтобы пробовать для того чтобы исследовать и мы сил это один из немногих стримеров я считаю играет и именно вот в этом направлении мне кажется что если ты придумал какой-то бил даже если он не особо оптимальный даже если он не не пробегает по всему эндгейм контенту быстрее чем какой-то другой билд если это твой билд это же так классно ты придумал что-то что больше никто кроме тебя не придумал и она работает пусть она работает не лучше чем всех остальных на зато это твое она работает мне вот такой нас такой аспект нравится гораздо больше чем оптимизация билда так как это немыслимых мелочей и ну понятно бой это пасов excel эта игра конструктор собственно говоря вам дают кучу инструментов и вы уже там сами вот из этой собираете это интересно должно быть мне кажется интереснее все играть как как в сэндбокс как факторио конечно можно посмотреть какой-нибудь оптимальный билд факторио просто его скопировать по блупринту неужели это интересно гораздо интереснее попытаться его придумать самому поддерживаем поддерживаем вы сможете у меня посмотреть на канале я придумал бился сколс брайдл который потом стал мейнстримом или может быть он уже тогда был мейнстрим я даже не знаю но я его придумал мне ни на кого не оглянулся было так прикольно он есть он есть на youtube канале сейчас вы можете сейчас прямо открыть ты можно стрим добавить я могу вкрыть его попробовать главное найти канале сейчас а вот давно и еще до того как как джебеды был чем опасно если кто-то найдет скидывайте ссылку в чате я открою там с комментариями о нашел конечно просто 2.5 сколс брайдл дисчарджер берсеркер это но нет он поменялся тут или not broken можете меня на канале да 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 то тот или not broken нашел сейчас сейчас я открою ребят посмотрим так секунду вот это он это пальчик короче это было надо документарий автора я не помню какой это был патч но идея была заключалась в том что сколс брайдл наносит тебе урон пропорционально потраченной мани плюс кастом дэмэш текен тогда это еще и 3 пил кстати обрати внимание на performance то что постоянно лаги конечно такое проглотит и не поперхнется это было то время когда открыли когда открывание каждого стронбокса тормозила игру на три секунды причем тормозился только клиента сервер продолжал обретиться и 3 секунды мобы да нам могли бить в голове старый добрый дисчардж еще до всех реворков да красиво это патч 2.5 это лига legacy перед выходом 3.0 когда он был еще до legacy а может это брич еще это может быть разломы да 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 это это по-моему был брить интересный телефон лагает или реальный по я так лагал это по и так лагал у меня меня так и лагает сейчас ну вообще можно проследить я не знаю конечно там может быть какие-то минимальные настройки графики были я не уверен здесь тогда настройки графики то особо даже не влияли тогда настройки графики в основном влияли насколько у вас это видео памяти будет использоваться для текстура больше там особо ничего настраивать было нельзя зрители сразу заметили о мф ласка александр любил и мафить раньше вот мы все и выяснили на примере как раз таки до карта пол из патча 2.5 видно какой большой путь пасов excel проделала за все эти годы в плане внешнего вида и производительности все увидели то о чем говорили сегодня только рассуждали в вакууме все все видно невооруженным глазом перед данный момент так у нас время ответов на вопросы потому что мы по основным топикам пробежались я не знаю если мы какой-то вопрос пропустили важный потому что давайте может кинуть вопросы в полу едва то и вы что-то столько вопросов по поедин задавали у нас большинство работа у нас что происходит по поводу по едва ну может давайте спросить чуть интересная так люди может быть стеснялись думали там наверняка не скажут чего-нибудь давайте я вам скажу пару вещей которые я считаю важным сказать про по едва до часто вижу у людей такую позицию что а пофиксит это интересно в по едва или нет это ней деды сброка на интересно это пофиксит по едва или нет я боюсь многие люди не представляют себе масштаб того насколько по едва будет другой игрой чтобы дать вам перспективу если бы у е был недостаточно отличен то едва был недостаточно отличен а то я один мы бы приложили все усилия чтобы сделать их одной игрой потому что с точки зрения с точки зрения инфраструктуры это гораздо проще поддерживать это гораздо логичнее это гораздо проще продать игроку гораздо проще игроку играть в одну игру чем в 2 согласитесь этот факт что мы делаем два клиента должен вам намекнуть насколько это две разные игры и так как мы уже смирились с идеей что это будут две разные игры у нас сейчас нету никаких причин держаться за какие-то идеи которые по е1 мы не можем исправить по причине того что по е1 то есть по едва нету никакого ни одного аспекта за который мы держимся потому что так было всегда если мы смотрим на какой-то аспект и мы видим что да так было всегда на самом деле лучше бы было по-другому просто берем и меняем но это возможность чистого листа все сделать насколько я понимаю не цепляясь за прошлое изначально у нас ведь план был мигрировать делать один одну компанию одну игру из по е1 по е2 и куча вопросов возникало там что делать сорбами что делать скарнем с и что делать с экономикой что делает как как есть продолжаем технически модификации того что того что мы можем технически модифицировать но игра сама по е2 просто новая игра это много очень огромное количество вопросов геймплейного характера да мы не уточнили что александр сможет ответить наверняка вот только по своей специфике да на какие-то вопросы может быть с позиции если вопрос интересный я могу с вами поспекулировать но почему в поле 2 всего два кольца у человека же 10 пальцев вот такой вопрос есть меня он тоже мучает думаю на этот вопрос сами можете ответить потому что если бы у вас было 10 колец это значит что на каждом кольце были бы статы в 10 раз ниже кому хочется смотреть на кольцо которое дает плюс один процент of increased elemental damage with right hand weapon просто выглядит скучно то есть по я на самом деле важный аспект дизайн в том что любой стат должен выглядеть значительно не должно приятно смотреть если бы у нас все статы были если бы у вас было 10 колец то на них пришлось бы делать 10 раз ниже статы это было просто скучно ну там вопрос есть на тему того как при как принимаются решения разделены ли разработчики внутри на некоторые лагеря когда голосует в пользу там добавить удалить при разработке пасов excel 2 если ожесточенные споры может быть мы говорили что горизонтальное управление нет ли такого что в конечном итоге кулаком по столу ударит все равно джонатан и скажет будет вот так вот большинство обсуждений сводится к тому что мы убеждаем джон в том что это правильные идеи или этой правильные те конечные конечные решения скорее всего за ним но джон на самом деле очень разумный человек и что еще я уважаю джон занято что он может поменять мнение если достаточно на то причин то есть он не будет держаться за идею потому что он за эту идею держался вчера в очень профессионале на самом деле в этом плане то есть если джонс ну в чем-то сильно уверен ты приходишь им и даешь ему разумное объяснение почему он не прав то он скажет да я не прав у меня есть друг который играет которого я зову это сейчас вопрос тоже от зрителя с которого я зову уже пять лет в пасов excel играю каждую лигу зову каждую лигу его а он не идет потому что пояс слишком жестоко к новичкам то есть он заходит на сумрачное взморье вот эту стартовую локацию да где там хиллака надо победить и лакова убивает пять раз и он удаляет клиент пасов excel поменяется ли вот этот вот experience для нового игрока в пасов excel 2 более дружелюбным станет он или нет вы реально так считаете это реально практический опыт что и игрок реально заходит и реально гибнет на хиллаки а ну как же есть же статья стима где там 98 ну не ладно 90 но очень большой процент игроков удалили в первые 10 минут после установки ну это да это да но большинство игроков удаляют клиент не потому что показался слишком сложно просто потому что им по каким-то причинам не понравилась игра и так как игра бесплатно ее ничего не стоит установить и проверить существует очень распространенное мнение что по и сложены в нем очень много механики в них очень сложно разобраться и все такое но на самом деле я не считаю это настолько большим аргументом насколько его любят представлять так как большинство механик было я показываются более предоставляется игроку более-менее равномерно во время прохождения сценария то есть например тот же дал предоставляется только там в четвертом акте или как тот же инкарин тоже изначально игроку нету необходимости с ним взаимодействовать и специально так сделано что лиги которые усложняют игру ну или приносит какой-то новый контент они постепенно приносятся в игру я считаю что это очень важный аспект аспект будет гораздо в большей степени вы увидите в поед 2 то есть поеданы начинается как очень простая игра и сложность которой сложность не в смысле что сложно instant блоки делать сложность того что смысле взаимосвязи игровых механик будут открываться по время по мере прохождения а меня в чате поправили что не хилок всех убивает а ро вылез тых низинах локации вот где они разбегаются и сносят игрока как таран и ро нерфили столько раз что мне даже сложно уже вспомнить ро в 2008 году наносили больше урона относительно хэлф хп игрока к тому моменту на порядок их бафнули просто там их пару патчей назад был какой-то пост что мы переделываем монстров акта 1 потому что они морально устарели мы добавляем новые типы противников переделаем старых и вот теперь мы переделали ро урон их вырос там в пять раз и после этого ро просто как таран несутся на тебя и тебе сносят 80 процентов хп персонажа процента всего лишь 80 процентов раньше инстаки ляли только так вообще и нормально как-то было ребят если чё я тролли я не в команде балансеров к счастью как игрок рассуждаю раньше совершенно точно ро конкретно дизайнились таким образом вы можете сказать кто служил ну как кто сделан и ро это кенгуру может быть какие-то я не знаю но типа не разбегаются ябл 2 а это из ябл 2 какие-то монстры ну-ка до чате какие варианты есть от ветеранов сейчас подскажут наверное и zero а козерога вспоминаю другие типа противников еще козерога вспомнили в этом по ежке которые прыгают на тебя на урок говорят это колонны коровы страусы луркеры на кого они скелеты они геймплейную роль выполняют такую же как стиджи андолс в этом джоне мефисто большой борст урон и да они вполне могут убийцы на удара не дизайн лист таким образом чтобы то игрок мог погибнуть если не вкладывает достаточно хп не по достаточно дефенса потом конечно они это решение откатывали бафа ли нерфа ли много раз но изначально и криса виллсона да была такая идея что это нормально что рот я может завалить одного удара сейчас это конечно неприемлемо вопрос хороший на excel кони в 2019 году александр сказал что когда темплару хромовнику поменяют размер шеи это будет его личный праздник теперь кой один темплар остался таким же каким он и был то есть из-за того что разделили два клиента игры что он думает по этому поводу размер шеи это даже не самая большая проблема самая большая проблема что там пару левша и он лишь а не короче куча кода в бишке повыше существует только для того чтобы темплар был левшой так как у него риг зеркальным отражением является всех остальных ригом короче постоянно сталкиваемся с проблемами когда какой-нибудь эффект работает на всем кроме темплар ларапа и один разумеется ну да там темплар в по и 2 он будет более таким молодым свежим и обновленным но старый добрый дедушка с нами останется в первой части даже можно воспринимать такую ностальгию там был вопрос насчет консольных версий но мы немножко говорили типа что там все плохо с оптимизацией на прошлом поколении катастрофы с fps а кто-то же играет вас of xl на ps4 на xbox one ну на прошлом короче поколением видел я сам консолям вопросы не мне я не занимаюсь этим я тоже хотел сказать мы это сегодня выяснили то есть есть отдельная если человек команда который занимается переносом всех технологий и в общем они занимаются консольными версиями уже поэтому здесь вопрос ответить не получится я вам стараюсь давать перспективу хотя бы какую-то даже если я чем-то занимаюсь там тоже по оптимизации по опциям да но это настолько не моя специализация что я даже не могу вам дать как они пришли к тому чтобы добавить стрелковое оружие автоматы и пулеметы в пасов xl2 кто был этот человек спрашивает это было скорее последствием того что мы добавляем власт как лучше всего показать преимущество движения вас там тогда ты можешь бегать и стрелять разумеется с вас да можно также и мили комбо делать и все такое но лучше всего это показать с со скорострельным каким-то оружием дальнего действия ну какое скорострельно оружие дальнего действия что-то вроде огнестрела таким образом добавили я согласен что это немного как бы отход от канонического пана на огнестрел а я но видимо решили что он этого стоит есть вопрос на который который точно ну я заранее могу предполагать что александр не не сможет ответить но спрошу все-таки раз чат просят будут ли в пасов xl2 крутые синематики как диабло можно подмигнуть или там как-нибудь ну я вам могу такой ответ дать я вам рекомендую посмотреть сколько стоит разработка 1 секунды синематика как в диабло и при этом мы все равно вас сможем удивить хорошо вообще александр ваши отношения по поводу к синематикам важная ли эта часть игры и вот диабло всегда славился крутыми роликами мы сегодня вспоминали диабло 2 для своего времени были потрясающие видео вот эти между актами насколько это круто как бы и в целом как команда к этому относятся разработки дорого-богато хотелось бы но слишком затратно или конечно и дорога богата да ну смотрите представьте себе что если вы в диабло не было синематиков играл бы в него кто-нибудь да я думаю играл бы ну не было бы не было здорово конечно что они есть а представьте что были бы синематики и не было бы геймплея кто-то бы играл сомневаюсь поэтому в первую очередь игре должен быть интересный геймплей по крайней мере в игре нашего жанра если мы когда дойдем до такого состояния что у нас идеальный геймплей и нам некуда девать денег но может быть мы сможем купить такой снимать и как дьявола но исторически я думаю вы можете заметить что мы стараемся искать решение как можно получить то же самое но немного по-другому и не заплатить за это я здесь согласен на сто процентов но у нас чаще всего когда мы рассуждаем в комьюнити например на тех же подкастах с представителями сообщества многие сходятся на том что как будто бы в pass of excel нужен один единственный какой-то синематик при запуске игры и короче нужен какой-то синематик который можно выложить в сеть на выставку какую-то показать да там на и джен загрузить не знаю при входе в игру чтобы он показывался чтобы какой-то новичок который знакомится с игрой он посмотрел красивое кино вот это вот и потом уже такой ну все пошел за варвара играть настроился азарт вот этот боевой появился сейчас наваляю монстром как будто бы хочется чего-нибудь такого что хоть один ролик на хорошее рассуждение продолжайте рассуждать ладно ждем если честно мое мнение по этому поводу что новый игрок part of exile я считаю будет гораздо более заинтересован видео геймплея чем видео синематика ну видеоигрового процесса я кстати тоже отчасти согласен потому что иногда смотришь трейлер и там просто ноль кадров геймплея вместо этого красивые какие-то кадры но вот да это ерунда какая-то этим никого не удивишь сейчас мне кажется уже именно тогда и поэтому я считаю что в первую очередь нас должен быть если мы хотим заманить игроков на должен быть трейлер геймплея такое что блин я хочу это и потом уже если это есть мы сможем еще какой-нибудь лор протолкнуть например синематиками лечение такое или каких-нибудь персонажей показать синематике а что играют разработчики грандиангер games кроме серии diablo dark souls может если такое что кто-то увидел какую-то игру например какую-то индия и прибежал в офис не знаю волосы торчком типа люди смотрите смотрите игра просто мега класс там прорывная давайте все и вот вы потом неделю все обсуждаете в офисе какую-то игру или там или с точки зрения геймплея или с точки зрения как там реализованы какие-то штуки все играют поголовно то есть было ли такое вообще когда-нибудь и к если дату как головная помню только elden ring когда elden ring вышел все играли ладони чек помню когда monster hunter world выпил все играли монстр хантер world больше и здесь еще помню все играли тоже поголовно но это спонтанный достаточно процесс потому что офисе собираются люди которым нравятся игры такого жанра но и так получается что когда выходит новая игра такого жанра в нее все играют вопрос хватит ли знаний майя для разработки визуальных эффектов нет знаний майя хватит для моделирования для разработки визуальных эффектов нужны специальные скиллы разработки визуальных эффектов если честно bfx это пожалуй единственная область которой в россии не учат и это единственная область которую на фундаментальные знаниях самому даже не вытянуть если честно я даже не знаю как в россии научиться делать vfx по туториалам конечно как-то но интересно очень интересная область одна из моих любимых но к сожалению конкретно вот этому научиться самостоятельно научиться в россии достаточно трудно как в офисе к как в команде разработки игры относятся к vr-технологиям вообще насколько верно слуху сейчас или он понемножку затухает вот именно то есть понятно отношение потребителей юзеров к ним к этому продукту вот как сами разработчики вверх технологиям сейчас относится и как то есть как какая-то что закрепили никакого отношения никогда не было ну просто нам это неинтересно ну насколько я вижу мне неинтересно моим знакомым неинтересно пасов excel vr не ждем короче уже людей там идея что вот я буду в поэт 3 бегать с мечом шашкой на голову бить мобов это кстати не значит что у нас не будет вверх матов excel это значит что есть людей с которыми я общаюсь интересно понятно да что тут мы за всех сказать не можем ничего нельзя исключать в будущем а если какая-то фишка по и 2 про которую не надо сейчас как бы спойлерить говорить то есть инсайды как бы не нужны но вот которую еще не показывали но она взорвет всем мозг просто ну или маленькая какая-то и может быть юзерфренды какая-то штука или может быть какой-то вид геймплея дополнительный я считаю что самые важные фишки которые были вот такого плана это вас управление и паузы на сервере и обе эти фишки спойлернули как раз за последний месяц то есть если бы у нас подкаст был месяц назад я бы сказал да сейчас такого масштаба фичи очень много кич не такого грандиозного штаба есть есть несколько еще рыбалка будет в поеду подтверждена там был вопрос на тему журнала смерти в общем я не знаю александр сможете ребят смотрите смотрите интервью с джонатан почему не задаете столько вопросов которые джонатан отвечал плохо значит смотрели они еще раз они видели они надеются что сейчас что-то изменится просто джонатан однозначно дал понять что этого не будет в пасов excel а никто не понял вот мы смотрели с чатом никто не понял почему до сих пор мое предположение такое что логи смерти они как бы так сказать то есть это слишком не знаю геймплей превыше всего как бы позиция то есть как будто бы позиция разработчика такая что игрок должен как будто бы визуально понимать что его убила они какие-то цифры видеть и тип урона противника или что такое не знаю то есть это какая-то такая позиция смотрите должен ли игрок видеть тип урона который ему наносят ну в идеале да но поможет ли ему видеть тип урона, который мы нанесли в последние секунды его жизни. То есть, если у вас персонаж живет, скажем, 50 часов, и из ваших 50 часов вы видите, какой урон вам нанесли за одну секунду, но это как-то не очень информативно. То есть, было бы здорово, если был какой-то способ видеть, какой тип урона вам наносят. Но это не спасет ситуацию. Ситуация, проблема в том, что если я не понимаю, какой тип урона мне наносят, то если я уже мертв, то это не спасет ситуацию узнать, от чего конкретно я умер. Я хочу, чтобы у меня был способ видеть, какой мне урон наносят во время того, как я живой, а не во время того, как я мертв. Здесь немножко как бы дополню. Тут чаще всего речь идет о том, что вот, например, меня что-то убило в пое, и я не понял, что. Ну, это часто происходит. У кого-то, ну, кто-то лучше понимает, что его убило. Человек с опытом играет. Новички, скорее всего, вообще не понимают. Ну, вот, например, прихожу я на Катарину, главу синдиката. Она меня берет и убивает своим слэмом. Вот у нас в чате ко мне приходили люди, которые говорили, Юра, почему ты не собираешь хаос-резист? Хаос-резист очень важен. Я перебью, я прекрасно понимаю, в чем проблема. Я считаю, это очень большая проблема. Если босс атакует атакой, которая тебе сносит 90% хп, и у меня не возникает однозначного ощущения, какого типа это был урон, это плохо. Значит, что мы плохо реализовали этого босса? Я считаю, что у любой атаки, которая выносит существенный объем хп, должно быть очевидно, как от нее нужно было защищаться. Я считаю, что боссы, вроде китавы, вроде шейпера, очень плохо доносят информацию о том, как от них защищаться. Потому что, да, у них VFX выглядит, как бы, они узнаваемы по своим VFX, но по этим VFX непонятно, какого типа элементальный урон они наносят, и в игре, которая предоставляет настолько большой контроль, если у игрока есть возможность защищаться от конкретного элементального урона, я считаю, что необходимо, чтобы в этом был какой-то смысл. Я считаю, это большой проблемой. То есть, тогда либо элементальный резистанс не имеет смысла разбивать на отдельные резистансы, тогда просто какой у тебя максимальный резистанс, такой и есть максимальный резистанс. Либо каждый босс должен иметь какие-то более-менее предсказуемые, предсказуемый тип урона по своим атакам, чтобы имело смысл собирать гирб от конкретного босса, но я сомневаюсь, что это кто-то будет делать. То есть, да, это однозначно проблема. Я сомневаюсь, что эту проблему можно решить, показав игроку экран смерти, чем его убил. Ну, тут как бы спорные штуки. Тут можно, понятно, долго спорить и рассуждать. Виднее, наверное, геймдизайнерам, как это правильно сделать и показать. Игроки однозначно голосуют в общем и целом. Мне кажется, если сделать опрос, то там 95% проголосуют, да, добавьте журнал смерти, чтобы я в следующий раз, когда иду на этого босса, я понимал, да, там, что дамажит, что бьет или там конкретный моб меня убил какой-то. Что это некий элемент обучения, да, чтобы я в следующий раз был более готов к этому. А сейчас я как будто бы не особо обучаюсь, потому что я ничего не понимаю. Смотрите, ПОЕ сейчас находится, ПОЕ-2 сейчас находится на этапе, когда вопрос стоит не на уровне добавлять нам экран смерти, чем меня убил или не добавлять, а на уровне оставлять нам резистансы или нет. Да, тут нечем крыть. Будет у нас шанс блоков ПОЕ-2 или нет? Наносят боссы элементальный урон или нет? Понимаете? То есть другого совершенно уровня вопроса обсуждаются. Про поддержку широкоформатных мониторов вопрос. До сих пор нет поддержки ультравайт мониторов, там 32 на 9, по-моему, вот это вообще проблема какая-то обсуждается в стане разработчиков или никто особо не занимается этой темой? Это проблема у Криса Вилсона широкоформатных мониторов. Да, если честно, это проблема, на которую у нас просто как-то не хватает ресурсов, чтобы ее решить. Тут еще проблема интерфейса. Я не знаю, почему Крис до сих пор не поставил задачу номер один, это исправить, чтобы босс компании был доволен всем. Тут же еще вот эти шары маны и хп, они расположены в двух разных углах этого монитора, и просто невозможно. У меня вот так вот голову поворачивается, чтобы там посмотреть, да, что происходит. Я поэтому, кстати, ультравайт монитора не покупаю, я просто у других видел, как это работает. А вообще, касаемо этого, по поводу монитора понял, есть ли какая-то вероятность, просто вот так, если ответить, что поменяют интерфейс Passive XL2? Потому что игроки очень сильно удивились, вот у нас просто все ошарели, когда увидели, что в XLCon 2023 интерфейс остался практически тот же самый, который нам показывали два с половиной года назад, там во время анонса Лиги 3.14 ультиматум. То есть вот это опять, это банка хп маны в разных углах, вот эта длиннющая полоска опыта, статусы отрицательные в верхней части экрана, все это вот так невозможно отслеживать. Понятно, что это как будто прерогатива совершенно других разработчиков, но вообще ведется ли какие-то дискуссии на этот счет? Или, скорее всего, не стоит ждать? Я вам так скажу, у нас недавно наняли русского UI-художника. Так, ладно, надежда есть в нашем сердечке тогда. Будем ждать, будем ждать. Посмотрим, что в бете успеют сделать. Показать нам. Касаемо бета-теста и вообще выхода по E2, есть ли какая-то там был вопрос, есть ли какая-то функция, вещь, визуальная составляющая, за которую Александр больше всего переживает, как она себя покажет, когда вот бета-тест выйдет? Не знаю. То есть, например, какая-то технология, что-то, что может не так хорошо работать изначально. Ну, меня больше всего волнует, что у нас может не хватить времени вернуться к областям, которые мы уже разработали, для того, чтобы привести их в какой-то божеский вид. Потому что у нас основная цель сейчас это сделать контент, а потом уже мы будем его причесывать, грубо говоря. И вопрос в том, хватит ли у нас времени все причесать, грубо говоря. И если ответ нет, у нас не хватит времени на эту и эту область, то результаты могут варьироваться от того, что у вас будет 20 фпс в этой области и заканчиваясь тем, что там, я не знаю, монстры не будут спауниться или еще что-нибудь ужасное. То есть это вполне реально, что к какому-нибудь бета-тесту у нас будут известные области, на которые мы скажем, да, у нас просто не хватило на них времени. И все равно придется устраивать бета-тест. Ну, бета-тест это бета-тест. Сначала будет закрытый бета-тест, потом открытый бета-тест. Непонятно, когда релизная версия Passive XL2. Я не знаю, есть ли там дедлайны какие-то у вас в плане там выпустить в 24-м году хоть разбейся в лепешку, но выпустить не тут вы, наверное, сами до конца не уверены. Не знаю. Нет нет комментариев об этом поводу. Да. Я понимаю. А будет ли при перекатах по земле намокать одежды персонажа, покрываться инием, грязью, кровью монстров и насколько это физически правильно будет работать вообще, если такая штука? Ну, иди интересная. Пока мы что-то об этом не задумывались, возможно, имеет смысл. хорошо. Какой саппорт пак нужно купить для того, чтобы получить доступ к бета-тесту по E2? Не могу вам сказать, ребят. Не ко мне вопрос. Думаю, когда будет бета-тест, мы все очень назначено объявим. Да, там очень много вопросов просто таких. Я, как бы, заранее тоже, да, понимаю, что ответ очевиден, по-моему. В общем, пока надо, скорее всего, ждать анонса 3.24. Скорее всего, мне кажется, при анонсе следующей лиги на заодно могут рассказать подробности по вступлению и подаче заявки на участие в бета-тесте Pass of Excel 2. Окей, не знаю. Я, как будто бы по всем вопросам прошелся. Мне немножко жалко Александра, потому что, по-моему, там 3 часа ночи уже в Окленде в Новой Зеландии. Нормально, я обычно ложу часов в 6. По выходным? Или вообще? Вообще. А, такой график работы бы у вас в офисе, просто я подумал, что можно... Ночные смены. Давайте, если есть какие-то интересные вопросы, ребят, еще раз. Уделяется ли внимание погодным эффектам дождь, ураган с грозами, метель, песчаные бури и, опять же, насколько это правильно физически будет работать. В смысле? Да, 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 вот что, если... в П1 мы особо не ждем уже, скорее тут на вторую часть расчет, чтобы сцены были разными. То есть, ты заходишь в одну и ту же локацию, сейчас там идет дождь, а в следующий раз там гроза какая-нибудь, с метелью? В П1 философия была такая, что вы, например, никогда не... у нас никогда не было смены дня и ночи. Можем мы реализовать смены дня и ночи? Конечно, можем. Почему мы не реализуем смены дня и ночи? Потому что один и тот же тайлсет вы можете увидеть, например, 1-1-1, как это называется, Twilight Strand, стартовая локация в П1 Act 1, и потом вы видите ту же самую локацию в Act 6, где та же самая локация, а что из ней изменилось? Солнышко светит. Да, светит солнышко. То есть, мы можем одну и ту же... Идея была в том, что мы можем один и тот же тайлсет использовать в разных условиях, и он выглядит как разный тайлсет. Собственно, идея была в том, что мы можем делать карты, мы можем делать эндгейм-контент, который выглядит по-разному в зависимости от environment. То есть, новый environment сделать легко, 5 минут, и хоп, область, которая выглядит по-новому. А если бы в Twilight Strand менялось время дня, то он бы не выглядел таким же новым, таким же свежим. Такая философия была раньше. Сейчас такое чувство, что она может начать меняться. Поэтому не могу вам сказать. Может быть, мы начнем динамические динамическую погоду вводить, но причина совершенно конкретная, почему мы этого не делали. Окей. Когда-то, тоже вопрос с чата, когда-то Александр добавил очень-очень крутой эффект горящей травы при применении огненных способностей. То есть, когда вот там что-то поджигается и трава горит после этого. есть ли какие-то подробные подобные эффекты еще или планируется ли сделать в Passive XL2, может быть, когда, в общем, окружение взаимодействует со скиллами игрока? У нас есть идея сделать то же самое, только нормально. Это была одна из моих ранних питч, которые я сделал очень так, сверху пришлепнул. Сейчас мы будем делать то же самое, только как полноценные системы, которые смогут более интересным образом взаимодействовать. Тут уже вопросы в духе Divinity Original Sin. Не знаю, удавалось поиграть или нет, когда там облако яда, туда пускаешь огненную стрелу. Моя любимая CRPG. Да, и вот вопросы в чате уже в духе взаимодействия в общем разной стихии, когда там одно поджигается, другое шокирует, воду смешало там с холодом, все замерзло. Мы же уже вроде бы рассказывали рассказывали же в трейлере про это. В трейлере с Ваздом. Не видели разве, как они гранаты с маслом поджигали? При переключении, да, там можно поджигать масляную гранату, она горит, там потом можно стрелы замораживать там землю, чтобы ледяная земля была, монстры там что-то. Я думаю, вы сами можете заметить то, что в ПВЕ 2 гораздо больше акцент делается на взаимодействии скиллов. То есть, каждый скилл надо смотреть не как он в изоляции от всего остального себя показывает, а как он взаимодействует со всеми остальными. Я считаю, это очень интересное направление, потому что комбинаций скиллов гораздо больше, чем скиллов. так ведь? То есть, идеи, что можно с ними сделать, соответственно, больше, чем разных скиллов. Вопрос тоже с чата. Есть ли какой-то, ну, даже от меня можно сказать, тоже хотел его задать. Есть ли какой-то вопрос, на который хотелось ответить, а его сегодня так и не задали? Такое часто бывает, когда на подкасте ждешь, что спросят чего-нибудь, а мы что-то не спрашиваем и не спрашиваем, не спрашиваем и не спрашиваем, что мы что-то забыли. Я надеялся, что вы больше вопросов зададите, про ПОЕ-2 зададите. Ну, потому что я сейчас в большинстве своем работаю над ПОЕ-2 и меньше над ПОЕ-1. Ну, здесь мы еще позадаем, наверное, сейчас в чате какие-то вопросы полетят, сейчас быстренько блицом каким-нибудь. Там, просто я объясню, почему так, потому что ПОЕ-2 сейчас во многом воспринимается игроками как нечто полу-мифическое из будущего, с чем мы пока не имеем дел, да, а здесь и сейчас, я думаю, 90% зрителей, они играют прямо сейчас в ПОЕ-1, и как бы это их любимая игра, то есть ПОЕ-2 они еще не успели полюбить, ПОЕ-2 еще их любовь нужно заслужить будет. Многие вообще там пишут гадости всякие на тему, что ПОЕ-2 вообще испортили, динамика не та, сражения не те, буду дальше бахать. Это нормально. Вполне не исключает ситуация, когда некоторым игрокам не понравится ПОЕ-2, именно по этой причине мы будем поддерживать ПОЕ-1 после выхода ПОЕ-2. Если я часть вопросов не задал, кстати, там в чате я тоже зрителям говорю, то скорее всего этот вопрос был сегодня, и мы чуть раньше уже на него ответили, такое возможно. Запись подкаста останется на Ютубе, поэтому если вы пропустили, вы сможете просмотреть. Про порог вхождения в ПОЕ-2 мы говорили, да, сегодня, что более плавный он планируется, что постепенно будут вводиться контент, чтобы игрока не выкидывало сразу 10 механик лиг. Останется ли лайк? Смотрите, ребят, по поводу вхождения в ПОЕ-1 просто настолько много механик сейчас. В ПОЕ-1 сейчас больше механик, чем скорее всего будет в ПОЕ-2 при лаунче, так ведь? Поэтому за примерно одно и то же время прохождения в ПОЕ-1 нужно игрока познакомить с большим количеством механик, чем в ПОЕ-2. Поэтому хотя бы по этому игроку будет проще начать. По поводу переноса покупных микротранзакций, ну, внешек вот этих вот шкурок, много вопросов было, люди переживают, как бы, ну, понятно, что пообещали все перенести, вот, люди переживают за что? Что, точнее, даже надеются на что? Что при переносе купленных предметов во вторую часть клиента есть опасения, что эти внешки будут такими же квадратными, как они выглядят сейчас в ПОЕ-1. То есть, что не будут перерисованы текстуры, модели, эффекты и так далее. И новые предметы в магазине, они будут намного красивее. То есть, планируется ли обновлять модельки старых шмоток? Не уверен. Ну, смотрите, представьте себе, что вы купили в 2010 году какой-нибудь шлем с рогами, да? Рога 2010 года, с углами 2010 года и текстурами 2010 года. Представьте себе, что в 2024 году какой-нибудь программист графики на них смотрят, такие, ребята, что у вас текстуры такие отстойные? Давайте их сделаем нормальные PBR текстуры. Он говорит с художниками, обновляет текстуры, выглядит в 10 раз лучше, очевидно. Разумеется, найдется хотя бы одна сотня владельцев этих рогов, которые скажут, ребята, я эти рога покупал. Почему? Потому что они с углами. Потому что они со страшными текстурами. Зачем вы мне пытаетесь обновлять то же? Зачем вы пытаетесь мне давать то, что я не покупал? Ну, вы, возможно, недооцениваете количество в общем backlash от подобных действий. То есть многие игроки очень привязаны конкретно к той версии микротранзакций, за которую они заплатили. Серьезно они это говорят или не серьезно, но это очень обоснованная претензия, что если я купил такой-то MTX, то я купил такой-то MTX, а не какой-то другой. Ну, звучит... Будем ли мы обновлять... Будем ли мы обновлять их для ПОЕ2 эксклюзивно? Не могу вам сказать. Я не знаю. Но я могу вам точно сказать, что любые изменения к MTX, к существующим, это вообще процесс по сложности сопоставимый с обновлением плеер-скиллов. Другой способ сказать, что это очень сложный процесс. Ну, в любом случае, я думаю, все, что куплено было игроками за последние пару лет, оно уже с оглядкой, скорее всего, на ПОЕ2 создается. То есть, там не такое все квадратное. У нас новые MTX, они сделаны по гораздо более высоким стандартам, чем многие ассеты там ранних актов особенно. Так, коротко отвечу на вопросы из чата, потому что тоже уже понятно, что, в принципе, про ПОЕ Мобайл ничего мы сказать не можем. Будут ли отдельные лаунчеры для ПОЕ1, ПОЕ2? Скорее всего, я так понимаю, что мы еще до конца не уверены, как это будет реализовано. Наверняка будет общий лаунчер, и можно будет кнопку 1-2 нажать, поиграть и в то, и в другое. Будет ли русский язык в Passive XL2? Я думаю, что да. Надеюсь, как бы предпосылок можно сказать, ребята. Предпосылок Скорее всего, да, но когда, я не знаю. Возможно, чуть задержкой. То есть, может быть, в бета-тесте там... Это не потому, что к русскому языку могут плохо относиться, а скорее всего, просто там может также не быть локализации на немецкий язык, на французский, итальянский, испанский и так далее. То есть, потому что банально они могут не успеть какие-то вещи перевести и сделать. Не могу прокомментировать. Будет ли питомец, который собирает лут? Нет. Останется ли Light Radius в PoE 2? По-моему, да. Но это Джонатан в последнем интервью как раз отвечал на этот вопрос, но он будет по-другому работать, насколько я знаю. По поводу Pickup Radius тоже Джонатан все рассказывал. Давайте, ребята, надо пересматривать. Pickup Radius поднимется в два раза, насколько я помню. Что по Passive Building в PoE 2? Опять же, ответил Джонатан. Он сказал, что сами разработчики поддерживать эту программу не будут. Возможно, в комьюнити по-прежнему, я так понимаю, будут делать. Не, у Джонатана не такая была идея. У него была идея, что Passive Building не будет встроен в PoE 2. или аналог Passive Building не будет встроен в PoE 2. Причина заключается в том, что у нас нет цели, чтобы новый игрок, когда стартует новый персонаж, загрузил билд, и потом этот билд для него автоматически продвигался. Нету такой цели. Ну, да, это не очень интересно выглядит в плане геймплея, когда... Также у нас нет цели иметь превью для нового персонажа, как этот персонаж будет выглядеть на 99-ом левеле со всеми юниками. Потому что если у вас есть возможность сделать превью персонажа с HeadHunter, тогда у вас не будет особого интереса тропать себе HeadHunter. Может, вы уже натестировались. Хочу научиться в FX, с чего начать. Но мы сегодня вроде в целом обсудили как бы общие рекомендации и дали в начале самого подкаста. Посмотрите, пожалуйста, в записи про торговлю. Пару советов конкретно по VFX. Сейчас меня озарило. Имеет смысл изучить... Во-первых, разберитесь с шейдерами. ShaderToy.com Очень полезный навык. Если вы умеете писать шейдеры, то вы можете пойти в программиста графики в каком-то... в какой-то области или перекочевать VFX оттуда. То есть изучайте шейдеры. ShaderToy.com очень полезный ресурс для того, чтобы разобраться с тем, как работают шейдеры. На следующем этапе разберитесь, возможно, с одними существующих движков Unity либо Unreal. Скорее всего, контора, в которой вы пойдете, будет пользоваться либо одним, либо другим. Ну, если вы не планируете к нам, конечно, у нас свой движок. Но если вы умеете пользоваться частицами или VFX, Unreal или Unity, то мы вас переучим на свой. Хороший вопрос из чата. Будет ли... Не хочет ли Александр развивать дальше свой YouTube-канал в плане общения с комьюнити, может быть, какие-то стримы, там, не знаю, как-то больше общаться со зрителями? Ну, вообще, насколько это интересно или не хватает категорически времени на это времени? И, может быть, появятся такие планы в будущем? Просто я напомню, ссылочка на канал Александра в описании этого стрима будет и в записи в том числе. Да, вы можете подписаться и как бы следить. Есть ли какие-то планы или, может быть, они появятся в будущем? Какие-то вещи? Ну, смотрите, ребят, у меня канал, я организовал себе в целях в основном документации, как бы я его как лог веду, чтобы потом можно было посмотреть, чем я занимался в 2024-м. То есть, для большинства проектов, которые я делаю, если мне не лень, я сделаю небольшую демку и публикую ее как видео на YouTube. У меня нету цели собрать себе зрителей. Но, если кому-то это интересно, здорово, если нет, ну, нет. В основном канал для себя веду. Однако, если у вас есть какие-то вопросы или вы что-то хотите узнать по поводу видео или даже не по поводу видео, но по поводу смежной темы, оставляйте мне комментарий, я стараюсь на все комментарии отвечать. Да, главное, не оставляйте в комментариях ссылки на что-нибудь. Потому что... Юрий у меня пытался оставить комментарий со ссылкой и его зашедовбенили на YouTube. Получил шедовбен. Легендарный. Будет ли Headhunter в PoE 2 по-моему подтвердили, что будет? Будет ли примерочный гардероб для того, чтобы посмотреть, как выглядят покупные предметы на персонажа? По-моему, в последнем интервью Джонатан подтвердил, что будет, если я ничего не путаю. Да. По поводу визуальных эффектов, таких спрашивают на тему, будут ли реализовывать новые эффекты стихи земли, воды, воздуха, какие-то экзотические эффекты на персонажа? Может ли персонаж трансформироваться в демона или вампира? В Path of Excel 2 вот такие даже вопросы есть. Я не знаю, на что-то можно сказать? по поводу новых элементов я вам могу сказать, что если мы добавили бы, например, новый элемент какой-нибудь там, я не знаю, элемент земли, то есть, получается, мы добавляем новый элемент, добавляем новый резистанс, добавляем новый increased earth damage taken, reduced earth damage taken, короче, это жутко экспоненциальный рост, то есть, добавление новой стихии это очень инфраструктурно проблематичное начинание, однако, это не значит, что этого не будет, я вам просто хочу сказать, что это очень большие последствия с собой ведет, и если мы решим это сделать, то для этого должны быть очень серьезные предпосылки. Однако, добавить трансформацию в демона, например, ничего не стоит, то есть, если у нас уже есть трансформация в медведя, то трансформация в демона это тот же самый скилл, просто с новыми ассетами. Я что-то подумал, как будто бы можно что-то такое для ведьмы придумать, например, как идея метаморф, ну, не знаю, там, вот как в Варкрафте мы сегодня вспоминали, что там можно превратиться, чернокнижник, по-моему, может превращаться в какого-то такого демона тоже, почему бы и нет? У нас, если есть целый архетип шейпшифтера, то есть, с целыми, со своими статами, со всем, то есть, все для этого уже сделано. Вполне логично предположить, что мы его используем по максимуму. Если для этого уже сделана вся инфраструктура, да, то какой нам смысл этой инфраструктурой не пользоваться? Такой вопрос, кайфанул ли кто-то из разработчиков от открытого мира в Diablo 4 и нет ли такого, что вы теперь смотрите и локти кусаете, что в PoE 2 открытого мира нет и вот как хорошо в Blizzard, а мы не можем. Я бы вам сказал, что мнение одного из наших важных разработчиков, это что, если взять любую игру в Open World, любую хорошую Open World игру и сделать ее не Open World, она станет лучше. Возможно, кому-то Open World Diablo 4 понравился, но я не припоминаю особо, чтобы кому-то это понравилось, как сама концепция. У нас было очень много интересных идей по поводу того, чтобы сделать Лигу с какой-нибудь картой, которая бы генерилась вокруг игрока, например, когда он держит или что-нибудь в этом духе. Да, это было бы классно, но это технологически трудно. Но конкретно по поводу того, как это сделано в Diablo 4, я не уверен, чтобы кто-то был прямо от этого в восторге настолько, что рад, что мы так не можем. Ну, я здесь согласен. В принципе, кстати, Близзы, по-моему, сами уже немножко отказались от этого концепта, потому что они сейчас сделали мгновенное перемещение по этому открытому миру из любой точки в любую. То есть, сейчас уже на конике скакать там по открытому миру, изучать его смысла нет. Сейчас везде просто телепорт. В чем смысл делать open world, если все равно можно телепортиться? Они сломали этот концепт начисто просто. Я тоже не понимаю, но, видимо, получили фидбэк от игроков, что мир пустой, скучный, и решили, ну ладно, тогда телепортируйтесь по нему. В общем, как-то так. Это очень дорого такие ошибки совершать. Да, теперь у них огромный мир, но они вторично могут те же самые ассеты использовать, тайлсеты, вот эти вот, данжи рисовать. Просто это значит, если у них движок может делать открытый мир, это значит, что есть N вещей, которые он из-за этого не может делать. Могли бы пустить что-то другое, опять же, ресурсом. Нет, например, вам могу дать, То есть, значит, так как у них открытый мир, это значит, что они, например, не могут сделать систему с... которая бы основывалась на рандомной генерации тайлсетов, потому что у них уже, если движок заточен на статический контент, который сделан в build time, это значит, что он у них, в принципе, уже не может работать с контентом, который генерится, ну, в той или иной степени. Подобного рода ограничения они накладывают, делая такой выбор. Ну, кстати, это заметно, когда их подземелья посещаешь, они там 2-3 вариации на каждый данж и все. То есть, оно не генерится случайным образом, а выбирается из пачки, заранее собранных, судя по всему, уже там. Да. Спроси про аукцион в P2, но мне кажется, Александр точно про аукцион не должен рассказывать. Я не знаю, мы можем с позиции игрока спросить, торговля в P2, насколько аукцион было бы здорово иметь, или наоборот, вот личное отношение с точки зрения пользователя. Вы задаете этот вопрос игроку, который выталкивал SSF с первого дня, как он присоединился. Вот кого поблагодарить надо. Спасибо большое. Я самый большой фанат SSF режима, мне кажется. Я в P2 еще до того, как в режим присоединился, всегда играл на SSF. И для меня режим SSF, когда его добавили, стал просто... теперь это официально. Поэтому я понимаю, что не все игроки играют таким образом в P2. Люди пользуются аукционом, это нормально. Но у меня нету по этой теме никакого мнения, и я не знаю, что по этому поводу планируют играть на SSF. Пробовал ли Александр беспощадный режим Raffles, тот самый? Нет, я не пробовал, но мне нравится эта идея. Мы попробовали, попробовали, решили, что мы пока... Какое у вас мнение? Ну, пока мы еще не настолько, так сказать, познали все на свете, чтобы играть в этом режиме. Ну, в общем, мое мнение, если серьезно, да, я запускал приватную лигу, я не смог. Спустя какое-то время я просто дропнул, находясь на картах, я просто опять в очередной раз с T7-карты свалился до T1, то есть просто у меня остались так карты только первого тира, и я понял, что я вообще не могу прогрессировать, то есть это... Ну, режим есть плюсы, есть минусы, в том плане, что мне нравится, когда меньше лута, когда каждый выпадающий предмет имеет огромное значение, то есть это реально неописуемый восторг, когда вам падает рарка какая-то, но вот этот желтый предмет, редкий, и ты просто ликуешь, потому что у тебя все слоты синие в седьмом акте, то есть ни одного редкого предмета, и ты просто вау, нереально, или кольцо какое-нибудь выпадает, потому что слот пустой вообще. С этой позиции все классно, но вот я был доволен ровно до момента, пока я не начал атлас прогрессировать, потому что атлас, он просто стоит на месте, и надо очень-очень много гриндить, чтобы выбить, все-таки закрепиться на этом атласе все-таки, и спрогрессировать куда-то там дальше в эндгейм, в общем, тут были трудности, и по итогу сложно сказать, наверное, цифры рассудят, опять же, разработчики ведут статистику на тему там онлайна какого-то в этом режиме, сейчас понятно, что энтузиазм игроков поугас немножко на тему беспощадки, не хотелось, чтобы забросили как роял в свое время, потому что был еще роял, режим королевской битвы в пое, он просуществовал там что-то три месяца, его потом удалили и все, больше не вернули. Его вообще-то реализовали как April Fool's. Ну откуда? изначально. Он всегда не вздумывался как серьезный режим. April Fool's на неделю или что-то такое было, а потом его через несколько лет повторно запустили, вот год назад или полтора года назад, или два уже прошло, и что-то как-то поиграли-поиграли и забыли. Может, ну как ивент хоть будут запускать иногда? Некоторые скучают. Battle Royale его очень дорого поддерживать. Это очень большая нагрузка на сразу несколько систем движка. То есть, там, грубо говоря, выбор стоит. Мы поддерживаем, мы либо продолжаем поддерживать Battle Royale, либо мы разрабатываем контент. то есть, это не то, что просто кому-то было лень запустить ивент. Нет, это не так просто. Я думал, с точки зрения поддержки инфраструктуры серверов это было дорого, но тут еще получается и с точки зрения разработки это непростая задача. Там сразу с нескольких аспектов это дорого. Это дорого с точки зрения хостинга, это дорого с точки зрения поддержания функциональности движка, чтобы он мог такую гигантскую локацию в таком режиме генерить. Ну, короче, там сразу несколько было технических вопросов, из которых это не так-то просто. Это возможно, но это как бы шутка пережила 1 апреля уже достаточно далеко на тот момент, и это было не так твердо. Камера в Passive XL2 будет так же висеть под таким же углом в изометрии над игроком, или там чуть-чуть что-то поменяется? Высота может быть? Вы же видели. Ну, видели, но такое ощущение, что мы не понимаем, короче, вот можно ли колесиком мыши отскроллить, насколько далеко или близко к персонажу. Например, в PoE 1 нельзя приблизить камеру, чтобы морщинки на персонажа посмотреть. Например, когда ты заходишь в Diablo 4, там безумная детализация персонажа в меню, да, там, смотришь ты на этом варваре, видишь там капли пота, вот это вот все. А в PoE 2 ты не знаешь, можешь ли ты посмотреть это близко или наоборот супер далеко. Эти ассеты все в Diablo 4 сделаны для того, just in case они покажутся в синематике. Представляете себе, сколько стоит разработать ассет с текстурой, например, 1К или с текстурой, там, 8К. То есть, грубо говоря, все ассеты в Diablo 4 сделаны на всякий случай, если этот ассет будет фигурировать в синематике. Но неудивительно, что вообще Blizzard столько этих батл пассов пытается продать, неудивительно почему, да, мы сегодня уже обсуждали. Надо отбивать инвестиции. Это очень... Как бы колесико зума подразумевает не просто то, что у вас камера будет зумиться, а то, что у вас ассеты будут смоделированы с учетом того, что камера может зумиться. То есть, в PoE, например, многие тайлы, которые... Например, город, который вы наблюдаете с одной стороны, у него может просто не быть задней стенки. И на самом деле многие ассеты сделаны таким образом, что если бы вы на них сзади посмотрели, то вы бы увидели, что у них просто сзади пустота. Потому что в целях оптимизации они просто не рендерят задние стенки. И точно так же с детализацией. Многие ассеты, если приблизиться, они будут очень плохо выглядеть. Однако, в PoE 2 это может поменяться. Хотел бы, Александр, я думаю, там есть несколько интересных моментов, которые, если вы посмотрите потом в ретроспективе на сегодняшний подкаст, вы смотрите, вы скажете, а, вот он что имел в виду. То же самое, кстати, по поводу демонстрации геймплея приспешников. Там очень много вопросов в чате про миньонов. Сказали, что покажут ближайшие демонстрации игрового процесса. То есть, вот будет, когда следующий ролик, я так понимаю, с демонстрацией геймплея PoE 2, там будет ведьма с приспешниками, скорее всего. Насколько я Джонатан понял. Что-то очень много вопросов. Джонатан сейчас много обсуждает миньонов, я слышал, по этому поводу. То есть, велика вероятность, что они что-нибудь придумают. Хотелось бы, вопрос с чата, хотелось бы Александру играть, чтобы была возможность выбора гендера в Pass of Axial мужской и женский персонаж на одном классе. Вообще, насколько это крутая идея. Изначально, может быть, на этапе концепта обсуждалось ли, что такое можно сделать в Pass of Axial или сразу отсекли? Если честно, у меня большие проблемы с тем, как у нас текущий план вообще по поводу персонажей. То есть, в PoE1 6 персонажей плюс Cyan. В PoE2, если вы посчитаете, 12. Вы не верно говорили по этому поводу. 12. Да, 12. У меня лично проблема с тем, что если есть 12 людей, я выбираю одного из 12, это... Я не считаю это нормальным. Я считаю это... Нет, немедленно ассоциируется с файтинг-играми, знаете, с какой-нибудь Taken 3, где 40 квадратиков с портретиками, и одного из них выбираешь. Выбери своего покемона. Пикачу, я выбираю тебя. Мне вообще такая концепция, если мне нравится. Мне кажется, нам нужно что-нибудь Ну, может быть, как сайен в свое время, чтобы надо было открыть, анлокнуть, там как-то что-то пройти в компании, появляется другой персонаж. Ну, чтобы изначально у костра, допустим, 6 персонажей сидело при выборе первый раз классов. Ну, как-то так, не знаю. Даже если ты уже всех заунлочил, то к такому моменту я не представляю себе экран выбора персонажа в Path of X, а с 12 людьми. Может, это, конечно, моя проблема, но мне почему-то не нравится. Мне хочется надеяться, что мы что-нибудь более интересное придумаем. Ну, да, мы помним изначально, как выбирался персонаж в демонстрации 19-го года, когда их всех на виселице держали, а потом просто скидывали. И что-то будет 12 человек на виселицах, что ли? Че смеяться-то? Не, это было суперкруто. Я не знаю, сейчас так персонаж выбирается или нет в игре, как бы, при создании, но тогда все аплодировали, когда увидели, как это реализовано. Нет. Было красиво. Мы сейчас, насколько я знаю, ну, тот экран все еще есть, но... Но... Ну, короче, разработка ведется таким образом, что нам не нужно делать экран выбора персонажа, чтобы тестировать новых персонажей, думаю, сами понимаете. Ну да, да, понятно. В общем, это задача второго порядка уже, или даже там третьего потом. В общем, да, по поводу редактора внешности, судя по всему, не ждем пока что. То есть у нас для этого предметы есть, чтобы кастомизировать персонажа, а саму внешность, типа цвет волос рейнджер, сделать другой, такого пока нет, насколько я понимаю. По этому поводу пока информации нет. Не, да, нет, лично я считаю, что это странно и не особо нужно, потому что мы все равно не видим персонажа под всей броней, которую он носит, но если сделают, то сделают, как бы, в принципе, почему бы и нет. Это неплохо. Я вам не могу просто рассказывать про то, о чем еще не говорили публично. Да, ну, в общем, все все поняли. Если такое что-то есть и через период такого нет, то я просто не могу сказать. Серьги, татуировки. Это все было в Diablo 4. Не исключено, что будет и в PoE 2 что-то. Просто. Тут посмотрим, посмотрим. Понравится ли Александру лабиринт и его концепция? Негодует ли он по поводу удаления лабиринта в PoE 2? Такой вопрос. Если честно, моя любимая лига, точнее, даже не любимая лига, любимая механика в PoE 1 это Ascendancy. Мне кажется, сама концепция того, что я стартую персонажем какого-то базового плана и который более, который потом специализируется в какой-то конкретный билд, получает свое под дерево скиллов, я считаю, это очень интересная концепция. Эта концепция очень популярна в куче других игр, где ну, как называется обычно, Ascendancy или Ну, подкласс, мы называем, да. Сабкласс, подкласс. Не знаю, в D&D, например, да, если один класс качается, 10 левелов, потом он идет какой-нибудь престиж-класс, совершенно такой. Ну, в общем, мне вот эта концепция того, что игрок по мере роста силы становится более специализированным, становится, идет какой-то подкласс, мне очень нравится эта идея. и мне очень нравится идея, что это каким-то образом геймплейно обыгрывается, что Изара, сама вот эта концепция, что он испытывает игрока своими ловушками, своими испытаниями, мне кажется, это классная идея. Есть неприятные геймплейные аспекты по поводу того, что опять делают уверенность и все такое, но сама концепция того, что какой-то геймплейный аспект дает персонажу новую ось развития, мне кажется, очень интересно. Напомню чату просто, что еще не показывали выбор Ascendancy, как он будет реализован в Passive XL2. Это ждем в ближайших демонстрациях, я думаю, что перед стартом бета-тест должны показать, скорее всего. Ну или узнаем во время бета, насколько он будет более эпичен. Единственное, что сказали, что выбираются во втором, третьем, четвертом актах, там будут какие-то ивенты, в процессе которых вы сможете выбрать свой подкласс. В общем, ну не выбрать, выбрать сначала и потом уже там очки вкладывать в ветку Ascendancy в дальнейшем. Будем смотреть. Вы что думаете по поводу лабиринта? Я думаю, что лабиринт классный, и мне всегда немножечко казалось, что не хватает у разработчиков немного времени и ресурсов и возможностей для того, чтобы развить и довести эту идею до какого-то прям, ну вообще, чтобы это была игра в игре. Потому что Sanctum, например, запретное светилище, он по сути это как будто бы развитие идей лабиринта, когда вы попадаете вот в некую эту локацию, проходите этаж, там, понятно, всякие благословения, комнаты, заходите на следующий этаж, вот как будто бы Sanctum это лабиринт 2.0. Это как будто бы ну ок. А вот текущий лабиринт в системе я пытался в этой лиге его фармить. Я ходил, собирал все серебряные сундуки, все эти тайные комнаты, пазлы выполнял, вот эти вот. И в итоге это было в пустую потраченное время, потому что там каждая пробежка занимает огромное количество времени. Я выхожу, у меня 3 желтых предмета, 2 сферы алхимии и 2 свитка мудрости за весь лабиринт, короче, пробежал. Как-то так. Ну лабиринт от текущего нужны не механические изменения, ему нужны ну более если бы мы сейчас делали лабиринт, мы бы его сделали гораздо лучше. Думаю, тут спорить нечего. Но вопрос стоит либо мы делаем лигу, либо мы делаем лабиринт. И хотя бы камни теперь там преобразуются, это уже что-то. Опять же, это механические изменения. Механические изменения они гораздо дешевле, чем изменения, которые включают в себя новый контент, новый тайлсеты, новые монстры, все вот такое. Всегда гораздо дороже с точки зрения инфраструктуры. играл ли Александр в грим доун? Вопрос. играл. Там вот давно еще. Система набожности, ветки, созвездий, вот этих всяких вспоминают. Я играл задолго еще до этого. Я играл в грим доун, как он только появился, тогда еще не было. Тогда еще не было созвездий и всего прочего. Так, я выбираю какие-то вопросы, которые не инсайдерские, чтобы что-то новенькое, но как будто бы на все ответили. Я не знаю, последние, давайте пять минут еще ждем вопросов. Вот, и... По другим, может, играм еще какие-нибудь вопросы можно поболтать. У вас, я вижу, на канале вы играли Bridge Builder, Poly... Как он сейчас называется? Poly Bridge. Да, у меня просто есть возможность при просмотре стримов на разных площадках бесплатно копить вот эти вот очки, там, очки канала, типа, вот как у Твича баллы вот эти копятся постепенно. Из-за них есть возможность зрителю заказать бесплатно игру на один стрим хотя бы, чтобы стример попробовал. Вот, Poly Bridge это одна из тех игр, которые мне посоветовала комьюнити. Заказали таким образом, вот вчера был стрим по ней. Ну, мне понравилось, потому что это жесткий контраст по сравнению там с Pass of Excel иногда полезно. Это очень полезно пощупать что-то новое, совершенно свежее. И иногда мне что-то заказывают, я как будто вижу идеи из этой игры и такой, хоп, так это же по-любому впое отсюда взяли. Что вот кто-то поиграл, по всей видимости, и вот это прям прикольная фишка, она была реализована. Да, ну вот, плюс, бонусом можно на квизы всякие по играм ходить, на викторины и прочее. Меня периодически зовут коллеги, я считаюсь экспертом в видеоиграх, в общем, помогаем там отвечать. Ну, относительно, относительно, то есть, у меня просто коллеги, которые тоже фанаты многих игр, мы ходим и там места даже какие-то занимаем, в общем, в этих викторинах. На самом деле, ПОЕ воодушевляется играми вовсе не только ARPG жанра. Например, Факторио, они выпускают, ну, слышали, да, про Факторио? Конечно. У них есть такой ивент, называется FFF, Факторио Фрайд Эффектс, где разработчики пишут что-то о процессе разработки игры. И очень интересно читать от разработчиков о разработке другой игры, потому что некоторые вещи читаешь, блин, у нас точно так же, а некоторые вещи читаешь, у них совершенно по-другому. Например, они писали, что они эльсы делали для второго уровня. Знаете, то, что в Факторио есть поезда и есть рельсы, можно прокладывать, и они делали фичу такую, чтобы можно было делать два уровня рельс, чтобы можно было поездам или ездить над поездами. И они писали о том, сколько они эту фичу разрабатывали, это какое-то там по нашим меркам просто невероятное время на это ушло. Там что-то то ли год, то ли два. Короче, это там исчисляется у них годами. Сколько у них времени. Мы с Джонасом обсуждали, конечно, прикол. То есть, если бы мы такую фичу делали, у нас бы ясное время на это не было там года или двух лет. То есть, у нас фича такого плана реализуется несравнимо быстрее. То есть, у нас турнараунд гораздо короче, однако у них, то есть, если Пакторио выпускает какую-то фичу, то можно быть на 100% уверен, что в этой фиче вообще не осталось багов. Но его, собственно, получается, что такой трейдов. Они выпускают фичу за два года, в которой вообще нет багов. Мы выпускаем ту же фичу за три месяца. Зато ей можно играть за три месяца. Раз в три месяца. Интересно просто более широкое, более широкое представление сложить о том вообще, как разработка ведется. Не обязательно через игры и RPG-жанры. И воодушевляться можно не только играми и RPG-жанрами. Я считаю, полезно и здорово с разными играми знакомиться. Ну, все правильно. Я поэтому говорю зрителям, когда они говорят Юра, устал, не могу играть в пое, все надоело, лига сдохла, как у нас любят часто в RU-комьюнити говорить. Типа нечего делать. Я всегда советую отвлечься, поиграть в какие-то совершенно противоположные жанры. Там, не знаю, цивилизацию какую-нибудь поиграть, а не в что-то там. Polybridge, в любые другие игры, где можно полностью мозги встряхнуть. Это нормально, ребята? Да. Жалко, кстати, когда удаляют какую-то лигу. То есть с позиции игроков мы знаем мнение на этот счет, а вот когда принимается решение, что, например, ну, предположим, предположим, спекуляция, что Affliction лигу решат убрать из основы игры и куда-то выкинуть ее там на склад. Будет ли обидно потраченного времени на вот эти вот на тараканов, которые там бегали, на этих светлячков, или вы спокойно к этому относитесь ко всему? Если, когда я разрабатываю этих тараканов и светлячков, мне говорят, что их выкинуть через три месяца, мне, конечно, будет обидно. Но в реальности через три месяца я разработаю еще там пятнадцать механик, которым я буду более горд, чем этими тараканами и светлячками. И мне как-то, а, да, что-то помню, было такое три месяца назад. Выкидывайте. Поэтому нет, практически никогда не бывает особо жалко контент, который был разработан для Лиги, для временной. по метаморфу скучает ли Александр по метаморфу вопрос. Метаморф очень с проблемами, так скажем, разрабатывался. Там нас в девелопмент, ну, в общем, в общем, были проблемы в офисе. Не все здорово сложилось, когда метаморф выходил. И нет, я не скучаю по нему нисколько. Новая инкарнация метаморфа это шейпшифтинг в ПОЕ2. То есть это та же самая технология, которая делала метаморф в ПОЕ1. Мы ее немножечко допилили, теперь она нормально работает и делает то же самое, только лучше. Какая любимая игра у Александра после Pass of Exile? Трудно сказать любимая, но я могу несколько назвать, чтобы вам... Да-да, я тоже не люблю так вот, когда спрашивают. Можно прям перечислять через запятую без приоритета какого-то. Да. Я могу по своему топовому времени игры. То есть в Pass of Exile у меня, не знаю, несколько тысяч часов, не помню точно сколько. Факторио полторы тысячи, Oxygen Not Included порядка тысячи, Monster Hunter, если все сложить, несколько тысяч будет. Люблю рогалики. Предыдущая игра, над которой я работал, Tales of Magi'al, это рогалик. Мы со знакомым разрабатывали. Case of God, тоже рогалик, тоже порядка тысячи часов. Baldur's Gate, первый, второй, Throne of Baal, третий мне не нравится. Divinity Original Sin, 1-2, Pathfinder. Ну, такого плана. Из того, что играл за последние два года. Elden Ring. Ну, это такой очень внушительный уважаемый список. В чате, мне кажется, должны поаплодировать. На самом деле, я единственное удивился, когда нравится Original Sin, первый, второй, но при этом третий Baldur's Gate почему-то не зашел. А почему так произошло? Моему ответ очевидным. Для меня непонятно, как людям, которые играли, например, в Pathfinder, Wrath of the Righteous, людям, которые играли в Baldur's Gate 2, Throne of Baal. Как можно нравится Baldur's Gate 3, потому что самое интересное в D&D, мне кажется, начинается в районе уровня 13, 15, 20, когда появляются спеллы 6, 7 левела, когда появляются спеллы 8, 9 левела, вот там уже начинается интересно. А Baldur's Gate 3 заканчивается до этого, в нем level cap на каком-то 12-13 левеле. Как же престиж-классы, самый классный аспект character building в D&D, это престиж-классы, где мой Eldritch Knight, где мой Dragon Disciple, где, что? они все обещали, что будет мальти-классинг в Baldur's Gate 3, такой, о, класс, класс, давайте, давайте, и потом в релиз подходит, а мальти-классинга все равно нету, и потом случается релиз, такие, да, да, мы сделали мальти-классинг, только без престиж-классов. Такой, погодите, а нафига мне мальти-классинг без престиж-классов? Вся суть мальти-классинга в престиж-классах. Короче, я разочаровался в Baldur's Gate 3, если честно. Блин, Ларриан до этого не подводили вроде, ну, может быть, какие-то не подводили, какие-то патчи, аддоны, не знаю, экспеншены, хотя, вроде, глава раздал разработки. Они выпустят экспеншен сто пудов, ну, сами понимаете, что если левел-кэп на каком-то на тринадцатого уровня, то, ну, сам бог велел сделать экспеншен на двадцатого уровня, тогда, я уверен, мне комбат больше понравится. Пока я считаю просто Baldur's Gate 3 незаконченной игрой. Вот вопрос, вытекающий отсюда, как сам Александр относится к пауэркриппингу в играх, что вот, например, относительно Path of Axel, боссы, которых вы сейчас в Play 2 выпустите, допустим, через два года игроки их будут шотать, просто потому, что у них там сила персонажа вырастет в геометрической прогрессии опять. Это хорошо в таких играх или это проблема, с которой надо бороться. Учтите, ребят, что мы разрабатываем PoE 2, мы механики теперь разрабатываем с учетом того, что мы знаем, как они, как подобного рода механики будут вести себя через пять лет. то есть, когда PoE 1 разрабатывался, никто не знал, как такая формула брони будет схейлиться через пять лет или как такая формула для количества хп босса такого-то левела будет схейлиться через пять лет. Теперь мы знаем, теперь у нас есть такой опыт. Мы можем разработать новую игру с учетом того, что мы можем представить себе, что все станет через пять лет. Поэтому Power Creeping это не такой закон природы, который просто случается всегда. Он является следствием решений. Конечно, он в любом случае будет, но в наших силах его контролировать хотя бы в какой-то степени. Power Creeping в таком виде, в каком он сейчас произошел в PoE 1 я не считаю это здорово. Power Creeping, цель Power Creeping он абсолютно необходим. Например, смотрите, в Pathfinder персонаж первого левела если сравнить его с персонажем двадцатого левела, то он сильнее не в двадцать раз и не в сто раз, он просто сильнее в бесконечность раз, потому что он просто неуязвим по сравнению с ним. Я считаю, это важно, это круто. Персонаж должен расти в такой степени, что персонаж максимального левела должен быть просто богом по сравнению с персонажем начального левела. Это необходимо. Но когда последних боссов можно убивать за секунду, это значит, что что-то пошло не так. То есть должен быть какой-то предел. А если какие-то блощие... Да-да-да. Это значит, что где-то была допущена ошибка в дизайне. А какие-то боссы из первой части, какие боссы наибольшую ностальгию вызывают это и хочется их в ПОЕ 2 добавить. Ну вот, было бы неплохо, скажем так, с позиции игрока, опять же. Да, хороший вопрос. Мне больше... Мой любимый босс в ПОЕ 2... В ПОЕ 1 Доминос. Знаете почему? Потому что мне кажется, что Доминос... Даже, наверное, Мелок... Доминос Мелокай это были последние боссы, где мне очень нравилась озвучка. Знаете, Доминос... В Абитача в ГОД умер. Вот это классно. Лайт оф Дивинити. Мне... Мне очень нравился вот этот аспект боссов. Я считаю, что это что-то, что мы потеряли. Каким-то... Я даже не знаю, в какой момент, но в какой-то момент я перестал ощущать вот этот... персональный... персональный аспект у боссов. То есть, вот Доминос был персонажем, за которого... с которым хотелось в каком-то смысле себя отождествлять. То есть, можно себе представить игру, в которой ты играешь за Доминос, а он крутой. А можно ли себе представить игру, в которой ты играешь за Китаву? Какой-то скучный, какой-то... какой-то... я не знаю. Ну, это мое такое мнение, что в какой-то момент мы потеряли какой-то персональный аспект боссов. Я считаю, что это было в районе 3.0, когда мы выпустили акты с 6 по 10. Когда нам нужно было штамповать боссов, много боссов одновременно, я считаю, что вот в какой-то тот момент примерно мы потеряли персональный какой-то аспект боссов. Я только сейчас понял, что Китава молчит. Он же, по-моему, вообще ничего не говорит. Ну, какое-то там уже бурчание, журчание, характерное для многих наших боссов с 6 по 10 акт. Здесь согласен на 100%. 3-4 акт как бы понятно. Тут и в плане лора, кстати, истории игры самой, а не в сердечке все-таки, потому что вот эта вот история возмездия, когда тебя изгнали, а ты потом как бы вернулся и этому доминусу нападал как следует. Вот она отдельно как будто идет от остальной игры. Да. Вот дальше уже начинается героическое фэнтези, где мы идем вперед просто и всех негодяев щелкаем одного за другим. В чате вспомнили эндгейм боссов, типа спрашивают, а как же Сирус с его дайбимами вот этими дай, там, из-за экрана луч его там, или... да, ну, большие боссы, я согласен, большие боссы, да, но какие-нибудь мэп-боссы, и, если честно, вся вторая часть компании, я считаю, они не дотягивают. Да, я считаю, что мы стали Сирус, Мэйвен более-менее. в лигах боссы более-менее у них тоже персональный аспект стал лучше в последнее время, но я считаю, что был какой-то момент, когда мы сильно просели в этом направлении. Получается до минуса... В общем, если у вас будет голосование в офисе среди сотрудников компании, голос за до минуса уйдет, я так понял, что его надо добавить. Не, кстати, он мертв. Не, ну, какую-то версию, мы же знаем, как это работает в компьютерных играх, там, преображенный до минус просто, воспоминания из прошлого, тень до минуса какая-нибудь такая, и вперед. Что-то такое можно всегда сделать. Я не знаю, это вот у меня такая ностальгия, или... Напишите в чате, у кого-то еще есть похожие ощущения? Мне кажется, есть. Там же игроки, которые начинали поиграть в 2013-15-17-х годах, они же все эти первые три акта, ну, первые три-четыре акта, они просто в разных трех сложностях перепроходили миллион раз. Да, но это вот ностальгия, то, что мне они так в душу запали, или что-то в них было сделано лучше, чем мы делаем сейчас? Ну, вот, если порассуждать босс-актов, Мэр Вейл супер-харизматичная, ты когда к ней идешь, она там песни поет, кастует что-то, и ты к ней идешь, всегда дрожишь немножко, а как же мой там cold resist, и по сопротивлению холоду, все в порядке или нет. Вот это вот пылесос, который во втором акте, который бьет своими эти кувалдами по земле, он опять же всегда там оу, типа, дешитесь там, что-то опасаетесь, но не знаю, в общем, то ли ностальгии, кто-то пишет в чате, что ностальгия, кто-то говорит, что действительно так и было, то есть там мнения расходятся на этот счет. Опять же, есть новая волна игроков, понятное дело, что new wave, там кто-то вообще в принципе начинает играть там с патча что-то и не видел, как оно было когда-то, когда раны на доминуса были, как прям в Diablo 2 на Баала все бегали доминуса фармить. Я бегал на Пайете в... когда ПВЕ в Клоус Бейта. Пайете была последним боссом. Сложно было? Убивало? Нормальная была сложность, где-то как Diablo 2. Иногда убивало, да. В общем, шансы есть, что каких-то боссов вернут. Причем, кстати, это уже тот же самый Джонатан Роджерс подтверждал уже в интервью, что они думают над списком боссов и постараются как-то гармонично их в будущем вернуть, некоторых из них по крайней мере, в том или ином виде. Там были еще вопросы на тему геймплея, каких-то фишек. По поводу баз предметов, базы будут переделаны. Об этом говорили на ExcelCon. Посмотрите презентацию Хриши, по-моему, проводил. Он подробно рассказывал, как поменяются базы предметов в базах Excel 2. На официальном канале Пое есть эта запись. Опять же, ребят, базы предметов это такой аспект, что как можно сделать новую игру, в которой будут случайно те же самые базы предметов. Опять же, вопрос масштабов изменений вы недооцениваете масштаб. Игроки просят конечно же базы все будут другие. Просят арбалеты в пое1 добавить игроки. Шансы есть или пока вообще непонятно? пое1 вроде объясняли же ситуацию, что если вы хотите добавить новое оружие в пое1, то вам нужно добавить одну анимацию на класс, то есть семь классов и по одной анимации на каждый экшен, то есть бежать с арбалетом, стоять с арбалетом, кастовать такой скилл с арбалетом, кастовать такой скилл с арбалетом, так как в пое1 все персонажи имеют свои риги, их надо всех отдельно анимировать, то есть добавлять новый тип оружия в пое1 невероятно дорогое удовольствие, то есть если посчитать сколько это человека часов просто добавить один тип оружия оказывается совершенно запредельная цена ну да об этом говорили в пое2 у всех персонажей один и тот же риг то есть это значит что хотя бы ригить их не надо будет всех по отдельности то есть в пое2 это гораздо дешевле сделать а по поводу оружия в общем ответили хорошо какие любимые типы защиты в пасов эксел у александра опять же вопрос ну видимо когда собирались персонажи там через блок или там не знаю через что через армор кстати очень интересный вопрос давайте обсудим эту тему у меня большая проблема с тем как работают некоторые дефенс лейры в пасов эксел причем в пасов эксел не так много дефенс лейеров которые я считаю работают нормально например возьмем по порядку шанс блока это нормально что если игрок берет в начале в своей прогрессии плюс 4% шанс блока это у него уменьшит поступаемый урон ну грубо говоря на 4% а если он его возьмет в конце то это ему уменьшит урон там на 40% когда шанс блока уже под кэп подходит я считаю что это не здорово это каждый раз когда что-то уменьшается на процент например кулдаун уменьшается на процент точно такая же механика представьте себе механика какая-нибудь там 4% less кулдаун speed ну или что-нибудь такое когда уменьшение процентов стекается оно стекается очень незначительно в начале и очень значительно в конце диапазона это очень неравномерная кривая и она всегда выражается в том что в конце должен быть кэп потому что если вы что-то уменьшаете в процентах очевидно вы не хотите это уменьшить до минус 100% то есть шанс блока каждый процент шанса блока уменьшает входящий урон на 1% очевидно что это не может продолжаться до 100% очевидно должен быть на каком-то моменте кэп точно такая же механика с резистами если у вас 10% плюс 10% файер значит что у вас в начале прогрессии уменьшается входящий урон от огня на 10% а в конце прогрессии входящий урон от огня начинает уменьшаться в зависимости от вашего кэпа если у вас кэп там под 90% то 10% может значить в 2 раза меньше входящий файер файер дэмэдж и в пуе очень много таких механик которые стекаются бессмысленно в начале прогрессии персонажа и становятся жутко опи в конце прогрессии персонажа я не считаю что это здорово я понял абсолютно о чем речь я единственное думаю уже параллельно как это можно фиксить и обратите внимание вы помните время когда что-то минус процент энерги щилд кулдаун или что-то такое немедленно кто-то собрал минус сто процентов и энерги щилд начал ричарджиться без кулдауна тогда что сделали сделали инкрист энерги щилд кулдаун ричард рейтинг короче по смыслу это имеет смысл но это трудно произнести это трудно объяснить и это случается каждый раз каждый раз когда мы что-то уменьшаем в процентах мы начинаем это уменьшать в процентах и потом кто-то замечает что оно ломается и мы это замечаем в каком-то смысле на увеличении рейтинга чего-то то есть когда аддитивные проценты становятся в общем когда вычитание процентов заменяется на сложение процентов грубо говоря что потому что increased cooldown recovery rate, можно стекать сколько влезет, и ему не нужен cap. То есть просто плюс 200% означает, что он же щилл начинает рековериться в три раза быстрее. Плюс 400% означает, что он начинает рековериться в пять раз быстрее и так далее. Я заметил такую тенденцию, она случается каждый раз. Каждый раз, когда мы это делаем, каждый раз, когда мы пытаемся уменьшать что-то в процентах, у нас случается эта проблема. Единственное, с чем это пока еще не случилось, это с резистами. С резистами мы тянем эту всю идею с max-резистами очень давно. И сейчас эта механика выродилась в то, что max-резисты у всех всегда. Вопрос в том, какой max-резист у вас. Ну, конечно, да. 90% желательно. В том-то и дело. То есть сам резистанс особого смысла не имеет. Ясное дело, что он будет от max-резистанса. Вопрос в том, какой будет кап у резистанса. И как-то одна механика опять заменяется другой. И сам смысл то, что... Вообще-то резистанс должен иметь смысл то, что 50% fire resistance должен уменьшать урон от огня на 50%. И он это никогда не означает. Если у вас не от max-резистанса, это значит, что вы что-то делаете существенно не так со своим билдом. Это как бы такой гир-чек. Я не считаю, что это долгосрочно... Spell suppress. Spell suppress. Не костыль ли это в чистом виде, в дизайне? Да, тоже. Потому что spell evasion был то же самое. Была классная механика. Все начали пользоваться. Потом кто-то заметил, нафига мне собирать какие-то еще механики, когда я могу просто себе dodge собрать пять девяносто процентов и все. Поэтому заменили spell dodge на spell suppress. То же самое. Я вам... Это не инсайдерская инфа. Я вот прямо чувствую, что что-то такое же, если поe1 будет продолжаться таким же типом, как он живет сейчас, что-то такое же сделает с шансом блока. Но не может быть такой же шанс блока будет продолжать... Жить как просто мультипликать... Любой входящий урон умножить на 10%. Шанс блока сейчас среди комьюнити все наоборот поливают помоями. То есть никто блок не собирает в игре сейчас. Точнее, полезно иметь блок, но ты под блоком должен обязательно иметь стопроцентный spell suppress. Да, да, да. Это короче как resistance получается. Если шанс блока тебя от максимума, это как resistance не от максимума. Совсем нуб. То есть такая... Я считаю, что подобного рода механики они в долгосрочном периоде не работают. Это по поводу процентных уменьшений чего угодно. Что угодно вообще. Минус процент чего угодно в долгосрочном периоде, я считаю, будет ломаться. Давайте плоские ретигейшины какие-то, что ли. Я даже не знаю. В кое-два. Типа снижение урона огнем на 150 единиц. Не, не, не. Это тоже ужасно. Плоское снижение тоже ломается немедленно. Я считаю, что механически нормально скейлится. Что-то вроде такого. Каждые 100... Например, fire resistance rating уменьшает урон в два раза. То есть 100 уменьшает урон в два раза. 200 уменьшает урон в четыре раза. 300 уменьшает. Ну, экспоненциально. То есть, таким образом, fire resistance можно себе стекать сколько врезать, он просто продолжает экспоненциально уменьшаться. Это один из вариантов. Я уже говорил с дизайнерами по этому поводу. Проблема в том, что это сложно объяснить. Как это даже назвать? То есть, математически это очень легко сформулировать. Геймплейно это легко сделать. Можно даже существующее значение резистанса перенести на экспоненциальное. Калуи это будет работать. Вопрос в том, как это назвать? Как это объяснить игроку? Ну да, здесь процесс понимания как бы игроком этой механики все же должно быть предельно прозрачным с одной стороны. А тут, когда мы это обсуждаем, как будто бы реально нужно доску и на доске мелом показывать формулы, чтобы игрок понял, как это работает. Прикол в том, что существующие механики с резистансами, они притворяются простыми механиками. На самом деле, они сложные, потому что игрок, когда начинает собирать резистанс, он не в курсе, что на самом деле резистанс должен быть всегда от Максин. Дальше скейлиться на самом деле резистанс кап и spell suppression. Это вообще перестает быть такой простой механикой, как она хочет показаться на первый взгляд. мне не нравится это. Конечно, я не дизайнер, но просто как игроку, мне кажется, не идеально такая ситуация. Вторая ситуация, совершенно никак к этому не относится, это наши вейзен рейтинг и броня. Сам факт того, что броня работает гораздо более эффективно против трэш-мобов, чем против боссов, мне принципиально не нравится такая концепция. И как минимум то, что не видно даже, каким образом работает формула брони. Нигде в игре не написано, что именно делает броня. Тебе просто пишут 90% снижения, ожидаемое получение физического урона, типа снижение 90%. И ты, игрок-новичок, он не понимает, что это 90% против белого скелета, который тебя лапкой ударит просто. Да! Это жутко мисслидинг, это жутко создает либо ощущение ложной безопасности, либо наоборот. Это попытка игрока оградить от того, что происходит на самом деле, потому что на самом деле происходит пакханалия. Ничего хорошего на самом деле не происходит. Броня скелета не так, как игроку хочется. Ну, эвэйжен рейтинг, там вообще псевдо-эвэйжен, псевдо-уклонение работает. Еще хуже. Там совсем страшно. Вообще непонятно. Я считаю, что ПОЕ-2 у нас сейчас как раз происходит период разработки, когда такие вопросы нужно задавать. И возможно на них могут быть интересные ответы. Я надеюсь, что вообще когда смотришь на эти умные лица, которые нам рассказывали о механиках ПОЕ-2 на XLCon, а там действительно как бы ребята горят, видно, это как относится ко всем разработчикам. Хочется верить, что они все понимают и у них все рука на пульсе. Чистого лица. И конечно все понимают, конечно рука на пульсе. Вопрос обычно приоритетов и времени. То есть, да, такие изменения, я думаю, все понимают, что что-то с этим нужно делать, но не всегда хватит нас времени на то, чтобы всем сойтись во мнении, что да, это должно работать так. 21 февраля в чате подсказывает выходит Last of Us. Мы сегодня вспоминали про него параллельно, когда и про Diablo говорили. Будет ли желание попробовать эту игру? Или может быть, знаешь, знаете, в духе там, когда обязательно, например, там, Крис Вилсон или Джонатан просят, ребят, выходит Last of Us. Желательно всем офисом поиграть, посмотреть, что за конкуренция. Да, ну, в целом, может быть, как у игрока. Last of Us мне, если честно, визуально не особо нравится. Для меня это как бы deal breaker. Если я вижу, что визуально меня игра не настолько воодушевляет, конкретно в случае Last of Us мне не очень хочется пробовать. Однако, я знаю, что у них крафт работает очень интересно. Мне кажется, что у них крафт работает во многом интереснее нашего. Но он детерминированнее там, да. У них во многом детерминированнее крафт. Понимаете, у них цели крафта другие, у них нет цели удержать игрока в долгосрочном периоде. Поэтому они могут себе позволить то, чего мы не можем позволить в чем-то. То есть, если Last of Us подарит игроку Headhunter у игрока есть Headhunter, потому что Last of Us pay to play. Большая разница. Деньги уже уплачены. Осталось игроку просто чтобы игрок был доволен. Но магазин косметики там тоже есть и он наполняется постепенно сейчас. Так что тут они тоже молодцы подсуетились. Они сейчас выпустили, вот вчера была новость Deluxe версию игры, Ultimate версию игры. Можно расширенные издания приобрести за дополнительный прайс. Так что я надеюсь, что игроки этим довольны. А касаемо единственное, что хотел спросить здесь еще касаемо визуального стиля. Это больше как бы претензия к моделькам персонажей и анимации или к общему визуальному подходу к тому, как это выглядит. Ну, это явно не dark fantasy. Это что-то такое более фэнтезийное, легкое. Что не так? Мне у них просто технологически не нравится, как они... Я просто... Если я смотрю на каждый первый эффект, я такой, ребята, можно было это сделать лучше. Мне это не очень нравится. Я предпочитаю играть в игры, которые я такой, вот, ребята, молодцы, затащили. Ну, это не потому, что они что, сделали плохо, потому что они более начинающие. Ну, понятно, это инди, как бы стопроцентная инди-студия. Они все-таки больше инди. Я не имею ничего против игр, которые даже не пытаются делать продвинутую графику. Например, опять же, рогалики. Я играю в рогалики с псевдографикой, с символами. Никаких проблем. Но если игра претендует на определенный внешний вид, и у них это не получается, мне это не очень нравится. в списке любимых игр не было Hades, но я, насколько знаю, вы играли много, правильно? Вообще, вопрос, как Hades? Я играл в Hades, но, если честно, мне он не очень нравится. Мне, мне у него нравится Core Gameplay Loop, то есть, сам по себе Combat в Hades. Да, интересно. Мне очень нравится у них мета-прогрессия, то, что персонажи, диалоги с персонажами, там, развиваются несколько сюжетных линий. Но это все. В нем нету интересного характер-билдинга, в нем нету интересного, что в душе думаешь, что бы забил сделать в Hades. Нету такого аспекта, поэтому я в него поиграл и как-то забросил. Окей. Чать подсказывает, отпусти уже Александра, уже там поздняя ночь. Ну, вы молодцы, вы вопросы хорошие задаете, поэтому мы еще здесь находимся. Так что все ради зрителя. Мне нормально, ребят. Если еще есть вопросы, давайте еще. У меня, кстати, был вопрос, который я хотел задать раньше чуть-чуть. Есть ли потенциально микроскопическая вероятность того, что Grindinger Games станет в такой студии, которая захочет сайт-проект сделать какую-то игру не Passive Exile или, может быть, Passive Exile, но в другом жанре? Рогалик. Если вы внимательно присмотрите, здесь... Возможно, вы уже можете заметить такую игру. Я могу дать подсказку. Я жду, я жду, я хочу ккаи. Я прям... Я, короче, я буду играть. Все, мы с вами дропнем лигу, пойдем в ккаи 100%. Я хочу в это играть. и мне кажется, там же все фанаты Magic the Gathering, насколько я знаю, ну, по крайней мере, вот кор-разработчики, они же MTG очень много. Дизайнеры у нас все, да, поэтому улетают. Да, и Эрик Олафсон, он ушел потом свою игру делать сейчас, насколько я знаю, он там свой проект ккаи развивает, как раз-таки, видимо, тоже не вытерпел. Он не вытерпел, буквально. Сколько можно бить мобов, хочу, как и хорошо. Кто не понял, это была отсылка к тому, что на XAlcon и в 19-м, 23-м году можно было бы играть прямо на выставке в карточную игру и в итоге сразиться там с главными разработчиками, то есть там пройти определенных боссов, если вы правильно все сделаете. Вот там. Говорят, что зрители даже некоторые демо-версию по E2 так и не попробовали, просто потому, что настолько им понравилась игра, вот эта карточная, что они не уходили со стендов этих, а мы оставались. Да, многие ребята пропускают. Клады наши и демки. Упс. Слышно о нем? У меня микрофон. Да, но сейчас слышно, он там засвистел на секунду, но вроде нормально сейчас. Да. Чать вздруг. Продублили у нас некоторые игроки и доклады, и все, что можно, и демки, потому что им нравилась наша карточная игра. Это не инсайдерская инфа, просто я знаю, что у нас многие дизайнеры любят эту тему, поэтому я бы не особо удивился, если кто-то из них решит сделать оценить в этом направлении. Как компания превозмогала период ковида и были ли после этого... Ну, ковид вообще не самая приятная тема на самом деле, но там скорее, я что хотел спросить, после пост-ковид у вас поменялся подход к работе в офисе, может быть, больше разработчиков на удаленке стало работать после этого? У нас, если честно, руководство все правильно сделало, потому что, если вы посмотрите, сейчас, когда новости не посмотришь, я не знаю, вы интересуетесь, у меня нет постоянно в индустрии, одна компания сократила штат на 20%, Unity сократила штат на 25%, Naughty Dog сократили штат на 25%, собственно, что происходит? Ну, есть мнение, не мое, что происходит происходит, происходит, на самом деле, не сейчас, произошло оно во время ковида, когда все стали работать из дома, игровая индустрия стала пользоваться большим спросом, и многие компании набрали гораздо больше штата, чем им на самом деле необходимо в долгосрочном периоде. Это раз. И два, что во время работы из дома продуктивность штата резко упала, чтобы ее компенсировать, им пришлось нанимать больше людей. И сейчас, когда все вернулись в офис, продуктивность обратно возросла, и люди просто, так много штата им оказалось невыгодно поддерживать. У нас с этим все нормально произошло, потому что у нас руководство понимало, что это временное явление, что все у нас в офисе понимают, почему работать из офиса важно. У нас нету принципиально работы удаленно. Все работают только из офиса. И поэтому у нас такой проблемы нету по большому счету. У нас ковид как прошел, так и все о нем забыли. Не было такого, что кто-то из разработчиков не хотел в офис возвращаться. Ну или не хотели, но... Конечно, были. Конечно, были. Однако у нас проблемы гораздо меньше, чем где-нибудь в Штатах, где люди почему-то считают, что у них есть какая-то конституционное право работать из дома или что-то вроде этого. У нас все очень прямым текстом, что нет, ребята, вас нанимали работать из офиса. Не было даже нигде в договоре такой пометки, что вы можете работать в офисе, а можете работать из дома. Нет, работает просто из офиса. Как локдаун закончился, все возвращаемся в офис. Да, некоторым людям это не особо понравилось, но это как бы и проблема. Не, ну производительность труда действительно падает. Когда ковид был, там были статьи на тему там вау, какая-то компания обнаружила, что оказывается на удаленке у них даже производительность труда выросла и как будто бы даже классно, что все на удаленке работали. Рехня. Да, я по своему опыту могу сказать, что вот у меня в компании примерно на 30% упало вот это вот все. Ну, если... оптимистичная метрика. Да, но я смотрел на оборот, как-то на такие вещи, но в целом, смотря, сколько еще продлится удаленка, у нас она просто продлилась очень недолго, там два с половиной месяца всего-навсего. у вас-то скорее всего там локдаун был сумасшедший просто по длительности там что-то... В Новой Зеландии жестче к этому относятся ко всему, более строго, законодательно. Я даже, если честно, не помню уже, это было настолько давно и уже все об этом забыли и никто об этом не вспоминает. Как будто бы другие времена совершенно, я согласен. Но работать вместе как команда в офисе важно, потому что это не только дисциплина, это еще обмен опытом, мотивация, то есть когда вы там все вместе как-то стакаете. Я на своем рабочем месте провожу минимум времени, я постоянно общаюсь с VFX артистами, с художниками, с Джонатаном, с дизайнерами, все постоянно находятся в коммуникациях. У нас это очень важный аспект. Если бы я не мог поговорить с нашими художниками, то работа бы просто не стала. На каких языках программирования пишется по E2 и какие лайфхаки используются, чтобы оптимизировать игру? Как и любая другая уважающая себя игра по E2 разрабатывается на C++. Очень много попыток, я, если что, троллю, вижу, что много попыток сейчас наблюдается придумать замену C++, расты, шмасты, карбоны, что угодно, но я сомневаюсь, что ты из этого сможешь залететь просто потому, что C++ уже есть, для него уже есть вся инструктура, для него уже есть оптимизирующий компилятор, для него уже есть куча фич, которых у любого заменителя C++ еще долгое время не будет, поэтому здесь даже вариантов особо нету. Из технических лайфхаков могу заметить, что у нас проект целиком написан на C++, то есть клиент на C++, все тулзы на C++, все вспомогательные проекты на C++, все что угодно на C++. Это сделано, на самом деле, это в долгосрочном периоде оказалось правильным решением, потому что если в проекте было несколько языков, то пришлось бы поддерживать несколько тулчейнов, поддерживать несколько IDE, несколько дебаггеров, несколько всего. Очень важно для большого проекта, состоящего из большого количества компонент, большим плюсом является, если весь проект находится в одном, но максимум в двух языках. То есть для нас, Джон Кармак об этом говорил, в долгосрочном периоде это очень важно. То есть несмотря на то, что да, Rust всем нравится, все пробуют дома на Rustе, все пробуют проекты для души на Rustе, но если нам нужно делать новую тулзу, правильным ответом будет делать ее на C++, а не на Rustе. Потому что остальная часть инфраструктуры уже находится на C++, это значит, что лучше продолжать на C++. Будет ли PoE2 клиент для macOS и вообще есть ли проблемы с разработкой для macOS? Да, я практически уверен, что будет. Мы поддерживаем macOS сейчас, я не знаю в какой степени, но в какой-то степени, потому что не этим занимаюсь. Но я знаю, что у нас есть build-step для macOS. Это вроде бы я сейчас не утек никакой инфу, вроде лично же известно. Да? 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 Мы никому не скажем, если что. Про китайский клиент интересный вопрос, неожиданный, абсолютный, я что-то забыл совсем про него. Вообще, мне хотелось узнать, как сами, как внутри команды относятся к китайскому клиенту Passive XL и поддержки игры на китайском рынке. Вы вообще как-то у вас разделены команды поддержки для Китая и вообще как это выглядит? Да. Да. У нас есть китайский клиент, я даже, если честно, не знаю, с чем сравнить. Мое личное отношение к нему, я рад, что это не наш клиент. И это совершенно своя экосистема со своими традициями для них считает, то, что у них считается нормальным, у нас считается дикостью, и это нормально. Это хорошо. Хорошо, что у нас нет попыток их объединить, я сняю, что эти попытки когда-то будут. Потому что культурная разница настолько большая, что в Китае, если в игре нельзя купить какой-нибудь experience boost, это считается, кто это вообще будет играть? У них это считается ненормальным. У нас, если в ПОЕ добавить potions experience boost, как в качестве микротрансакции. Я бы почитал комментарии на реддите на следующий день. В смысле, ну у нас просто половина компании, включая меня, просто в этот же день уволятся. Потому что, ух, у нас это непозволительно. просто, ну, это, видимо, культурная разница объясняется. Но мы наслышаны про вот эти все фишки, про петов, которые лут подбирают, про бусты опыта, про возможность купить там какие-то штуки, которые иначе что-то ломают и являются pay to win, по большому счету. Да. В общем, я хотел просто убедиться, что это не только у нас отношение такое в комьюнити, но даже сами разработчики примерно так же к этому всему относятся. Но просто от этого никуда не деться. Потому что... Ну, это совершенно другая культура. Но вы знаете, что, например, у них нельзя скелетов, скелетов показывать на экране. У нас все скелеты в ПВЕ-версии для Китая заменены на зомби. И анимации у скелетов, ну, у них скин заменен, а Рик тот же самый. Поэтому, когда зомби помирает, у него руки и ноги растягиваются как у скелета. Ну, представляете себе, что у него Рик у скелета, а скин от зомби. В этом еще. Китая вместо красных лучей пускает зеленые лучи. Потому что красные лучи можно ассоциировать с кровью. Это нельзя, нельзя, это плохо. у них просто не по закону, просто у них в культуре реально так. То есть, люди реально так видят. Если китайскому игроку показать скелета на экране, он такой, что-то я не знаю, ребята, мне как-то не по себе. Понимаете? То есть, просто совершенно другая культура. Да, игра, казалось бы, вся о том, чтобы надо бороться с нежитью, и у вас там наперевес алебарда вся в крови и бежим убивать. Кто там у нас? Самый главный некромант Катарина, наверное. Ну, понятно. Как там Катарину мы рендерим, я даже не знаю. Катарина же весь прикид из костей сделан. Да, да. Косточки. Я иногда сам поражаюсь. Совершенно свой мир по своим законам работает. И это хорошо. Ну, получается, что и Passive XL 2 для них тоже какая-то своя будет. Но, я правда не знаю, будет ли задержка бета-теста для них с учетом этого всего. Или это в параде? Я ничего не знаю по этому поводу. Ничего даже не слышал по этому поводу. Кстати, я тоже в ноль информации. Может быть, кто-то у нас в чате следит. У нас есть зрители, которые через VPN в Китае играют в Passive XL. Потому что... Потому что... Да. Потому что им нравятся все эти приколы. Они скелетов не могут видеть? Нет, им хочется potion-бустеры и питомцы, которые лут подбирают. Вот это вот все хочется им иметь. Жесть. Ну, окей. Это их выбор. Не осуждаем такие вещи. На вкус и цвет. На вкус и цвет. Да. Хломастеры разные. Так, ну что, спасибо, ребят, за вопросы. Я думаю, что пора нам понемножку заканчиться. Заканчиваться. Заканчивать подкаст. Уже четыре с половиной часа за плечами. Александру огромное спасибо. Просто нереально. Я планировал на полчасика, думаю, ну, зададут пару вопросов. Да, мы просто когда обсуждали, ну так, можно недолго пообщаться, там, чуть-чуть, полчасика, часик, наверное, сегодня такое. В общем, ну, было интересно. Мне кажется, мы очень много нового узнали. И, да, напоминаю, что запись подкаста останется на YouTube-канале. Там же есть ссылка на YouTube-канал Александра. Вы можете следить за тем, как развивается часть игра, потому что, честно говоря, какие-то штуки, которые у него там на канале выходят, я через полгода-год вижу в игре, мне кажется, что и... Можно... В каком-то виде вы часто видите у них отражение в игре, да? Да, спасибо огромное за участие. Александр, спасибо, что пригласились. Большое спасибо, товарищи, за вопросы. Да, всем... Всем в офисе привет большой от русскоязычного сообщества. Мы вас обожаем на самом деле. У нас огромная фан-база любителей Pass of Excel. Я не знаю, насколько разработчики сами в курсе, но, в общем, у нас... Я, если честно, не знал существования вашего комьюнити. У меня... Где-то мы видели импульс, что по количеству топиков на форуме, по комментариям, по вот этим всяким метрикам различным, что мы чуть ли не номер два после англоязычного сообщества, так что... Вот, есть чем гордиться. Русскоязычный комьюнити очень вокально. Если можно так выразиться. По этому поводу спору нет. Ладно. Спасибо. Спасибо. Будем... Ждем бэттест поя. Посмотрим обязательно на все новинки и, опять же, удачи в разработке. Надеюсь, все получится. Мы надеемся на вас и, в общем, ждем. А мы надеемся, что вам понравится. Да. Пока-пока. Вам понравится FUE 2. Спасибо, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok